Глава 16. Черноглазый мальчишка заполонил все Людмилины помыслы. Она часто заговаривала о нем со своими и со знакомыми, иногда совсем не кстати. Почти каждую ночь видела она его во сне, иногда скромного и обыкновенного, но чаще в дикой или волшебной обстановке. Рассказы об этих снах стали у нее столь обычными, что уже сестры скоро начали сами спрашивать ее, что не утро, как ей Саша приснился нынче. Мечты о нем занимали все ее досуги. В воскресенье Людмила уговорила сестер зазвать Коковкину от обедни и задержать подольше. Ей хотелось застать Сашу одного. Сама же она в церковь не пошла, учила сестер. Скажите ей про меня проспала. Сестры смеялись над ее затеей, но, конечно, согласились. Они очень дружно жили. Да им же и на руку займется Людмила мальчишкою, им оставит настоящих женихов. И они сделали так, как обещали, зазвали Коковкину от обедни. Тем временем Людмила совсем собралась идти. Принарядилась весело, красиво, надушилась мягкую, тихую, аткинсоновую, серингою, положила в белую бисером шитую сумочку неначатый флакон с духами и маленький распылитель, и притаилась у окна за занавескую в гостиной, чтобы из этой засады увидеть вовремя, идет ли Коковкина. Духи взять с собою она придумала еще раньше. Надушить гимназист, чтобы он не пахнул своею противную латынью, чернилами да мальчишеством. Людмила любила духи, выписывала их из Петербурга и много изводила их. Любила ароматные цветы. Ее горница всегда благоухала чем-нибудь цветами, духами, сосною, свежими по весне ветвями березы. Вот и сестры, и Коковкина с ними. Людмила радостно побежала через кухню, через огород, в калитку, переулочком, чтобы не попасться Коковкиной на глаза. Она весело улыбалась, быстро шла к дому Коковкиной и шаловливо помахивала белую сумочкою и белым зонтиком. Теплый осенний день радовал ее, и казалось, что она несет с собою и распространяет вокруг себя свойственный ей дух веселости. У Коковкиной служанка сказала ей, что барыне дома нет. Людмила шумливо смеялась и шутила с краснощекую девицею, отворившую ей дверь. «А ты, может быть, обманываешь меня?» — говорила она. «Может быть, твоя барыня от меня прячется?» «Где ей прятаться?» — со смехом отвечала служанка. «Идите сами в горницу, поглядите-ка ли не верите?» Людмила заглянула в гостиную и шаловливо крикнула. «А кто тут есть жив человек?» «А-а-а, гимназист!» Саша выглянул из горницы, увидел Людмилу, обрадовался. И от его радостных глаз Людмиле стало еще веселее. Она спросила, а где же Ольга Васильевна? «Дома нет», — ответил Саша. «Еще не приходила. Из церкви куда-нибудь пошла. Вот я вернулся, а ее нет еще». Людмила притворилась, что удивлена. Она помахивала зонтиком и досадливо говорила. «Как же так?» «Уж все из церкви пришли. Все дома сидят, а тут надкося и нету. Это вы, юный классик, так буяните, что старушки дома не усидеть». Саша молча улыбался. Его радовал Людмилен голос, Людмилен звонкий смех. Он придумывал, как бы половчея вызваться проводить ее. Еще побыть с нею, хоть несколько минут, посмотреть да послушать. Но Людмила не думала уходить. Она посмотрела на Сашу с лукавою усмешкой и сказала. «Что ж вы не просите меня посидеть, любезный молодой человек? Подик я устала. Дайте отдохнуть хоть чуть». И она вошла в гостиную смеючись, ласкаючи Сашу быстрыми нежными глазами. Саша смутился, покраснел, обрадовался. Побудет с ним. «Хотите, я вас душить буду?» Живо спросила Людмила. «Хотите?» «Вот вы какая!» Сказал Саш. «Уж сразу и задушить. За что такая жестокость?» Людмила звонко захохотала и откинулась на спинку кресла. «Задушить!» Восклицает она. «Глупый, совсем не так понял. Я не руками воздушить хочу, а духами!» Саша сказал насмешливо. «Ха, духами!» «Ну, это еще куда не шло!» Людмила вынула из сумочки распылитель, повертела перед Сашиными глазами красивый сосудик, темно-красного, с золотыми узорами стекла, с гуттаперчевым шариком и с бронзовым набором, и сказала. «Видите, купила вчера новый пульверизатор. Да так и забыла его в сумочке!» Потом вынула большой флакон с духами, с темным пестрым ярлыком «Парижская Герленова Рауруса». Саша сказал, «Сумочка-то у вас глубокая какая!» Людмила весело ответила, «Ну, не ждите больше ничего, пряничков вам не принесла». «Пряничков?» Смешливо повторил Саш. Он с любопытством смотрел, как Людмила откупоривала духи, и спросил, «А как же вы их туда нальете без воронки?» Людмила весело сказала, «А воронк-то уж вы мне дадите!» «Да у меня нет!» Смущенно сказал Саш. «Да уж как хотите, а воронку мне подайте!» Смеясь настаивала Людмила. «Я бы у Маланьи взял, да у нее в керосине!» Сказал Саш. Людмила весело расхохоталась. «Ах, вы недогадливый молодой человек!» Воскликнула Людмила. «Дайте бумажке клочок, коли не жалко. Вот и воронка!» «Ах, в самом деле!» Радостно воскликнул Саш. «Ведь можно из бумаги свернуть. Сейчас принесу». Саш побежал в свою горницу. «Из тетрадки можно?» Кликнул он оттуда. «Да все равно!» Весело откликнулась Людмила. «Хоть из книжки рвить, из латинской грамматики. Мне не жалко». Саша засмеялся и крикнул. «Нет уж, я лучше из тетрадки». Он отыскал чистую тетрадь, вырвал средний лист и хотел бежать в гостиную, но уже Людмила стояла на пороге. «К тебе, хозяин, можно?» Спросила она шаловливо. «Пожалуйста, очень рад!» Весело крикнул Саша. Людмила села к его столу, свернула из бумаги воронку и с деловито озабоченным лицом принялась переливать духи из флакона в распылитель. Бумажная воронка внизу и сбоку, где текла струя, промокла и потемнела. Благовонная жидкость застаивалась в воронке и стекала вниз медленно. Повеяло теплое сладкое благоухание от розы, смешанной с резким спиртным запахом. Людмила вылила в распылитель половину духов из флакона и сказала «ну вот и довольна». И принялась завинчивать распылитель. Потом скомкала влажную бумажку и потерла ее между ладонями. «Понюхай», — сказала она Саше и поднесла к его лицу ладонь. Саша нагнулся, призакрыл глаза и понюхал. Людмила засмеялась, легонько хлопнула его ладонью по губам и удержала руку на его рте. Саша зарделся и поцеловал ее теплую благоухающую ладонь нежным прикосновением дрогнувших губ. Людмила вздохнула. Разнеженное выражение пробежало по ее миловидному лицу и опять заменилось привычным выражением счастливой веселости. Она сказала «ну теперь только держись, как я тебя опрыскаю», и сжала гуттоперчивый шарик. Благовонная пыль брызнула, дробясь и расширяясь в воздухе на Сашину блузу. Саша смеялся и повертывался послушно, когда Людмила его подталкивала. «Хорошо пахнет, а?» — спросила она. «Очень мило», — весело ответил Саша. «А как они называются?» «Вот еще младенец. Прочти на флаконе и узнаешь», — под дразнивающим голосом сказала она. Саша прочел и сказал «Тот-то розовым маслицем попахивает». «Маслицем», — укоризненно сказала Людмила и легонько хлопнула Сашу по спине. Саша засмеялся, взвизгивая и высовывая свернутой трубочкою кончик языка. Людмила встала и перебирала Саши на учебники и тетради. «Можно посмотреть?» — спросила она. «Сделайте одолжение», — сказал Саш. «Где ж тут твои единицы до нули? Показывай». «У меня таких прелестей не бывало пока», — возразил Саша обидчиво. «Но это ты врешь», — решительно сказала Людмила. «Уж у вас положение такое колы получать». Припрятал, поди. Саша молча улыбнулся. «Латынь да греки», — сказала Людмила. «Тот-то они вам надоели. Нет, что же», — отвечал Саша, но видно было, что уже один разговор об учебниках наводит на него привычную скуку. «Скучновато зубрить», — признался он. «Да ничего, у меня память хорошая. Вот только задачи решать это я люблю». «Приходи ко мне завтра после обеда», — сказала Людмила. «Благодарю вас, приду», — краснея сказал Саш. Ему стало приятно, что Людмила пригласила его. Людмила спрашивала. «Знаешь, где я живу? Придешь?» «Знаю». «Ладно, приду», — радостно говорил Саш. «Да непременно приходи», — повторила Людмила строго. «Ждать буду, слышишь?» «Наколю уроков много будет», — сказал Саша. «Больше из добросовестности, чем, на самом деле, думая, из уроков не прийти. Ну вот, пустяки, все ж приходи», — настаивала Людмила. «А вось накол не посадят?» «А зачем?» — посмеиваясь, спросил Саш. «Да уж так надо. Приходи, кое-что тебе скажу, кое-что покажу», — говорила Людмила, подпрыгивая и напевая, подергивая юбочку, отставляя розовые пальчики, «приходи, миленький, серебряный, позолоченный». Саша засмеялся. «А вы сегодня скажите?» — попросил он. «Сегодня нельзя». «Да и как сказать тебе сегодня?» «Ты завтра тогда и не придешь. Скажешь, незачем». «Ну ладно, приду непременно, если пустят». «Вот еще, конечно, пустят. Нечто вас на цепочке держит». Прощаясь, Людмила поцеловала Сашу в лоб и подняла руку к Сашинам губам. Пришлось поцеловать. И Саше приятно было еще раз поцеловать белую нежную руку. И словно стыдно. Как не покраснеть? А Людмила, уходя, улыбалась лукаво да нежно. И несколько раз обернулась. «Какая она милая!» — думал Саш. Остался один. «Как она скоро ушла?» — думал он. Вдруг собралась и не дала опомниться, и уже ее нет. «Побыла бы хоть еще немного», — думал Саша, и ему стало стыдно, как это он забыл вызваться проводить ее. «Пройтись бы немного еще с нею», — мечтал Саша. «Разве догнать?» «Далеко ли она ушла?» «Побежать скорее догонишь живо». «Смеяться, пожалуй, будет», — думал Саша. «А может быть, еще помешаешь ей?» Так и не решился бежать за нею. Стало как-то скучно да неловко. На губах еще нежное ощущение от поцелуя замирало, и на лбу горел ее поцелуй. «Как она нежно целует!» — мечтательно вспоминал Саша. «Точно милая сестрица!» Сашины щеки горели. Сладостно было и стыдно. Неясные мечты рождались. «Если бы она была сестрою», — разнеженно мечтал Саша, «и можно было прийти к ней, обнять, сказать ласковое слово, звать ее Людмилочка, миленькая, или еще каким-нибудь совсем особенным именем, Буба или Стрекоза, и чтоб она откликалась, то-то радость была бы». «Ну вот», — печально думал Саша, «она чужая, милая, но чужая, пришла и ушла, и уже обо мне поди и не думает, только оставила сладкое благоухание сиренью да розою и ощущение от двух нежных поцелуев и неясное волнение в душе, рождающее сладкую мечту, как волна Афродиту». Скоро вернулась Каковкина. «Фу ты, как пахнет сильно», — сказала она. Саша покраснел. «Была Людмилочка», — сказал он, «до вас не застала, посидела, меня надушила и ушла». «Нежности какие», — с удивлением сказала старуха. «Уж и Людмилочка». Саша засмеялся смущенно и убежал к себе, а Каковкина думала, что уж очень они, сестрицы Рутиловы, веселые да ласковые девицы, и старого, и малого своей ласкою прельстят. На другой день с утра Саше весело было думать, что его пригласили. Дома он с нетерпением ждал обеда. После обеда весь красный от смущения попросил у Каковкиной позволения уйти до семи часов Крутиловым. Каковкина удивилась, но отпустила. Саша побежал веселый, тщательно причесавшись и даже припомадившись. Он радовался и слегка волновался, как перед чем-то значительным и милым. И ему приятно было думать, что вот он придет, поцелует Людмилину руку, а она его поцелует в лоб, и потом, когда он будет уходить, опять такие же поцелуи. Сладостно мечталась ему Людмилина белая нежная рука. Сашу встретили еще в передней все три сестры. Они же любили сидеть у окна, глядячи на улицу, а потому завидели его издали. Веселые, нарядные, звонкощебечащие окружили они его буйную вьюгую веселье, и ему сразу стало приятно и легко с ними. — Вот он, молодой таинственный человек! — радостно воскликнула Людмила. Саша поцеловал ей руку и сделал это ловко и с большим удовольствием. Поцеловал уж заодно руки и Дарьи с Валериейю. Нельзя же их обойти, и нашел, что это тоже весьма приятно. Тем более, что все три поцеловали его в щеку. Дарья звонко, но равнодушно, как доску. Валерия нежно опустила глаза, лукавые глазки, легонько хихикнула и тихонько прикоснулась легкими радостными губами, как нежный цвет яблони, благоуханный, упал на щеку. А Людмила чмокнула радостно, весело и крепко. — Это мой гость! — решительно объявила она. Взяла Сашу за плечи и повела к себе. Дарья сейчас же и рассердилась. — А твой так и целуйся с ним! — сердито крикнула она. — Нашла сокровище! Никто не отнимет! Валерия ничего не сказала, только усмехнулась. — Очень любопытно с мальчишкою разговаривать. Что он понимает? В Людмилиной горнице было просторно, весело и светло от двух больших окон в сад, слегка призадернутых легким желтоватым тюлем. Пахло сладко. Все вещи стояли нарядные и светлые. Стулья и кресла были обиты золотисто-желтую тканью с белым, едва различаемым узором. Виднелись разнообразные скляночки с духами, с душистыми водами, баночки, коробочки, веера и несколько русских и французских книжек. — А я тебя сегодня ночью во сне видела, — хохоча рассказывала Людмила. — Ты будто бы у городского моста плавал, а я на мосту сидела и тебя на удочку выудила. — И в баночку положили? — смешливо спросил Саша. — Зачем в баночку? — А куда же? — Куда? — Нарвала за уши, да назад в речку кинула. И Людмила звонко и долго хохотала. — Ишь вы какая! — сказал Саша. — А что вы мне сегодня хотели сказать? Людмила смеялась и не отвечала. — Обманули, видно, — догадался Саша. — А еще обещали показать что-то, — укоризненно сказал он. — Я тебе покажу. — Хочешь есть? — спросила Людмила. — Я обедал, — сказал Саша. — Эка вы обманщица. — Нужно очень мне тебя обманывать. — Да никак от тебя помадой разит, — вдруг спросила Людмила. Саша покраснел. — Терпеть не могу помадой, — досадливо говорила Людмила. — Барышня помаженная. Она повела рукою по его волосам, замаслила руку и хлопнула его ладонью по щеке. — Пожалуйста, не смей помадиться, — сказала она. Саша смутился. — Ну, ладно, не буду, — сказал он. — Строгости какие! Душитесь же вы духами. То духи, а то помада глупой. Нашел сравнить. — Убеждающим голосом сказала Людмила. — Я никогда не помажусь. Зачем волосы склеивать? Духи совсем не то. Дай-ка я тебя на душу. Желаешь? — Сиренькой на душу. Желаешь? — Желаю, — сказал Саша, улыбаясь. Ему приятно было думать, что он принесет домой аромат и опять удивит Коковкину. — Кто желает, — переспросила Людмила, взяла в руки скляночку с серингою и вопросительно и лукаво смотрела на Сашу. — Я желаю, — повторил Саша. — Ты желаешь, — лаешь, — вот как лаешь, — весело дразнилась Людмила. Саша и Людмила весело хохотали. — Уж не боишься, что за душу? — спросила Людмила. — Помнишь, как вчера струсил? — И ничего не струсил, — вспыхнув горячо, отвечал Саша. — Людмила, посмеиваясь и дразня мальчика, принялась душить его серингою. Саша поблагодарил и опять поцеловал ей руку. — И, пожалуйста, остригись, — строго сказала Людмила. — Что хорошего локоны носить, лошадей прическую пугать? — Ну, ладно, остригусь, — согласился Саша. — Ужасные строгости. — У меня еще коротенькие волосы. В полдюйма еще инспектор ничего мне о волосах не говорил. — Я люблю остриженных молодых людей. Заметь это, — важно сказала Людмила и погрозила ему пальцем. — И я тебе не инспектор. Меня надо слушать. С тех пор Людмила повадилась все чаще ходить к Коковкиной для Саши. Она старалась, особенно вначале, приходить, когда Коковкина не бывала дома. Иногда опускалась даже на хитрости, выманивала старуху из дому. Дарья сказала ей однажды, — Эх ты, трусиха, старухи боишься. А ты при ней приди, да его и уведи погулять. Людмила послушалась и уже стала приходить, когда попала. Если заставала Коковкину дома, то, посидев с нею недолго, уводила Сашу погулять, но при этом задерживала его только на короткое время. Людмила и Саша быстро подружились нежную, но беспокойную дружбою. Сама того не замечая, уже Людмила будила в Саше преждевременные, пока еще не ясные, стремления до желания. Саша часто целовал Людмиле на руки. Тонкие, гибкие пясти, покрытые нежную, упругую кожей, сквозь ее желтовато-розовую ткань просвечивали извилистые синие жилки. И выше, длинные, стройные, до самого локтя легко было целовать, отодвигая широкие рукава. Саша иногда скрывал от Коковкиной, что приходила Людмила. Не солжет, только промолчит. Да и как же солгать? Могла же сказать и служанка. И молчать-то о Людмилиных посещениях нелегко было Саше. Людмилен смех так и реял в ушах. Хотелось поговорить о ней. А сказать неловко с чего-то. Саша быстро подружился и с другими сестрами. Всем им целовал руки и даже скоро стал девиц называть Дашенька, Людмилочка да Валерочка. Глава 17. Людмила, встретив Сашу днем на улице, сказала ему. Завтра у директорши старшая дочка-именинница. — Твоя старушка пойдет? Не знаю, — сказал Саша. И даже радостная надежда шевельнулась в его душе. И даже не столько надежда, сколько желание. Коковкина уйдет, а Людмила как раз в это время придет и побудет с ним. Вечером он напомнил Коковкиной о завтрашних именинах. — Чуть не забыла, — сказала Коковкина. — Схожу. Девушка-то она такая милая. И впрямь, когда Саша вернулся из гимназии, Коковкина ушла к хрипачам. Сашу радовала мысль, что на этот раз он помог удалить Коковкину из дому. Уж он был уверен, что Людмила найдет время прийти. Так и сталось. Людмила пришла. Она поцеловала Сашу в щеку, дала ему поцеловать руку и весело засмеялась, а он зарделся. От Людмилиных одежд веял аромат влажный, сладкий, цветочный, розерис, плотский и сладострастный ирис, растворенный в сладкомечтающих розах. Людмила принесла узенькую коробку в тонкой бумаге, сквозь которую просвечивал желтоватый рисунок. Села, положила коробку к себе на колени и лукаво поглядела на Сашу. — Финики любишь? — спросила она. — Уважаю, — сказал Саша со смешливую гримасою. — Ну вот я тебя и угощу, — важно сказала Людмила. Она развязала коробку и сказала — ешь. Сама вынимала из коробки по ягодке, вкладывала их Саше в рот и после каждой заставляла целовать ей руку. Саша сказал — да у меня губы стали сладкие. — Что за беда, что сладкие? Целуй себя на здоровье, — весело ответила Людмила. — Я не обижусь. — Уж лучше же я вам сразу отцелую, — сказал Саша, смеясь. И потянулся было сам за ягодою. — Обманешь, — обманешь, — закричала Людмила, проворно захлопнула коробку и ударила Сашу по пальцам. — Ну вот еще я честный. — Уж я-то не обману, — уверял Саша. — Нет, нет, не поверю, — твердила Людмила. — Не хотите, вперед отцелую, — предложил Саша. — Вот это похоже на дело, — радостно сказала Людмила. — Целуй. Она протянула Саше руку. Саша взял ее тонкие длинные пальцы, поцеловал один раз и спросил с лукавою усмешкою, не выпуская ее руки. — А вы... — Вы не обманете, Людмилочка? — А нечто я нечестная, — весело ответила Людмила. — Небось не обману, целуй без сомнений. Саша склонился над ее рукою и стал быстро чмокать широко раскрываемыми губами, и ему было приятно, что так много можно целовать. Людмила внимательно считала поцелую, насчитала десять и сказала, — тебе неловко стоит, а на ногах нагибаться надо. — Ну-так я удобнее устроюсь, — сказал Саша. Встал на колени и с усердием продолжал целовать. Саша любил поесть. Ему нравилось, что Людмила угощает его сладким. За это он еще нежнее любил ее. Людмила обрызгала Сашу приторно пахучими духами. И удивил Сашу их запах сладкий, но странный, кружащий, туманно-светлый, как золотящаяся ранняя, но грешная заря за белую мглою. Саша сказал, — какие духи странные! — А ты на руку попробуй, — посоветовала Людмила. И дала ему четырехугольную, с округленными ребрами, некрасивую баночку. Саша поглядел на свет. Ярко-желтая, веселая жидкость. Крупный, пестрый ярлык. Французская надпись. Цикламен от Пивера. Цикламен, дряква, альпийская фиалка. Род растений семейства первоцветных. Цветет зимой, имеет крупные цветки различной окраски. Используется в парфюмерии. Людмилочке, как и Передонову, природные стихии являются своими ароматами и запахами, но не грозит, не противостоит. Героиня — сама часть этой стихии. Сравните названия растений, окружающих Передонова. Как корыш, остро-пестром, шанка, оп-попонакс, либо зловещие скрижещащие, либо угрожающие шипящие, и Людмилочку музыкально-благозвучные — корелопсис, цикламен и другие. Саша взялся за плоскую стеклянную пробку, вытащил ее, понюхал духи. Потом сделал так, как любила делать Людмила. Ладонь наложил на горлышко флакона, быстро его опрокинул и опять повернул на дно. Растер на ладони пролившиеся капли цикламена и внимательно понюхал ладонь. Спирт улетучился, остался чистый аромат. Людмила смотрела на него с волнующим ее ожиданием. Саша нерешительно сказал. — Клопом засахаренным пахнет немножко. — Ну-ну, не ври, пожалуйста, — досадливо сказала Людмила. Она тоже взяла духов на руку и понюхала. Саша повторил правда клопом. Людмила вдруг вспыхнула, да так что слезинки блеснули на глазах. Ударила Сашу по щеке и крикнула. — Ах ты, злой мальчишка, вот тебе за клопа! — Здорово, — ляснуло, — сказал Саша, засмеялся и поцеловал Людмилину руку. — Что же вы так сердитесь, голубушка Людмилочка? Ну чем же, по-вашему, он пахнет? Он не рассердился на удар. Совсем был очарован Людмилою. — Чем? — спросила Людмила. И схватила Сашина ухо. А вот чем я тебе сейчас скажу, только ухо надеру сначала. — Ой-ой-ой-ой, Людмилочка, миленькая, не буду, морщись от боли и сгибаясь, — говорил Саш. Людмила выпустила покрасневшее ухо, нежно привлекла Сашу к себе, посадила его на колени и сказала. — Слушай, три духа живут в цикламене. Сладкую амброзией пахнет бедный цветок. Это для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его Дряквою зовут. — Дряква, — смеясь повторил Саш. — Смешное имечко. — Не смейся, — пострел, — сказала Людмила. Взяла его за другое ухо и продолжала. Сладкая амброзия, и над нею гудят пчелы. Это его радость. И еще он пахнет нежную ванилью. И уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают. И это его желание, цветок и золотое солнце над ним. И третий его дух. Он пахнет нежным сладким телом для того, кто любит. И это его любовь, бедный цветок и полдневный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной. Понимаешь, мой светик? Саша молча кивнул головою. Его смуглое лицо пылало, и длинные темные ресницы трепетали. Людмила мечтательно глядела вдаль, раскрасневшаяся, и говорила. Он радует. Нежный и солнечный цикламен. Он влечет к желаниям, от которых сладко и стыдно. Он волнует кровь. Понимаешь, мое солнышко, когда сладко и радостно и больно, и хочется плакать. Понимаешь? Вот он какой. Долгим поцелуем прильнула она к Сашинам губам. Людмила задумчиво смотрела перед собою. Вдруг лукавая усмешка скользнула по ее губам. Она легонько оттолкнула Сашу и спросила. — Ты розы любишь? Саша вздохнул, открыл глаза, улыбнулся сладко и тихо шепнул. — Люблю. — Большие? — спросила Людмила. — Да всякие и большие, и маленькие, — бойко сказал Саша и встал с ее колен ловким мальчишеским движением. — И розочки любишь? — нежно спросила Людмила, и звонкий ее голос вздрагивал от скрытого смеха. — Люблю. — быстро ответил Саша. Людмила захохотала и покраснела. — Глупый. — Розочки любишь, а посечь некому. — Воскликнула она. Оба захохотали и покраснели. — Невинные, по необходимости, возбуждения составляли для Людмилы главную прелесть их связи. Они волновали и далеки были от грубых, отвратительных достижений. — Заспорили, кто сильнее, — Людмила сказала. — И пусть ты сильнее, так что ж, дело в ловкости. — Я и ловкий, — хвастался Саша. — А, туда же ловкий, — дразнящим голосом вскрикнула Людмила. Долго еще спорили. Наконец Людмила предложила. — Ну, давай бороться. Саша засмеялся и задорно сказал. — Где же вам справиться со мной? Людмила принялась щекотать его. — А вы так! — с хохотом крикнул он. Повернулся и обхватил ее вокруг стана. Началась возня. Людмила сразу же увидела, что Саша сильнее. Силу ее не взять. Так она хитрая. Улучила удобную минутку. Подшибла Саш под ногу. Он упал. Да и Людмилу увлек за собою. Впрочем, Людмила ловко извернулась и прижала его к полу. Саша отчаянно кричал так нечестно. Людмила стала коленями ему на живот и руками прижала его к полу. Саша отчаянно выбивался. Людмила опять принялась щекотать его. Сашин звонкий хохот смешался с ее хохотом. Хохот заставил ее выпустить Сашу. Она хохоча упала на пол. Саша вскочил на ноги. Он был красен и раздосадован. — Русалка! — крикнул он. А русалка лежала на полу и хохотала. Людмила посадила Сашу к себе на колени. Усталые после борьбы, они весело и близко смотрели друг другу в глаза и улыбались. — Я для вас тяжелый, — сказал Саш. — Колени вам на мну. Вы меня лучше спустите. — Ничего, сиди, знай, — ласково ответила Людмила. — Ведь ты сам говорил, что ласкаться любишь. Она погладила его по голове. Он нежно прижался к ней. Она сказала. — А уж и красив ты, Саша. Саш покраснел, засмеялся. — Тоже придумаете, — сказал он. Разговоры и мысли о красоте в применении к нему как-то смутили его. Он еще никогда не любопытствовал узнать, красивым или уродом кажется он людям. Людмила щепнула Сашину щеку. Саша улыбнулся. Щека покраснела пятном. Это было красиво. Людмила щепнула его и за другую щеку. Саша не сопротивлялся. Он только взял ее руку, поцеловал и сказал. — Будет вам щипаться. Ведь и мне больно. Да и вы свои пальчики намозолите. — Туда же, — протянул Людмила больно. А сам какой комплиментщик стал. — Мне некогда, много уроков. Приласкайте меня еще немножко на счастье, чтобы греку ответить на пять. — Выпроваживаешь? — сказала Людмила. Схватила его за руку и подняла рукав выше локтя. — Нахлопать хотите? — спросил Саша, смущенный и виноват краснея. Но Людмила залюбовалась его рукою, повертела ее и так и этак. — Руки-то у тебя какие красивые! — громко и радостно сказала она и вдруг поцеловала около локтя. Саша зарделся, рванул руку, но Людмила удержала ее и поцеловала еще несколько раз. Саш притих, потупился, и странное выражение легло на его ярких, полуулыбающихся губах, и под навесом густых ресниц знойные щеки его начали бледнеть. Попрощались. Саша проводил Людмилу до калитки. Пошел бы и дальше, да не велела. Он остановился у калитки и сказал, — Ходи, милая, почаще. Носи пряничков послаще. Первый раз сказанное «ты» прозвучало Людмиле нежную ласкою. Она порывисто обняла, поцеловала Сашу и убежала. Саша стоял как оглушенный. Саша обещал прийти. Назначенный час прошел, томилась, смотрела в окно. Шаги заслышат на улице, высунется. Сестры посмеивались. Она сердито и взволнованно говорила, — А ну вас, отстаньте! Потом бурно набрасывалась на них с упреками, зачем смеются. И уж видно стало, что Саша не придет. Людмила заплакала от досады и огорчения. — Ой-ой-оченьки! Ох, темнеченьки! — дразнила ее Дарья. Людмила, всхлипывая, тихонько говорила, в порыве горя забывая сердиться на то, что ее дразнит. Старая корга противная не пустила его. Под юбкой держит, чтоб он греков учил. Дарья с грубоватым сочувствием сказала, — Дон, пентюх, уйти не сумеет. — С малюсеньким связалась, — презрительно молвила Валерия. Обе сестры, хоть и посмеивались, сочувствовали Людмиле. Они же все любили одна другую. Любили нежно, но не сильно. — Поверхностно нежная любовь. Дарья сказала, — Охота плакать. Из-за молокососа глаза ермолить. — Вот-то уж можно сказать, черт с младенцем связался. — Кто это черт? — запальчиво крикнула Людмила, и вся Багрова покраснела. — Да ты, матушка! — спокойно ответила Дарья. — Даром, что молодая, а только... — Дарья не договорила и пронзительно засвистала. — Глупости! — сказала Людмила странно звенящим голосом. Странная жестокая улыбка сквозь слезы озарила ее лицо, как ярко пылающий луч на закате сквозь последнее падение усталого дождя. Дарья спросила досадливо, — Да что в нем интересного, скажи, пожалуйста. Людмила, все стоя уже удивительную улыбкую, задумчиво и медленно ответила, — Какой он красавец! И сколько в нем есть неистраченных возможностей! — Ну, это дешево стоит, — решительно сказала Дарья. — Это у всех мальчишек есть. — Нет, не дешево, — с досадой ответила Людмила. — Есть поганые. — А он чистый? — спросила Валерия. — Так пренебрежительно протянула чистый. — Что ты понимаешь? — крикнула Людмила. Но сейчас же опять заговорила тихо и мечтательно. — Он невинный. — Еще бы! — насмешливо сказала Дарья. — Самый лучший возраст для мальчиков, — говорила Людмила. — Четырнадцать, пятнадцать лет. — Еще он ничего не может и не понимает по-настоящему. А уж все предчувствует, решительно все. И нет бороды противной. — Большое удовольствие! — с презрительной ужимкою сказала. Валерия. Она была грустна. Ей казалось, что она маленькая, слабая, хрупкая. И она завидовала сестрам, Дарьину веселому смеху и даже Людмилину плачу. — Людмила сказала опять. — Ничего вы не понимаете. Я вовсе не так его люблю, как вы думаете. Любить мальчика лучше, чем влюбиться в пошлую физиономию с усиками. Я его невинно люблю. Мне от него ничего не надо. — Не надо? Так чего ж ты его теребишь? — грубо возразила Дарья. Людмила покраснела, и виноватые выражения тяжело легло на ее лице. Дарьи стало жалко. Она подошла к Людмиле, обняла ее и сказала. — Ну, не дуйся. — Ведь мы не со зла говорим. Людмила опять заплакала, приникла к Дарьиному плечу и горестно сказала. — Я знаю, что уж тут не на что мне надеяться. Но хоть бы немножечко приласкал он меня. Хоть бы как-нибудь. — Ну что, тоска? — досадливо сказала Дарья. Отошла от Людмилы. Подперлась руками в бока и звонко запела. Я вечер своего милого оставляла ночевать. Валерия заливалась звонким хрупким смехом, и у Людмилы глаза стали веселые и блудливые. Она порывисто прошла в свою комнату, обрызгала себя коррелопсисом, и запах пряной сладки и блудливы охватил ее вкратчивом соблазном. Коррелопсис, кореопсис, греческая коре — зрачок, опсис — вид. Род американских травянистых растений семейства сложноцветных. Соцветия собраны в рыхлые метелки или зонтики на длинных цветоножках. Разводятся, как декоративные, раноцветущие кустарники. Используются при изготовлении духов. Постижение стихийного мира природы по сологубу связано со знанием сложного языка запахов. Сравните запах цикламена, влекущий к желаниям, волнующий кровь, радующий, и коррелопсиса — пряный, сладкий, блудливый, охватывающий вкратчивом соблазном. Обучение Саше этому языку — одна из задач Людмилы. Она вышла на улицу нарядная, взволнованная и нескромную прелестью соблазна веяла от нее. «Может быть, и встречу?» — думала она. «И встретила». «Хорош!» — укоризненно и радостно крикнула она. Саша смутился и обрадовался. «Некогда было», — смущенно сказал он. «Все же уроки, все учить надо. Правда, некогда. Врешь, миленький. Пойдем-ка сейчас». Он отнекивался, смеясь, но видно было, что и рад тому, что Людмила его уводит. И Людмила привела его домой. «Привела!» — с торжеством крикнула она сестрам и за плечо отвела Сашу к себе. «Погоди, сейчас я с тобой разделаюсь», — погрозила она и заложила дверь на задвижку. «Вот теперь никто за тебя не заступится». Саша, заложив руки за пояс, неловко стоял посреди ее горницы. Ему было жутко и любо. Пахло какими-то новыми духами, празднично, сладко, но что-то в этом запахе задевало, бередило нервы, как прикосновение радостных, юрких, шероховатых змеек. Глава восемнадцатая Передонов возвращался с одной из ученических квартир. Внезапно он был застигнут мелким дождем, стал соображать, куда бы зайти, чтобы не гноить на дожде нового шелкового зонтика. Через дорогу на каменном двухэтажном особнячке увидел он вывеску «Контора нотариуса Гудаевского». Сын нотариуса учился во втором классе гимназии. Передонов решил войти. Заодно нажалуется на гимназист. И отца, и мать застал он дома. Встретили его суетливо. Так и все здесь делалось. Николай Михайлович Гудаевский был человек невысокий, плотный, черноволосый, пляшивый, с длинную бородкою. Движения его всегда были стремительны и неожиданны. Он словно не ходил, а носился. Коротенький, как воробей. И никогда нельзя было узнать по его лицу и положению, что он сделает в следующую минуту. Среди делового разговора он внезапно выкинет коленца, которая не столько насмешит, сколько приведет в недоумение своей беспричинностью. Дома или в гостях он сидит-сидит и вдруг вскочит и без всякой видимой надобности быстро зашагает по горниц, крикнет, стукнет, на улице идет-идет и вдруг остановится, присядет или сделает выпад или другое гимнастическое упражнение и потом идет дальше. На совершаемых или свидетельствуемых у него актах Гудаевский любил делать смешные пометки, например, вместо того, чтобы написать об Иване Ивановиче Иванове, живущем на Московской площади в доме Ермиловой, он писал об Иване Ивановиче Иванове, что живет на базарной площади в том квартале, где нельзя дышать от зловония и так далее. Упоминал даже иногда о числе кур и гусей у этого человек, подпись которого он свидетельствует. Юлия Гудаевская, страстная, жестоко-сентиментальная, длинная, тонкая, сухая, странно при несходстве фигур походила на мужа ухватками. Такие же порывистые движения, такая же совершенная несоразмерность с движениями других. Одевалась она пестра и молода, и при быстрых движениях своих постоянно развивалась во все стороны длинными разноцветными лентами, которыми любила украшать в изобилии и свой наряд, и свою прическу. Антоша, тоненький, юркий мальчик, вежливо шаркнул. Передонова усадили в гостиной, и он немедленно начал жаловаться на Антошу. Ленив, невнимателен, в классе не слушает, разговаривает и смеется, на переменах шалит. Антоша удивился. Он не знал, что окажется таким плохим, и принялся горячо оправдываться. Родители оба взволновались. «Позвольте», — кричал отец, — «скажите мне, в чем же именно состоят его шалости? Ника! «Не защищай его!» — кричала мать. «Он не должен шалить!» «Да что он нашалил!» — допрашивал отец, бегая, словно катаясь на коротеньких ножках. «Вообще шалит, возится, дерется!» — угрюмо говорил Передонов. «Постоянно шалит!» «Я не дерусь!» — жалобно восклицал Антош. «У кого хотите спросить, я ни с кем никогда не дрался!» «Никому проходу не дает!» — сказал Передонов. «Хорошо-с, я сам пойду в гимназию. Я узнаю от инспектора!» — решительно сказал Гудаевский. «Ника!» «Ника!» «Отчего ты не веришь?» — кричала Юлия. «Ты хочешь, чтобы Антоша негодяем вышел? Его высечь надо!» «Вздор, вздор!» — кричал отец. «Высеку!» — непременно высеку!» — кричала мать, схватила сына за плечо и потащила в кухню. «Антоша!» — кричала она. «Пойдем, миленький, я тебя высеку!» «Не дам!» — закричал отец, вырывая сына. Мать не уступала. Антоша отчаянно кричал. Родители толкались. «Помогите мне, Ардальон Борисович!» — закричала Юлия. «Подержите этого изверга, пока я разделаюсь с Антошей!» Передонов пошел на помощь. Но Гудаевский вырвал сына, сильно оттолкнул жену, подскочил к Передонову и закричал. «Не лезьте!» «Две собаки грызутся, третья не приставай!» «Да я вас!» Красный, растрепанный, потный, он потрясал в воздухе кулаком. Передонов попятился, бормоча невнятные слова. Юлия бегала вокруг мужа, стараясь ухватить Антошу. Отец спрятал его за себя, таская его за руку то вправо, то влево. Глаза у Юлии сверкали, и она кричала. «Разбойник вырастет!» «В тюрьме она сидится!» «В каторгу попадет!» «Типун тебе на язык!» — кричал Гудаевский. «Молчи, дура злая!» «А, тиран!» — взвизгнула Юлия, подскочила к мужу, ударила его кулаком в спину и порывисто бросилась из гостиной. Гудаевский сжал кулаки и подскочил к Передонову. «Вы смутьянец пришли!» — закричал он. «Шалит Антоша!» «Вы врете!» «Ничего он не шалит!» «Если бы он шалил, я бы без вас это знал!» «А с вами я говорить не хочу!» «Вы по городу ходите, дураков обманываете, мальчишек стягаете, диплом получить хотите на стягательных дел мастера!» «Я здесь не на такого напали, милостивый государь! Прошу вас удалиться!» Говоря это, он подскакивал к Передонову и оттеснял его в угол. Передонов испугался и рад был убежать, да Гудаевский в пылу раздражения не заметил, что загородил выход. Антоша схватил отца сзади за фалды Сёртука и тянул его к себе. Отец сердито цыкнул на него и лягнулся. Антоша проворно отскочил в сторону, но не выпустил отцова Сёртука. «Цыц!» — крикнул Гудаевский. «Антоша! Не забывайся! Папочка!» — закричал Антоша, продолжая тянуть отца назад. «Ты мешаешь Ардальон Борисовичу пройти!» Гудаевский быстро отскочил назад. Антоша едва успел увернуться. «Извинить!» — сказал Гудаевский и показал на дверь. «Выход здесь, а задерживать не смею». Передонов поспешно пошел из гостиной. Гудаевский сложил ему из своих длинных пальцев длинный нос, а потом поддал в воздухе коленом, словно выталкивая гость. Антоша захихикал. Гудаевский сердито прикрикнул на него. «Антоша, не забывайся! Смотри, завтра поеду в гимназию, и, если это окажется правда, отдам тебе матери на исправление!» Я не шалил. Он врет. Жалобно и пескливо сказал Антоша. «Антоша, не забывайся!» — крикнул отец. «Не врет!» — надо сказать, ошибается. Только маленькие врут. Взрослые изволят ошибаться. Меж тем Передонов выбрался в полутемную прихожую, отыскал кое-как пальто и стал его надевать. От страха и волнения он не попадал в рукава. Никто не пришел ему на помощь. Вдруг откуда-то из боковой двери выбежала Юлия, шелестя развивающимися лентами, и горячо зашептала что-то, махая руками и прыгая на цыпочках. Передонов не сразу ее понял. «Я так вам благодарна!» Наконец расслышал он. «Это так благородно с вашей стороны, так благородно, такое участие! Все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение бедной матери. Так трудно воспитывать детей, так трудно! Вы не можете себе представить! У меня двое, и то голова!» Кругом идет. «Мой муж — тиран, он ужасный, ужасный человек, не правда ли?» «Вы сами видели?» «Да», — пробормотал Передонов, «ваш муж». «Как же это он?» «Так нельзя! Я забочусь, а он...» «Ах, не говорите!» — шептала Юлия. «Ужасный человек! Он меня в гроб вгонит и рад будет, и будет развращать моих детей, моего маленького Антоша, но я мать, я не дам, я все-таки высеку!» «Не даст!» — сказал Передонов и метнул головою по направлению к горницам. «Когда он уйдет в клуб?» «Не возьмет же он Антошу с собой, он уйдет!» «А я до тех пор молчать буду, как будто согласилась с ним, а как только он уйдет, я его и высеку. А вы мне поможете, ведь вы мне поможете, не правда ли?» Передонов подумал и сказал, «Хорошо, только как же я узнаю?» «А я пришлю за вами, я пришлю!» — радостно запытала Юлия. «Вы ждите! Как только он уйдет в клуб, так я пришлю за вами!» Вечером Передонову принесли записку от Гудаевской. Он прочел. «Достоуважаемый Ордальон Борисович, муж ушел в клуб, и теперь я свободна от его варварства до час-ночь. Сделайте ваше одолжение, пожалуйте поскорей ко мне для содействия над преступным сыном. Я осознаю, что надо изгонять из него пороки, пока мало, а после поздно будет. Искренне уважающая вас, Юлия Гудаевская! Постскриптум! Пожалуйста, приходите поскорее, а то Антоша ляжет спать, так его придется будить!» Передонов поспешно оделся, закутал горло шарфом и отправился. «Куда ты?» «Ардальон Борисович?» «На ночь, глядя, собрался. Куда?» спросила Варвара. «По делу», — угрюмо отвечал Передонов, торопливо уходя. Варвара подумала с тоскою, что опять ей не спать долго, хоть бы поскорее заставить его повенчаться. Вот-то можно будет спать и ночью, и днем, вот-то будет блаженство! На улице сомнения овладели Передоновым. «А что, если это ловушка?» «А вдруг окажется, что Гудаевский дома, и его схватят и начнут бить? Не вернутся ли лучше назад? Нет, надо дойти до их дома, а там видно будет». Ночь, тихая, прохладная, темная, обступила со всех сторон и заставляла замедлять шаги. Свежие веяния доносились с недалеких полей. В траве у заборов подымались легкие шорохи и шумы, и вокруг все казалось подозрительным и странным. Может быть, кто-нибудь крался сзади и следил? Все предметы за тьмою странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему. Передонов тихо шел по улицам и бормотал. «Ничего не выследишь! Не на худое иду! Я, брат, о пользе службы забочусь! Так-то!» Наконец он добрался до жилища Гудаевских. Огонь виден был только в одном окне на улицу, остальные четыре были темные. Передонов поднялся на крыльцо, тихонько постоял, прильнул ухом к двери и послушал. Все было тихо. Он слегка дернул медную ручку звонка, раздался далекий, слабый, дребезжащий звук. Но как он ни был слаб, он испугал Передонова, как будто за этим звуком должны были проснуться и устремиться к этим дверям все враждебные силы. Передонов быстро сбежал с крыльца и прижался к стенке, притаясь за столбиком. Прошли короткие мгновения. Сердце у Передонова замирало и тяжко колотилось. Послышались легкие шаги, стук от вареной двери. Юлия выглянула на улицу, сверкая в темноте черными страстными глазами. «Кто тут?» — громким шепотом спросила она. Передонов немного отделился от стены и, заглядывая снизу в узкое отверстие двери, где было темно и тихо, спросил тоже шепотом. И голос его дрожал. «Ушел, Николай Михайлович? Ушел, ушел!» — радостно зашептала и закивала Юлия. Робко озираясь, Передонов вошел за нею в темные сени. «Извините!» — шептала Юлия. «Я без огня, а то еще кто увидит, будут болтать!» Она шла впереди Передонова по лестнице в коридор, где висела маленькая лампочка, бросая тусклый свет на верхние ступеньки. Юлия радостно и тихо смеялась, и ленты ее зыбко дрожали от ее смеха. «Ушел!» — радостно шептула она, оглянулась и окинула Передонова страстно горящими глазами. «Уж я боялась, что останется сегодня дома!» Так развоевался, да не мог вытерпеть без винта! Винт — коммерческая карточная игра, изобретена в Сибири в 70-х годах XIX века, представляет соединение виста и преферанс. В мелком бесе тема карточных игр, карт, особенно важна. Это стихийное, непредсказуемое, роковое, бесовское начало, вносимое в грубую, заданную, запрограммированную, как арестон, действительность. Сравните «стукалка» — тоже карточная игра. «Я и прислугу отправила. Одна Лизина нянька осталась. А то еще нам помешают, ведь нынче люди знаете какие!» От Юлии веяло жаром, и вся она была жаркая, сухая, как лучина. Она иногда хватала Передонова за рукав, и от этих быстрых сухих прикосновений, словно быстрые сухие огоньки пробегали по всему его телу. Тихонько, на цыпочках, прошли они по коридору, мимо нескольких запертых дверей, и остановились у последней, у двери в детскую. Передонов оставил Юлию в полночь, уже когда она ждала, что скоро вернется муж. Он шел по темным улицам угрюмый и пасмурный. Ему казалось, что кто-то все стоял около дома и теперь следит за ним. Он бормотал. «Я по службе ходил, я не виноват. Она сама захотела. Ты меня не подденешь, не на такого напал». Варвара еще не спала, когда он вернулся. Карты лежали перед нею. Передонову казалось, что кто-то мог забраться, когда он входил. «Может быть, сама Варвара впустила врага?» Передонов сказал. «Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь». «Подавай сюда карты, а то околдуешь меня». Он отнял карты и спрятал себе под подушку. Варвара, ухмыляясь, говорила. «Петрушку валяешь». «Эй, колдовать-то не умею. Очень мне надо». Его досадовала и страшила, что она ухмыляется. «Значит, — думал он, — она и без карт может». Вот под кроватью кот жмется и сверкает зелеными глазами. На его шерсти можно колдовать, гладя кота в потьмах, чтобы сыпались искры. Вот под комодом мелькает опять серая недотыкомка. Не варвара ли ее подсвистывает по ночам тихим свистом, похожим на храп? Гадкий и страшный приснился Передонову сон. Пришел Пыльников, стал на пороге, манил и улыбался. Словно кто-то повлек Передонова к нему, и Пыльников повел его по темным грязным улицам, а кот бежал рядом и светил зелеными зрачками. Глава девятнадцатая Странности в поведении Передонова все более день ото дня беспокоили хрипача. Он посоветовался с гимназическим врачом. Не сошел ли Передонов с ума? Врач со смехом ответил, что Передонову сходить не с чего, а просто дурит по глупости. Поступали и жалобы. Начала Адаменко. Она прислала директору тетрадь ее брата с единицей за хорошо исполненную работу. Директор во время одной из перемен пригласил к себе Передонова. — А право похож на помешанного, — подумал хрипач, увидев следы смятения и ужаса на тупом сумрачном лице Передонова. — Я имею к вам претензию, — заговорил хрипач сухою скороговорку. — Каждый раз, как мне приходится давать урок рядом с вами, у меня голова буквально трещит, такой хохот подымается в вашем классе. Не могу ли я вас просить давать уроки не столь веселого содержания? — Шутить и все шутить, как вас на это станет? — Я не виноват, — сердито сказал Передонов. — Они сами смеются. — Да и нельзя же все на букве ять, да о сатирах Кантемира говорить, иногда и скажешь что-нибудь. Они сейчас зубы скалят, распущены очень, подтянуть их надо. — Желательно и даже необходимо, чтобы работа в классе имела серьезный характер, — сухо сказал хрипач. — И еще одно. Хрипач показал Передонову две тетради и сказал. — Вот две тетради по вашему предмету. Обе учеников одного класса, Адаменко и моего сына. Мне пришлось их сравнить, и я принужден сделать вывод о вашем не вполне внимательном отношении к делу. Последняя работа Адаменко, исполненная весьма удовлетворительно, оценена единицей, тогда как работа моего сына, написанная хуже, заслужила четверку. Очевидно, что вы ошиблись. Бал одного ученика поставили другому и наоборот. Хотя человеку свойственно ошибаться, но все же прошу вас избегать подобных ошибок, они возбуждают совершенно основательное неудовольствие родителей и самих учащихся. Передонов пробормотал что-то невнятное. В классах он со злостью усиленно принялся дразнить маленьких, наказанных на днях по его жалобам. Особенно напал он на Крамаренко. Тот молчал, бледнел под своим темным загаром, и глаза сверкали. Выйдя из гимназии, Крамаренко в этот день не торопился домой. Он постоял у ворот, поглядывая на подъезд. Когда вышел Передонов, Крамаренко пошел за ним в некотором отдалении, пережидая редких прохожих. Передонов шел медленно. Хмурая погода наводила на него тоску. Его лицо в последние дни принимало все более тупое выражение. Взгляд или был остановлен на чем-то далеком, или странно блуждал. Казалось, что он постоянно всматривается за предмет. От этого предмета в его глазах раздваивались, млели, мережели. Кого же он высматривал? Доносчиков. Они прятались за все предметы, шушукались, смеялись. Враги наслали на Передонова целую армию доносчиков. Иногда Передонов старался быстро накрыть их, но они всегда успевали вовремя убежать, словно сквозь землю провалиться. Передонов услышал за собой быстрые смелые шаги по мосткам, испуганно оглянулся. Крамаренко поравнялся с ним и смотрел на него горящими глазами решительно и злобно, бледный, тонкий, как маленький дикарь, готовый броситься на врага. Этот взгляд пугал Передонова. — А вдруг укусит? — подумал он. — Пошел скорее. Крамаренко не отставал. Передонов остановился и сердито сказал. — Че толкаешься, черныш драный? Вот сейчас к отцу отведу. Крамаренко тоже остановился, все продолжая смотреть на Передонова. Теперь они стали один против другого на шатких мостках пустынной улицы у серого, безучастного ко всему живому забора. Крамаренко, весь дрожа, шипящим голосом сказал. — Подлец! — Усмехнулся, повернулся, чтобы уходить, сделал шага три, приостановился, оглянулся, повторил погромче. — Этакий подлец, гадина! Плюнул и пошел. — Передонов угрюмо посмотрел за ним и тоже отправился домой. Смутные, боязливые мысли медленно чередовались в его голове. Вершина окликнула его. Она стояла за решеткою своего сада у калитки, укутанная в большой черный платок, и курила. Передонов не сразу признал Вершину. В ее фигуре пригрезилось ему что-то зловещее. Черная колдунья стояла, распускала чарующий дым, ворожила. Он плюнул, зачурался. Вершина засмеялась и спросила, — Что это вы, Ордальон Борисович? Передонов тупо посмотрел на нее и, наконец, сказал, — А, это вы. А я вас и не узнал. — Это хорошая примета. Значит, я скоро буду богатой, — сказала Вершина. Передонову это не понравилось. Разбогатеть-то ему самому хотелось бы. — Ну да, — сердит, — сказал он. — Чего вам богатеть? — Будет с вас из того, что есть. — А вот я двести тысяч выиграю, — криво улыбаясь, — сказала Вершина. — Нет, это я выиграю двести тысяч, — спорил Передонов. — Я в один тираж, вы в другой, — сказала Вершина. — Но это вы врете, — грубо сказал Передонов. — Это не бывает. В одном городе два выигрыша. Говорят вам, я выиграю. Вершина заметила, что он сердится. Перестала спорить. Открыла калитку и, заманивая Передонова, сказала. — Ну что ж мы тут стоим? Зайдите, пожалуйста, у нас Мурин. Имя Мурина напомнило Передонову приятное для него выпивку, закуску. Он вошел. В темноватой из-за деревьев гостиной сидели Марта с красным завязанным бантом, платочком на шее и с повеселевшими глазами, Мурин, больше обыкновенного растрепанный и чем-то словно обрадованный, и возрастной гимназист Виткевич. Он ухаживал за Вершинную, думал, что она в него влюблена, и мечтал оставить гимназию, жениться на Вершиной и заняться хозяйством в ее именице. Мурин поднялся навстречу входившему Передонову с преувеличенно радостными восклицаниями. Лицо его сделалось еще слаще, глазки замаслились, и все это не шло к его дюжей фигуре и взлохмаченным волосам, в которых виднелись даже кое-где былинки сена. — Дела обтяпываю, — громко и сипло заговорил он. — У меня везде дела. — А вот, кстати, милые хозяйки и чайком побаловали. — Ну да, дела, — сердито отвечал Передонов. — Какие у вас дела? — Вы не служите, а так деньги наживаете. — Это вот у меня дела. — Ну что ж, дела — это и есть чужие деньги, — с громким хохтом возразил Мурин. Вершина криво улыбалась и усаживала Передонова к столу. На круглом преддиванном столе тесно стояли стаканы и чашки с чаем, ром, варенье из куманики, серебряная, сквозная, крытая вязаную салфеточкой корзинка с сладкими булками и домашними миндальными пряничками. От стакана Мурина сильно пахло ромом, а Виткевич положил себе на стеклянное блюдечко в виде раковины много варенья. Марта с видимым удовольствием ела маленькими кусочками сладкую булку. Вершина угощала и Передонова. Он отказался от чая. — Еще отравит, — подумал он. — Отравить-то всего легче. Сам выпьешь и не заметишь, яд сладкий бывает, а домой придешь и ноги протянешь. И ему было досадно, зачем для Мурина поставили варенье, а когда он пришел, то для него не хотят принести новые банки с вареньем получше. Ни одна у них куманика, много всякого варенья наварили. А Вершина точно ухаживала за Муриным. Видя, что на Передонова мало надежды, она подыскивала Марти и других женихов. Теперь она приманивала Мурина. Полуодичавший, в гоньбе за труднодававшимися барышами, помещик охотно шел на приманку. Марта ему нравилась. Марта была рада. Ведь это была ее постоянная мечта, что вот найдется ей жених, и она выйдет замуж, и у нее будет хорошее хозяйство и дом полная чаша. И она смотрела на Мурина влюбленными глазами. Сорокалетний громадный мужчина с грубым голосом и с простоватым выражением в лице и в каждом движении казался ей образцом мужской силы, молодечества, красоты и доброты. Передонов заметил влюбленные взгляды, которыми обменивались Мурин и Марта, заметил, потому что ожидал от Марты преклонение перед ним самим. Он сердито сказал Мурину. — Точно жених сидишь! Вся физиономия сияет! — Это я от радости! — возбужденным веселым голосом сказал Мурин. — Что вот дело мое хорошо обделал! Он подмигнул к хозяйкам. Они обе радостно улыбнулись. Передонов сердито спросил, презрительно щуря глаза. — Невесту, что ли, нашел? Приданого много дают? Мурин говорил, как будто и не слышал этих вопросов. — Вот, Наталья Афанасьевна, дай ей Бог всего хорошего, моего вонюшку согласилась у себя поместить. Он будет тут жить, как у Христа, за пазухой, и мое сердце будет спокойно, что не избалуется. — Будет шалить вместе с Владей, — угрюмо сказал Передонов. — Еще дом сожгут! — Не посмеют! — решительно крикнул Мурин. — Вы, матушка Наталья Афанасьевна, за это не беспокойтесь. — Он у вас по струнке будет ходить. Вершина, чтобы прекратить этот разговор, сказала криво, улыбаясь. — Что-то мне кисленького захотелось. — Не хотите ли брусники с яблоками? — Я принесу, — сказала Марта, быстро вставая с места. — Пожалуйста, принесите. Марта побежала из комнаты. Вершина даже не посмотрела за нею. Она привыкла принимать спокойно Мартины угождения, как нечто должное. Она сидела покойно и глубоко на диване, пускала синие дымные клубы и сравнивала мужчин, которые разговаривали. Передонов сердит и вяло, Мурин — весело и оживленно. Мурин нравился ей гораздо больше. У него добродушное лицо, а Передонов и улыбаться не умеет. Нравился ей Мурин всем — большой, толстый, привлекательный, говорит приятным низким голосом, и к ней очень почтителен. Вершина даже подумывала порой, не повернуть ли дело так, чтобы Мурин посватался не к Марте, а к ней. Но она всегда кончала свои размышления тем, что великодушно уступала его Марть. За меня, — думала она, — всякий посватается. Раз, что я с деньгами, и я могу выбрать, кого захочу. Вот хоть этого юношу возьму, — думала она, — и не без удовольствия остановила свой взор на зеленоватом, нахальном, но все-таки красивом лице Виткевича, который говорил мало, ел много, посматривал на Вершину и нагло при этом улыбался. Марта принесла в глиняной чашечке бруснику с яблоками и принялась рассказывать, что нынче ночью видела во сне, как она была в подружках на свадьбе и ела ананасы и блины с медом. В одном блине нашла бумажку сто рублей, и как от нее деньги отняли, и как она плакала, так в слезах и проснулась. — Надо было потихоньку спрятать, чтобы никто не видал, — сердит, — сказал Передонов. — А то вы и во сне не сумели денег удержать. Какая же вы хозяйка? — Ну, этих денег нечего жалеть, — сказала Вершина. — Во сне мало ли что увидишь. — А мне так страсть, как жалко этих денег! — простодушно сказала Марта. — Целых сто рублей! На глазах у нее навернулись слезы, и она принужденно засмеялась, чтобы не заплакать. Мурин суетливо полез в карман, восклицая «Матушка, Марта, Станиславна, да вы не жалейте! Мы сейчас это поправим!» Он достал из бумажника сто-рублевку, положил ее перед Мартую на стол, хлопнул по ней ладонью и крикнул «Извольте! Это уж никто не отнимет!» Марта обрадовалась было, но потом ярко покраснела и смущенно сказала «Ах, что это вы, Владимир Иванович? Разве я к тому? Я не возьму! Что это вы, право?» «Нет уж, не извольте обижать!» — сказал Мурин, посмеиваясь и не убирая денег. «Пусть уж, знает, сон в руку будет!» «Да нет! Как же мне стыдно! Я ни за что не возьму!» — отнекивалась Марта, жадными глазами посматривая на сто-рублевку. «Чет-ка бенитесь, коли дают!» — сказал Виткевич. «Вот ведь счастье людям валится само в руки!» — сказал он с завистливым вздохом. Мурин встал перед Мартою и воскликнул убежденным голосом. — Матушка Марта Станиславовна, верьте слову! Я от всей души! Берите, пожалуйста! А календаром не хотите! Так за то, чтобы вы за моим вонюшкой посмотрели! То, что вы сговорились с Натальей Афанасьной, то так и будет! А это, значит, вам на посмотрение, значит! — Да как же так! Это очень много! — нерешительно сказала Март. — За первые полгода! — сказал Мурин. И поклонился Март в пояс. — Уж не обидьте! Возьмите! И уж будьте вы моему вонюшке за место старшей сестрицы! — Ну что ж, Март, бери! — сказала Вершина. — Благодари, Владимир Иванович! Марта стыдливо и радостно краснея взяла деньги. Мурин принялся горячо ее благодарить. — Сватайся сразу, дешевле будет! — с яростью сказал Передонов. — Ишь как! Разгребанился! Виткевич захохотал, а остальные сделали вид, что не слышали. Вершина начала было рассказывать свой сон. Передонов не дослушал и стал прощаться. Мурин пригласил его к себе на вечер. — Ко всеночной надо! — сказал Передонов. — Что это, Ардальон Борисович, такое к церкви получил усердию? — С сухим и быстрым смешком, — сказала Вершина. — Я всегда! — отвечал он. — Я в Бога верую! — Не так, как другие! — Может быть, я один в гимназии такой! — Зато меня и преследует! — Директор безбожник! — Когда будет свободно, сами назначьте! — сказал Мурин. Передонов сказал, сердит комкая фуражку. — Мне по гостям некогда ходить. Но сейчас же вспомнил, что Мурин вкусно кормит и хорошо поет, — сказал. — Ну, в понедельник я могу прийти. Мурин пришел в восторг и стал было звать Вершину и Марту. Но Передонов сказал, — Нет, дам не надо. А то напьешься, да еще ляпнешь что-нибудь без предварительной цензуры. Так придам их неудобно. Когда Передонов ушел, Вершина, усмехаясь, сказала, — Чуди, Тардальон Борисович. Очень уж ему инспектором хочется быть. А Варвара его, должно быть, за нос водит. Вот он и куролесит. Владя, — он при Передонове прятался, — вышел и сказал со злорадной усмешкою. А слесаря-то узнали от кого-то, что это Передонов их выдал. — А они ему стекла побьют! — с радостным хохотом воскликнул Виткевич. На улице все казалось Передонову враждебным и зловещим. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Этот баран был так похож на Володина, что Передонов испугался. Он думал, что, может быть, Володин оборачивается бараном, чтобы следить. — По чём мы знаем, — думал он. — Может быть, это и можно? Наука ещё не дошла. А может быть, кто-нибудь и знает? Ведь вот французы — учёный народ. А у них в Париже завелись волшебники да маги, — думал Передонов. И страшно ему стало. — Ещё легаться начнёт этот баран, — думал он. Баран заблеял. И это было похоже на смех у Володина — резкий, пронзительный, неприятный. Встретился опять жандармский офицер. Передонов подошёл к нему и шёптом сказал. — Вы послеживаете за Адаменко. Она переписывается с социалистами. Да она и сама такая. Рубовский молча и с удивлением посмотрел на него. Передонов пошёл дальше и думал тоскливо. — Что это он всё попадается? Всё следит за мною и городовых везде наставил. Грязные улицы, пасмурное небо, жалкие домишки, оборванные вялые дети — ото всего веяло тоскою, неизбывную печалью. — Это не хороший город, — думал Передонов. — И люди здесь злые, скверные. Поскорее бы уехать в другой город, где все учителя будут кланяться низенько, а все школьники будут бояться и шептать в страхе. Инспектор идёт. Да, начальникам совсем иначе живётся на свете. — Господин инспектор второго района Рубанской губернии! — бормотал он себе под нос. — Его узкородие — статский советник Передонов. — Вот как! — Знай наших! — Его превосходительство, господин директор народных училищ Рубанской губернии — действительный статский советник Передонов. — Шапки долой! В отставку подавайте! Вон! Я вас подтяну! Лицо у Передонова делалось надменным. Он получал уже в своём скудном воображении долю власти. Когда Передонов пришёл домой, он услышал, ещё снимая пальто, доносившиеся из столовой резкие звуки. Это смеялся Володин. Сердце у Передонова упало. — Успел уже и сюда прибежать, — подумал он. — Может быть, сговариваются с Варварою, как бы меня колпачить, потому и смеётся, рад, что Варвара с ним заодно. Тоскливый, злой вошёл он в столовую. Уже было накрыто к обеду. Варвара с озабоченным лицом встретила Передонова. — Ордальон Борисович! — воскликнула она. — У нас-то какое приключение! Кот сбежал! — Ну! — крикнул Передонов с выражением ужаса на лице. — Зачем же вы его отпустили? — А что же мне, за хвост его к юбке пришить? — досадливо спросила Варвара. Володин хихикнул. Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому. И там вымурлчит всё, что знает о Передонове и о том, куда и зачем Передонов ходил по ночам. Всё откроет, да ещё и того примяукает, чего и не было. — Беды! — Передонов сел на стул у стола, опустил голову и, комкая конец у скатерти, погрузился в грустные размышления. — Беды не хватало! — Это уж завсегда коты изволят на старую квартиру сбегать, — сказал Володин, — потому как кошки к месту привыкают, а не к хозяину. Кошку надо закружить, как переносить на новую квартиру, и дороги ей не показывать, а то непременно убежит. Передонов слушал с утешением. — Так ты думаешь, Павлуша, что он на старую квартиру сбежал? — спросил он. — Беспременно так, Ардаша! — отвечал Володин. Передонов встал и крикнул. — Ну так выпьем, Павлушка! Володин захихикал. — Это можно, Ардаша, — сказал он. — Выпить завсегда даже очень можно. — А кота достать надо оттуда, — решил Передонов. — Сокровище! — ухмыляясь, — отвечала Варвара. — Вот после обеда пошлю Клавдюшку. Сели обедать. Володин был весел, болтал и смеялся. Смех его звучал для Передонова, как бленье того барана на улице. — И чего он злоумышляет? — думал Передонов. — Много ли ему надо? И подумал Передонов, что, может быть, удастся задобрить Володина. — Слушай, Павлуш, — сказал он, — если ты не станешь мне вредить, то я тебе буду леденцов покупать по фунту в неделю, самый первый сорт. Соси себе на мое здоровье! Володин засмеялся, но тотчас же сделал обиженное лицо и сказал. — Я, Ордальон Борисович, вам вредить не согласен, а только мне леденцов не надо, потому как я их не люблю. Передонов приуныл. Варвара, ухмыляючись, сказала. — Полно тебе петрушку валять, Ордальон Борисович! Чем он тебе может навредить? — Напакостить! — Всякий дурак может, — уныло сказал Передонов. Володин обиженно выпитил губы, покачал головой и сказал. — Если вы, Ордальон Борисович, так обо мне понимаете, то одно только могу сказать — благодарю покорно. Если вы обо мне так, то что же я после этого должен делать? Как это я должен понимать, в каком смысле? — Выпей водки, Павлуш, и мне налей, — сказал Передонов. — Вы на него не смотрите, Павел Васильевич, — утешала Володина Варвара. — Он ведь это так говорит. Душа не знает, что язык болтает. Володин замолчал и, храня обиженный вид, принялся наливать водку из графина в рюмке. Варвара сказала, ухмыляясь. — Как же, Ордальон Борисович, ты не боишься от него водку пить? Ведь он ее, может быть, наговорил. Вот он что-то губами разводит. На лице у Передонова изобразился ужас. Он схватил налитую Володином рюмку, выплеснул из нее водку на пол и закричал «Чур меня! Чур! 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 Заговор на заговорщика! Злому языку сохнуть, черному глазу лопнуть! Ему карачун меня! Чур! 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 Потом повернулся к Володину с озлобленным лицом, показал кукиш и сказал «Надка, выкуси! Ты хитер, а я б хитрее!» Варвара хохотала. Володин обиженным дребезжащим голосом говорил, словно блеял. «Это вот вы, Ордальон Борисович, всякие волшебные слова знаете и произносите, а я никогда не изволил магией заниматься. Я вам ни водки, ничего другого не согласен наговаривать, а это, может быть, вы от меня моих невест отколдовываете?» «Вывез», — сердито сказал Передонов. «Мне не надо твоих невест. Я могу и почище взять!» «Вы моему глазу лопнуть наговорили», — продолжал Володин. «Только смотрите, как бы у вас раньше очки не лопнули!» Передонов схватился испуганно за очки. «Что мелишь?» — проворчал он. «Язык-то у тебя как помело!» Варвара опасливо посмотрела на Володина и сказала сердито. «Не ехидничайте, Павел Васильевич, кушайте себе суп, а то простынет. Ишь, ехидник какой!» Она подумала, что, пожалуй, и кстати зачурался Ардальон Борисович. Володин принялся есть суп. Все помолчали немного, и потом Володин обиженным голосом сказал. «Недаром я, Сеня, во снях видел, что меня медом мазали!» «Помазали вы меня, Ардальон Борисович!» «Еще не так бы вас надо помазать!» — сердито сказала Варвара. «За что же, позвольте узнать?» «Кажется, я ничего такого!» — говорил Володин. «За то, что язык у вас скверный!» — объяснила Варвара. «Нельзя всего болтать, что вздумать!» «В какой час молвится?» Глава двадцатая Вечером Передонов пошел в клуб. Позвали играть в карты. Был там и нотариус Гудаевский. Передонов испугался, когда увидел его. Но Гудаевский вел себя смирно, и Передонов успокоился. Играли долго, пили много. Поздно ночью в буфете Гудаевский внезапно подскочил к Передонову. Без всяких объяснений ударил его по лицу несколько раз, разбил ему очки и проворно удалился из клуба. Передонов не оказал никакого сопротивления. Притворился пьяным, повалился на пол и захрапел. Его растолкали и выпроводили домой. На другой день об этой драке говорили по всему городу. В этот вечер Варвара нашла случай украсть у Передонова первое поддельное письмо. Это было ей необходимо по требованию Грушиной, чтобы впоследствии, при сравнении двух подделок, не оказалось разницы. Передонов носил это письмо с собою, но сегодня как-то случайно оставил его дома. Переодеваясь из вицмундиров, сюртук вынул его из кармана, сунул под учебник на комоде, да там и забыл. Варвара сожгла его на свечке у Грушиной. Когда поздно ночью Передонов вернулся и Варвара увидела его разбитые очки, он сказал ей, что они сами лопнули. Она поверила и решила, что виною тому злой язык у Володина. Поверил в злой язык и сам Передонов. Впрочем, на другой день Грушина подробно рассказала Варваре о драке в клубе. Утром Передонов, одеваясь, схватил с письма, нигде не нашел и ужаснулся. Он закричал диким голосом, — Варвара, где письмо? Варвара смешалась. — Какое письмо? — спросила она, глядя на Передонова испуганными злыми глазами. — Княгиняна! — кричал Передонов. Варвара кое-как собралась с духом. Нахально ухмыляясь, она сказала, — А я почему знаю, где оно? Бросил, должно быть, в ненужные бумаги, а Клавдюшка и сожгла ищи у себя, коли еще оно цело. Передонов ушел в гимназию в мрачном настроении. Вчерашние неприятности припомнились ему. Он думал о Крамаренке. Как этот скверный мальчишка решился назвать его подлецом? Значит, он не боится Передонова? Уж не знает ли он чего-нибудь о Передонове? Знает и хочет донести. В классе Крамаренк смотрел на Передонова в упор и улыбался. И это еще больше страшило Передонова. В третью перемену Передонова опять пригласили к директору. Он пошел, смутно предчувствуя что-то неприятное. Со всех сторон до хрипача доносились слухи о подвигах Передонова. Сегодня утром ему рассказали о вчерашнем происшествии в клубе. Вчера же после уроков к нему явился Володя Бультиков, на днях наказанный своей хозяйкой по жалобе от Передонова. Опасаясь вторичного посещения его с такими же последствиями, мальчик пожаловался директору. Сухим, резким голосом хрипач передал Передонову дошедшие до него слухи. «Из достоверных источников», — прибавил он, — «о том, что Передонов ходит на квартиры к ученикам, сообщает их родителям или воспитателям неточные сведения об успехах и поведении их детей и требует, чтобы мальчиков секли, вследствие чего происходят иногда крупные неприятности с родителями, как, например, вчера в клубе с нотариусом Гудаевским». Передонов слушал в озлоблении трусливо. Хрипач замолчал. «Что ж такое?» — сердито сказал Передонов. «Он дерется. А разве это позволяется? Он не имел никакого права мне в рожу заехать. Он в церковь не ходит, в обезьяну верует и сына в ту же секту совращает. На него надо донести, он социалист». Хрипач внимательно посмотрел на Передонова и сказал внушительно. «Все это не наше дело». «Я совершенно не понимаю, что вы, разумеете, под оригинальным выражением веруют в обезьяну. По моему мнению, не следовало бы обогащать историю религий вновь изобретаемыми культами. Относительно же нанесенного вам оскорбления, вам следовало бы привлечь его к суду, а самое лучшее было бы для вас — оставить нашу гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии. «Я инспектором буду», — сердито возразил Передонов. «До тех пор, — продолжал Хрипач, — вам следует воздержаться от этих странных прогулок. Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинства учителя в глазах учеников. Ходить по домам, сечь мальчиков — это, согласитесь сами». Хрипач не кончил и пожал плечами. «Что ж такое?» — опять возразил Передонов. «Я для их же пользы!» «Пожалуйста, не будем спорить!» — резко прервал Хрипач. «Я самым решительным образом требую от вас, чтобы это больше не повторялось!» Передонов сердито смотрел на директора. «Сегодня вечером решили справлять новоселье. Позвали всех своих знакомых. Передонов ходил по комнатам и посматривал, все ли в порядке. Нет ли где чего такого, о чем могут донести?» Он думал. «Что ж, кажется, все хорошо. Запрещенных книжек не видно, лампадки теплятся, царские портреты висят на стене на почетном месте». Вдруг Мицкевич со стены подмигнул Передонову. «Подведет!» — испуганно подумал Передонов, быстро снял портрет и потащил его в отхожее место, чтобы заменить им Пушкина, а Пушкина повесить сюда. Пародирование противопоставления Пушкин-Мицкевич, основание которому закладывается еще при жизни поэтов. Мицкевич Адам, 1798-1855, великий польский поэт. Младший современник Сологуба Ходосевич писал. Но не только своей поэзией дорог Мицкевич Польша. Как человек Мицкевич был одним из величайших борцов за свободу Родины. Как писатель он вскрыл высший религиозный смысл этой борьбы. Вот почему память о Мицкевиче живет в Польше как память о подвижнике и герое. Предисловие к неизданному сборнику избранных переводов Мицкевича цитируется по книге «Адам Мицкевич», «Сонеты», «Ленинград», 1976 год, стр. 336. Воспринимался как второй Байрон, бунтарь, революционер. В 1848 году организатор польского легиона в помощь революционной Италии. В 1854 году один из организаторов польского легиона в Турции, воевавший против России. Отводил Польше первую роль в общеславянском деле освобождения от деспотизма. Умер от холеры в 1855 году в Константинополе. Был похоронен в Париже. Только в 1890 году останки перевезены в Польшу. К концу XIX века вокруг Пушкина, напротив, складывается официальный культ. Не столько его творчество, сколько приглаженный и лакированный образ тиражируется. Юбилейный 1899-й отмечен помпезными торжествами, потоком низкопробных изображений поэт на почтовой бумаге, конфетных коробках и обертках, спичечных этикетках, платках, стаканах для карандашей и т.д. Противопоставление Пушкин-Мицкевич особенно остро воспринимается в юбилейные годы 1898-й столетие со дня рождения Мицкевича, 1899-й Пушкина, т.е. во время действия романа. «Все-таки Пушкин — придворный человек», — думал он, вешая его на стену в столовой. Потом припомнил он, что вечером будут играть, и решил осмотреть карты. Он взял распечатанную колоду, которая только однажды была в употреблении, и принялся перебирать карты, словно отыскивая в них что-то. Лица у фигур ему не нравились, глазастые такие. В последнее время за игрою ему все казалось, что карты ухмыляются, как Варвара. Пародийная параллель к «Пушкинской пиковой даме», «Снижение темы», «Герман Передонов», «Пушкинская графиня», «Княгиня Волчанская», «Бедная воспитанница Лиза», «Варвара», «Домашняя портниха для простых работ», «Пиковая дама», «Пиковая шестерка» и т.д. Интересно, что развитие мотива, преследующих героя карточных фигур, смотрите дальше, идет по пути сближения с Пушкиным, «Волчанская», «Пиковая» или «Червонная дама». Даже какая-нибудь «Пиковая шестерка» являла нахальный вид и непристойно вихлялась. Передонов собрал все карты, какие были, и остриями ножниц проколол глаза фигурам, чтобы они не подсматривали. Сначала сделал он это сыгранными картами, а потом распечатал и новые колоды. Все это проделывал он с оглядкой, словно боялся, что его накроют. К счастью его, Варвара занялась в кухне и не заглядывала в горниц. Да и как ей было уйти от такого изобилия съестных припасов? Как раз Клавдия чем-нибудь попользуется. Когда ей что-нибудь понадобилось в горницах, она отсылала туда Клавдию. Каждый раз, когда Клавдия входила, Передонов вздрагивал, прятал ножницы в карман и притворялся, что раскладывает пассианс. Между тем, как Передонов таким образом лишал королей и дам возможности досаждать ему подсматриваниями, надвигалась на него неприятность с другой стороны. Ту шляпу, которую на прежней квартире Передонов забросил на печку, чтобы она не попадалась под руку, нашла Ершова. Домикнулась она, что неспроста оставлена шляпа. — Ненавистники, ее съехавшие жильцы, и очень может быть, — думала Ершова, — что они со зла на нее наколдовали в шляпу что-нибудь такое, от чего квартиру никто не станет снимать. В страхе и в досаде понесла на шляпу знахарки. Та осмотрела шляпу, таинственно и сурово пошептала над нею, поплевала на все четыре стороны и сказала Ершовой, — они тебе напакостили, а ты им от пакости. Сильный колдун выражил, да я хитрее. Я, напротив, его тебе так выворожу, что его самого скорежит. И она еще долго выражила над шляпою, и, получив от Ершовой щедрые дары, велела ей отдать шляпу рыжему парню, чтобы он отнес шляпу Передонову, отдал ее первому, кого встретит, а сам бежал бы без оглядки. Случилось так, что первый рыжий парень, встреченный Ершовой, был один из слесаряд, зловившихся на Передонова за раскрытие ночной проказы. Он с удовольствием взялся за пятак исполнить поручение и по дороге от себя усердно наплевал в шляпу. В квартире у Передонова, встретив в темных сенцах самую Варвару, он сунул ей шляпу и убежал так проворно, что Варвара не успела его разглядеть. И вот едва успел Передонов ослепить последнего валета, как вошла в горницу Варвара, удивленная и даже испуганная, и сказала дрожащим от волнения голосом, «Ардальон Борисович, посмотри, что это такое!» Передонов взглянул и замер от ужаса. Та самая шляпа, от которой он было отделался, теперь была в Варваринах руках помятая, запыленная, едва хранящая следы былого великолепия. Он спросил, задыхаясь от ужаса, «Откуда, откуда это?» Варвара испуганным голосом рассказала, как получила эту шляпу от юркого мальчишки, который словно из-под земли вырос перед нею и опять словно сквозь землю провалился. Она сказала, «Это никто, как Ершиха!» «Это она тебе наколдовала в шляпу, уж это непременно!» Передонов бормотал что-то неразборчивое, и зубы его стучали от страха. Мрачные опасения и предчувствия томили его. Он ходил хмурясь, а серая недотыкомка бегала под стульями, хихикала. Гости собрались рано. Нанесли на новоселье много пирогов, яблок и груш. Варвара принимала все это с радостью, только из приличия приговаривая, «Ну, к чему вы это?» Напрасно беспокоились. Но если ей казалось, что принесли дешевое или плохое, то она сердилась. Не нравилось ей тоже, если двое гостей приносили одинаковое. Не теряя времени, сели за карты, играли в стукалку на двух столах. — Ах, батюшки! — воскликнула Грушина. — Что это? Король-то у меня слепой. — Да и у меня, дама безглазая, — всмотревшись в свои карты, сказала Приполовенская. — Да и Валет тоже. Гости со смехом принялись рассматривать карты. Приполовенский заговорил. — Тот-то я смотрю. Что такое? Шершавые карты. А это вот от чего. А я все щупаю. Что такое, думаю, шершавая? Какая рубашка? Это выходит от этих дырочек. Тот-то она, рубашка-то и шершавая. Все смеялись. Один только Передонов был угрюм. Варвара, ухмыляясь, говорила. — Ведь вы знаете, мой Ордальон Борисович все чудит, все придумывает разные штуки. — Да зачем ты это? — с громким хохотом спрашивал Рутилов. — А что им глаза? — угрюм сказал Передонов. — Им не надо смотреть. Все хохотали, а Передонов оставался угрюм и молчалив. Ему казалось, что ослепленные фигуры кривляются, ухмыляются и подмигивают ему зияющими дырками в своих глазах. — Может быть, — думал Передонов, — они теперь изловчились носом смотреть. Как почти всегда, ему не везло. И на лицах у королей дамы валетов чудилось ему выражение насмешки и злобы. Пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили. Наконец, после одного крупного ремиза Передонов схватил колоду карт и с яростью принялся рвать ее в клочья. Гости хохотали. Варвара, ухмыляясь, говорила. — Уж он у меня всегда такой выпьет, да и начнет чудить. — С пьяных глаз, значит, — язвительно сказала Приполовенская. — Слышите, Ордальон Борисович, слышите, как ваша сестрица о вас понимает? Варвара покраснела и сказала сердито, что вы к словам цепляетесь. Приполовенская улыбалась и молчала. Взамен разорванный взяли новую колоду карт и продолжали игру. Вдруг послышался грохот. Разбилось оконное стекло. Камень упал на пол близ стола, где сидел Передонов. Под окном слышен был тихий говор, смех, потом быстрый удаляющийся топот. Все в переполохе вскочили с мест. Женщины, как водится, завизжали. Подняли камень. Рассматривали его испуганно. К окну никто не решался подойти. Сперва выслали на улицу Клавдию. И только тогда, когда она донесла, что на улице пусто, стали рассматривать разбитое стекло. Володин сообразил, что это бросили камень гимназисты. Догадка показалась правдоподобную, и все значительно поглядели на Передонова. Передонов хмурился и бормотал что-то невнятное. Гости заговорили о том, какие дерзкие и распущенные есть мальчишки. Были же это, конечно, не гимназисты, а слесарят. — Это директор подговорил гимназистов, — вдруг заявил Передонов. — Он ко мне все придирается, не знает, чем доехать. Так вот придумал? — Эку штуку вывез, — с хохтом закричал Рутилов. Все захохотали, только Грушина сказала. — А что вы думаете? Он такой ядовитый человек. От него все можно ожидать. Он не сам, он сторонкой через сановей шепнет. — Это ничего, что аристократы, — обиженным голосом заблеял Володин. — От аристократов всего можно ждать. Многие из гостей подумали, что, пожалуй, и правда, и перестали смеяться. — Незадача тебе на стекло, — Ардальон Борисович, — сказал Рутилов. — То очки разбили, то окно высадили. Это возбудило новый приступ смех. — Стекла бьют долго жить, — со сдержанную улыбкою сказала Приполовенская. Когда Передонов и Варвара собрались спать, Передонову казалось, что у Варвары что-то злое на уме. Он отобрал у нее ножи и вилки и спрятал их под постель. Он лепетал коснеющим языком. Я те знаю. Ты как только за меня замуж выйдешь, так на меня и донесешь, чтобы от меня отделаться. Будешь пенсию получать, а меня в Петропавловске на мельнице смелют. Ночью Передонов бредил. Неясные и страшные ходили бесшумно фигуры, короли, валеты, помахивая своими пальцами. Они шептались, старались спрятаться от Передонова, тихонько лезли к нему под подушку. Но скоро они сделались смелее и заходили, забегали, завозились вокруг Передонова повсюду, на полу, по кровати, по подушкам. Они шушукались, дразнили Передонова, казали ему языки, корчили перед ним страшные рожи, безобразно растягивали рты. Передонов видел, что они все маленькие и проказливые, что они его не убьют, а только издеваются над ним, предвещая недоброе. Но ему было страшно. Он то бормотал какие-то заклинания, отрывки слышанных им в детстве заговоров, то принимал собранить их и гнать их от себя, махал руками и кричал сиплым голосом. Варвара проснулась и сердит спросила. — Что ты орешь, Ардальон Борисович? Спать не даешь. — Пиковая дама все ко мне лезет в тиковом капоте, — пробормотал Передонов. Варвара встала и, ворчая чертыхаясь, принялась отпаивать Передонова какими-то каплями. В местном губернском листке появилась статейка о том, будто бы в нашем городе некая госпожа Ка сечет живущих у нее на квартире маленьких гимназистов сыновей лучших местных дворянских семей. Нотариус Гудаевский носился с этим известием по всему городу и негодовал. И разные другие нелепые слухи ходили по городу о здешней гимназии, говорили о переодетой гимназистом барышне, потом имя Пыльникова стали понемногу соединять с Людмилиным. Товарищи начали дразнить Сашу любовью к Людмиле. Сперва он легко относился к этим шуточкам, потом начал по временам вспыхивать и заступаться за Людмилу, уверяя, что ничего такого не было и нет. И от этого ему стыдно стало ходить к Людмиле, но и сильнее тянуло пойти. Смешанные жгучие чувства стыда и влечения волновали его и туманно-страстными видениями наполняли его воображение. Глава двадцать первая В воскресенье, когда Передонов и Варвара завтракали, в переднюю кто-то вошел. Варвара, крадучись по привычке, подошла к двери и взглянула в нее. Так же, тихонько повернувшись к столу, она прошептала. Почтальон, надо ему водки дать. Опять письмо принес. Передонов молча кивнул головою, что ж, ему не жалко рюмки водки. Варвара крикнула, «Почтальон, иди сюда!» Письмоносец вошел в горницу. Он рылся в сумки и притворялся, что ищет письмо. Варвара налила в большую рюмку водки и отрезала кусок пирога. Письмоносец посматривал на ее действия с вожделением. Между тем Передонов все думал, на кого похож почталь. Наконец он вспомнил. Это же ведь тот рыжий прощеватый хлап, что недавно подвел его под такой крупный ремисс. Опять, пожалуй, подведет досадливо, подумал Передонов и показал письмоносцу кукиш в кармане. Рыжий хлап подал письмо Варваре. «Вам-с!» Почтительно сказал он. Поблагодарил за водку, выпил, крякнул, захватил пирог и вышел. Варвара повертела в руках письмо и, не распечатывая, протянула его Передонову. «На, прочти!» «Кажется, опять от княгини», — сказала она, ухмыляясь. «Расписалась! А толк мало! Чем писать дала бы место!» Передонов задрожал. Он разорвал дрожащими руками оболочку и быстро прочел письмо. Потом вскочил с места, замахал письмом и завопил. «Ура! Три инспекторских места! Любое можно выбирать! Ура! Варвара наша взяла!» Он заплясал и закружился по горнице. С неподвижно красным лицом и с тупыми глазами он казался странно большою, заведенную в пляс куклою. Варвара ухмылялась и радостно глядела на него. Он крикнул «Ну, теперь решено, Варвара!» «Венчаемся!» Он схватил Варвару за плечи и принялся вертеть ее вокруг стола, топоча ногами. «Русскую Варвара!» Закричал он. Варвара подбоченилась и поплыла. Передонов плясал перед нею в присядку. Вошел Володин и радостно заблеял. «Будущий инспектор трипака откалывает! Пляши, Павлушка!» Закричал Передонов. Клавдия выглядывала из-за двери. Володин крикнул ей, хохоча и ломаясь. «Пляши, Клавдюшка, и ты пляши все вместе, распотешем будущего инспектора!» Клавдия завизжала и поплыла, пошевеливая плечами. Володин лихо завертелся перед нею, приседал, повертывался, подскакивал, хлопал в ладоши. Особенно лихо выходило у него, когда он подымал колено и под коленом ударял в ладоши. Пол хаденем ходил под их каблуками. Клавдия радовалась тому, что у нее такой ловкий молодец. Устали. Сели за стол. А Клавдия убежала с веселым хохтом в кухню. Выпили водки, пиво. Побили бутылки и стаканы. Кричали, хохотали, махали руками. Обнимались и целовались. Потом Передонов и Володин побежали в летний сад. Передонов спешил похвастаться письмом. В бильярдной застали обычную компанию. Передонов показал приятелям письмо. Оно произвело большое впечатление. Все доверчиво осматривали его. Рутилов бледнел и, бормоча что-то, брызгался слюною. — При мне почтальон принес, — восклицал Передонов. — Сам я и распечатывал. Уж тут, значит, без обмана. И приятели смотрели на него с уважением. Письмо от княгини. Из летнего сада Передонов стремительно пошел к вершиной. Он шел быстро и ровно, однообразно махал руками, бормотал что-то. На лице его, казалось, не было никакого выражения, как у заведенной куклы. Было оно неподвижно, и только какой-то жадный огонь мертво мерцал в глазах. День выдался ясный, жаркий. Марта сидела в беседке. Она вязала чулок. Мысли ее были смутны и набожны. Сначала она думала о грехах, потом направила мысли свои к более приятному и стала размышлять о добродетелях. Думы ее начали обволакиваться дремую и стали образны, и по мере того, как уничтожалась их выражаемая словами вразумительность, увеличивалась ясность их мечтательных очертаний. Добродетели предстали перед нею, как большие красивые куклы в белых платьях, сияющие благоуханны. Они обещали ей награды. В руках их звенели ключи, на головах развивались венчальные покрывала. Между тем одна была странная и непохожая на других. Она ничего не обещала, но глядела укоризненно, и губы ее двигались с беззвучной угрозой. Казалось, что если она скажет слово, то станет страшно. Марта догадалась, что это совесть. Она была вся в черном, эта странная, жуткая посетительница, с черными глазами, с черными волосами. И вот она заговорила о чем-то, быстро, часто, отчетливо. Она стала совсем похожа на вершину. Марта встрепенулась, ответила что-то на ее вопрос, ответила почти бессознательно, и опять дрема одолела Марту. Совесть ли, вершина ли сидела против нее и говорила что-то скоро и отчетливо, но непонятно и курила чем-то чужепахучим, решительное, тихое, требующее, чтобы все было, как она хочет. Марта хотела посмотреть прямо в глаза этой докучной посетительницы, но почему-то не могла. Та странно улыбалась, ворчала, и глаза ее убегали куда-то и останавливались на далеких, неведомых предметах, на которые Марте страшно было глядеть. Громкий разговор разбудил Марту. В беседке стоял Передонов и громко говорил, здороваясь с вершиной. Марта испуганно озиралась. Сердце у нее стучало, а глаза еще слепались, и мысли еще путались. Где же совесть? Или ее и не было? И не следовало ей здесь быть? — А вы дрыхнули тут, — сказал ей Передонов, — храпели во все носовые завертки. Теперь вы со сна. Марта не поняла его каламбура, но улыбалась, догадываясь по улыбке на губах вершины, что говорится что-то, что надо принимать за смешное. — Вас бы надо Софьей назвать, — продолжал Передонов. — Почему же? — спросила Марта. — А потому что вы Соня. — Соня, а не Марта. Передонов сел на скамейку рядом с Мартой и сказал, — А у меня новость, очень важная. — Какая же у вас новость? Поделитесь с нами, — сказала вершина. И Марта тотчас позавидовала ей, что она таким большим количеством слов сумела выразить простой вопрос. Какая новость? — Угадайте, — угрюмо торжественно сказал Передонов. — Где же мне угадать, какая у вас новость? — ответила вершина. — Вы так скажите, вот мы и будем знать вашу новость. Передонову было неприятно, что не хотят разгадать его новость. Он замолчал и сидел, неловко сгорбившись, тупой и тяжелый, и неподвижно смотрел перед собою. Вершина курила и криво улыбалась, показывая свои темно-желтые зубы. — Чем как-то угадывать ваши новости? — сказала она, помолчав немного. — Давайте я вам на картах погадаю. Марта принеси из комнаты карты. Марта встала, но Передонов сердито остановил ее. — Сидите, не надо, я не хочу. Гадайте сами себе, а меня оставьте. Уж меня теперь на свой копыл не перегадаете. На свой копыл, на свой лад. Копыл, диалектное, стояк, надолб. В переносном смысле копылом поставить, копылом пошло, не по-прежнему на новый лад. — Вот я вам покажу штуку, так вы рты разините. Передонов проворно вынул из кармана бумажник, достал из него письмо в оболочке и показал вершиной, не выпуская из рук. — Видите, — сказал он, — конверт. А вот и письмо. Он вынул письмо и прочитал его медленно, с тупым выражением удовольствованной злости в глазах. Вершина опешила. Она до последней минуты не верила в княгиню, но теперь она поняла, что дело с Мартую окончательно проиграно. Досадливо, криво усмехнулась она и сказала, — Ну что ж, ваше счастье! Марта сидела с удивленным и испуганным лицом и растерянно улыбалась. — Что, взяли? — сказал Передонов злорадно. — Вы меня дураком считали, а я-то поумнее вас выхожу. — Вот про конверт говорили. — А вот вам и конверт. — Нет уж, мое дело верное. Он стукнул кулаком по столу, ни сильно и ни громко, и движение его и звук его слов остались как-то странно равнодушными, словно он был чужой и далекий своим делам. Вершина и Марта переглянулись с брезгливо недоумевающим видом. — Что переглядываетесь, — грубо сказал Передонов. — Нечего переглядываться. Теперь уж кончено, женюсь на Варваре. Многие тут барышеньки меня ловили. Вершина послала Марту за папиросами, и Марта радостно выбежала из беседки. На песчаных дорожках, пестревших увядшими листьями, ей стало свободно и легко. Она встретила около дома Басова Владю, и ей стало еще веселее и радостнее. — Женится на Варваре. — Решено, — оживленно сказала она, понижая голос и увлекая брата в дом. Между тем Передонов, не дожидаясь Марты, внезапно стал прощаться. — Мне некогда, — сказал он. — Жениться не лапти ковырять. Вершина его не удерживала и распрощалась с ним холодно. Она была в жестокой досаде. Все еще была до этого времени слабая надежда пристроить Марту за Передонова, а себе взять Мурина. И вот теперь последняя надежда исчезла. — И досталось же за это сегодня, Марть. Пришлось поплакать. Передонов вышел отвершенный и задумал закурить. Он внезапно увидел городового. Тот стоял себе на углу и лущил подсолнечиковые семечки. Передонов почувствовал тоску. — Опять соглядатый, — подумал он. — Так и смотрит, к чему бы придраться. Он не посмел закурить вынутый папирос. Подошел к городовому и робк спросил. — Господин городовой, здесь можно курить. Городовой сделал под козырек и почтительно осведомился. — То есть, ваше воскородие, это насчет чего? — Папиросочку, — пояснил Передонов. Вот одну папиросочку можно выкурить? — Насчет этого никакого приказания не было, — уклончиво отвечал городовой. — Не было? — переспросил Передонов с печалью в голосе. — Никак нет, не было. Так что, господа, которые курят, это невелено останавливать, а чтобы разрешение вышло, об этом я не могу знать. — Если не было, так я и не стану, — сказал покорно Передонов. — Я благонамеренный. Я даже брошу папироску, ведь я статский советник. Передонов скомкал папироску, бросил ее на землю и, уже опасаясь, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего, поспешно пошел домой. Городовой посмотрел за ним с недоумением, наконец решил, что у барина залито на вчерашние дрожжи, и, успокоенный этим, снова принялся за мирное лущение семечек. — Улица торчком встала, — пробормотал Передонов. Улица поднималась на невысокий холм, и за ним снова был спуск. И перегиб улицы между двух лачук рисовался на синем, вечереющем печальном небе. Тихая область бедной жизни замкнулась в себе и тяжко грустила и томилась. Деревья свешивали ветки через забор и заглядывали, и мешали идти, шепт их был насмешливым и угрожающим. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Вдруг из-за угла послышался блеющий смех. Выдвинулся Володин и подошел здороваться. Передонов смотрел на него мрачно и думал о баране, который сейчас стоял, и вдруг его нет. Это, подумал он, конечно, Володин оборачивается бараном. Недаром же он так похож на барана, и не разобрать, смеется ли он или блеет. Эти мысли так заняли его, что он совсем не слышал, что говорил, здороваясь Володин. — Что легаешься, Павлушка? — тоскливо сказал он. Володин осклабился, заблеял и возразил. — Я не легаюсь, Ардальон Борисович, а здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками легаются, а у меня на родине ногами легаются. Да и то не люди, а, с позволения сказать, лошадки. — Еще боднешь, пожалуй, — проворчал Передонов. Володин обиделся и дребезжащим голосом сказал. — У меня, Ардальон Борисович, еще рога не выросли, а это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня. — Язык у тебя длинный, мелет, что не надо сердито, сказал Передонов. — Если вы так, Ардальон Борисович, немедленно возразил Володин, то я могу и помолчать. И лицо его сделалось совсем прискорбным, и губы его совсем выпятились. Однако он шел рядом с Передоновым. Он еще не обедал и рассчитывал сегодня пообедать у Передонова. Утром на радостях звали. Дома ждала Передонова важная новость. Еще в передней можно было догадаться, что случилось необычное. В горницах слышалась возня, испуганные восклицания. Передонов подумал, не все готово к обеду. Увидели он идет, испугались, торопятся. Ему стало приятно, как его боятся. Но оказалось, что произошло другое. Варвара выбежала в прихожую и закричала «Кота вернули!» Испуганная, она не сразу заметила Володина. Наряд ее был по обыкновению неряшлив. Засаленная блуза над серую грязную юбкую и стоптанные туфли. Волосы нечесанные, растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову «Иришка-то!» со злобой еще новую штуку выкинула. Опять мальчишка прибежал, принес кота и бросил. А у кота на хвосте гремушки так и гремят. Кот забил с-под дивана и не выходит. Передонову стало страшно. «Что ж теперь делать?» спросил он. «Павел Васильевич», попросила Варвара, «Вы помоложе. Турните его из-под дивана». «Турнем, турнем», хихикая, сказал Володин и пошел в зал. Кота кое-как вытащили и сняли у него с хвоста гремушки. Передонов отыскал репейниковые шишки и снова принялся лепить их в кота. Кот яростно зафыркал и убежал в кухню. Передонов, усталый от возни с котом, уселся в своем обычном положении. Локти, на ручке кресло, пальцы скрещены, нога на ногу, лицо угрюмое. Второе княгинино письмо Передонов берег усерднее, чем первое. Носил его всегда при себе в бумажнике, но всем показывал и принимал при этом таинственный вид. Он зорк смотрел, не хочет ли кто-нибудь отнять это письмо, не давал его никому в руки и после каждого показывания прятал в бумажник. Бумажник засовывал в сюртук, в боковой карман. Сюртук застегивал и строго, значительно смотрел на собеседников. Что ты с ним так носишься? Иногда со смехом спрашивал Рутилов. На всякий случай, угрюмо объяснял Передонов. Кто вас знает? Еще стянете? Чистая Сибирь! У тебя это дело, говорил Рутилов, хохотал и хлопал по плечу Передонова. Но Передонов сохранял невозмутимую важность. Вообще, он в последнее время важничал больше обыкновенного, хвастал, вот я буду инспектором. Вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут, а то и три. Ого! Он совсем уверился, что в скором времени, в самом скором, получит инспекторское место. Учителю Фалостову он не раз говорил, я, брат, и тебя вытащу. И учитель Фалостов сделался очень почтительным в обращении с Передоновым. Глава двадцать вторая Передонов стал часто ходить в церковь. Он становился на видное место, и то крестился чаще, чем следовало, то вдруг столбенел и тупо смотрел перед собою. Какие-то соглядатые, казалось ему, прятались за столбами, выглядывая оттуда, старались его рассмешить, но он не поддавался. Смех, тихий смешок, хихиканья до шептания девиц Рутиловых звучали в ушах Передонова, разрастаясь порою до пределов необычайных. Точно прямо в уши ему смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить и погубить его, но Передонов не поддавался. Порою меж клубами ладанного дыма являлась недотыкомка, дымная, синеватая, глазки блестели огоньками. Она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан, издевалась над Передоновым и навязчиво мучила. Она конечно хотела напугать Передонова, чтобы он ушел из церкви до конца обедни, но он понимал ее коварный замысел и не поддавался. Церковная служба не в словах и обрядах, а в самом внутреннем движении своем, столь близкое такому множеству людей, Передонова была непонятна, поэтому страшила. Кажденья ужасали его, как неведомые чары. Че размахался, думал он. Одеяния священнослужителей казались ему грубыми, досадно пестрыми тряпками, и когда он глядел на облаченного священника, он злобился, и хотелось ему изорвать ризы, изломать сосуды. Церковные обряды и таинства представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа. Просвирку в вино накрошил, думал он сердито про священника. Вино дешевенькое, народ морочат, чтоб им побольше денег на требы носили. Таинство вечного притворения бессильного вещества в расторгающую узы смерти силу было перед ним навек занавешено. Ходячий труп, нелепое совмещение неверия в живого Бога и Христа его с верою в колдовство. Стали выходить из церкви. Сельский учитель Мочигин, простоватый молодой человек, подстал к девицам, улыбался и бойко беседовал. Передонов подумал, что неприлично ему при будущем инспекторе так вольно держаться. На Мочигине была соломенная шляпа. Но Передонов вспомнил, что как-то летом за городом он видел его в форменной фуражке с кокардую. Передонов решил пожаловаться. Кстати, инспектор Богданов был тут же. Передонов подошел к нему и сказал, а ваш-то шапку с кокардой носит. Забарничал. Богданов испугался, задрожал, затряс серенькую еретицию. Не имеет права. Никакого права не имеет, озабоченно говорил он, мигая красными глазками. Не имеет права, носит, жаловался Передонов. Их подтянуть надо, я вам давно говорил, а то всякий мужик сиволапый кокарду носить будет, так это что ж будет? Богданов, уже и раньше напуганный Передоновым, пуще перетревожился. — Как же это он смеет, а? Плачевно говорил он. Я его сейчас же позову, сейчас же и строжайше запрещу. Он распрощался с Передоновым и торопливо затрусил к своему дому. Володин шел рядом с Передоновым и укоризненно блеющим голосом говорил, носит кокарду, скажите, помилуйте, разве он чины получает? Как же это можно? — А тебе тоже нельзя носить кокарду, сказал Передонов. — Нельзя и не надо, возразил Володин, а только я тоже иногда надеваю кокарду, но ведь только я знаю, где можно и когда. Пойду себе за город, да там и надену, и мне удовольствие и никто не запретит, а мужичок встретиться все-таки почтение больше. — Тебе, Павлушка, кокарда не крылу, сказал Передонов, и ты от меня отстань, ты меня запылил своими копытами. Володин обиженно умолкно шел рядом. Передонов сказал озабоченно, вот еще на Рутиловых девок надо бы донести, они в церковь только болтать да смеяться ходят. намажутся, нарядятся да и пойдут. А сами ладан крадут, да из него духи и делают, от них всегда вонью пахнет. — Скажите, пожалуйста, качая головою и тараща тупые глаза, говорил Володин. По земле быстро ползла тень от тучи и наводила на Передонова страх. В клубах пыли по ветру мелькала иногда серая недотыкомка. Шевелилась ли трава по ветру, а уже Передонову казалось, что серая недотыкомка бегала по ней и кусала ее, насыщаясь. — Зачем трава в городе? — думал он. — Беспорядок выпал ее надо. Ветка на дереве зашевелилась, съежилась, почернела, закаркала и полетела вдаль. Передонов дрогнул, дико крикнул и побежал домой. Володин трусил за ним озабоченно с недоумевающим выражением в вытращенных глазах, придерживая на голове котелок и помахивая тросточкой. Богданов в тот же день призвал Мочигина. Перед входом в инспекторскую квартиру Мочигин стал на улице спиною к солнцу, снял шляпу и причесался на тень пятернею. — Как же это вы, юноша, а? — Что это вы такое выдумали, а? — напустился Богданов на Мочигина. — В чем дело? — развязно спросил Мочигин, поигрывая соломенную шляпу и пошаливая левую ножкою. Богданов его не посадил, ибо намеревался распечь. — Как же это? Как же это вы, юноша, кокарду носите, а? — Как это вы решили посягнуть, а? — спрашивал он, напуская на себя строгость и усиленно потрясая серенькую своею юридицию. Мочигин покраснел и бойко ответил. — А что ж такое, разве же я не вправе? — Да разве же вы чиновник, а? — Чиновник? — заволновался Богданов. — Какой вы чиновник, а? — Азбучный регистратор, а? — Знак учительского звания, — бойко сказал Мочигин и внезапно сладко улыбнулся, вспомнив о важности своего учительского звания. — Носите палочку в руках, палочку! — Вот вам и знак учительского звания, — посоветовал Богданов, покачивая головою. — Помилуйте, Сергей Потапыч, — с обиду в голосе сказал Мочигин. — Что же палочка, палочку всякий может, а кокарда для престижа? — Для какого престижа, а? — Для какого, какого престижа? — накинулся на юношу Богданов. — Какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник? — Помилуйте, Сергей Потапыч, — рассудительно доказывал Мочигин, — в крестьянском малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения. Сей год гораздо ниже кланяются. Мочигин самодовольно погладил рыженькие усики. — Да нельзя, юноша! — Никак нельзя, скорбно покачивая головою, — сказал Богданов. — Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды все равно, что британский лев без хвоста, — уверял Мочигин, — одна карикатура. — Причем тут хвост, а? — Какой тут хвост, а? — с волнением заговорил Богданов. — Куда вы в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а? — Нет, уж вы, юноша, кокарду снимите, сделайте божескую милость. Нельзя, как же можно, сохрани Бог, мало ли кто может узнать. Мочигин пожал плечами, хотел еще что-то возразить, но Богданов перебил его. В его голове мелькнула блистательная по его разумению мысль. — Ведь вот вы ко мне без кокарды пришли, а? Без кокарды сами чувствуете, что нельзя. Мочигин замялся было, но нашел и на этот раз возражение. — Так как мы сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы состоим за уряд интеллигентами. — Нет, уж вы, юноша, знаете, сердито сказал Богданов, знаете, что это нельзя, и если я еще услышу, тогда мы вас уволим. Грушина время от времени устраивала вечеринки для молодых людей, из числа которых надеялась выудить мужа. Для отвода глаз приглашала и семейных знакомых. Вот была такая вечеринка. Гости собрались рано. На стенах в гостиной у Грушины висели картинки, закрытые плотно кисеёю. Впрочем, неприличного в них ничего не было. Когда Грушина подымала с лукавую и нескромную усмешечкою кисейные занавесочки, гости любовались голыми бабами, написанными плохо. — Что же это, баба кривая? — угрюмо сказал Передонов. — Ничего не кривая, горячо заступилась Грушина за картинку. Это она изогнулась так. — Кривая, повторил Передонов. — И глаза разные, как у вас. — Ну, много вы понимаете, обиженно сказала Грушина. — Эти картинки очень хорошие и дорогие. Художникам без таких нельзя. Передонов внезапно захохотал. Он вспомнил совет, данный им на днях Владе. — Чего вы заржали? — спросила Грушина. Артанович гимназист. Своей сестре Марти платье подпалит, объяснил он. — А я ему посоветовал это сделать. — Станет он палить, нашли дурака, возразила Грушина. — Конечно, станет, уверенно сказал Передонов. — Братья с сестрами всегда ссорятся. Когда я маленьким был, так всегда своим сестрам пакостил, маленьких бил, а старшим одежду портил. — Не все же ссорятся, сказал Рутилов. Вот я с сестрами не ссорюсь. — Что ж ты с ними, целуешься, что ли? — спросил Передонов. — А ты, Ардальон Борисович, свинья и подлец. — И я тебе оплеуху дам, — очень спокойно сказал Рутилов. — Ну, я не люблю таких шуток, ответил Передонов и отодвинулся от Рутилова. А то еще, думал он, и в самом деле даст что-то зловещее у него в лице. — У нее, продолжал он о Марте, только и есть одно платье черное. Вершина ей новое сошьет. С завистливой злостью сказала Варвара. — К свадьбе все преданное сделает. — Красавица, индо-лошади жахаются, проворчала она тихо и злорадно и посмотрела на Мурина. жах жах курс пугаться, страшиться, ужасаться, жах южная, ужас, страх, испуг, робость. — П приполовен приполовен видели, что после второго письма Передонов твердо решил жениться на Варваре. Они и сами поверили письму, стали говорить, что всегда были за Варвару. Ссориться с Передоновым им не был расчет, выгодно с ним играть в карты, а гения делать нечего, пусть подождет, другого жениха придется поискать. Приполовен заговорил, конечно, венчаться вам надо, и доброе дело сделаете, да и княгине угодите. Княгине приятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите, и доброе дело сделаете, вот и хорошо будет, а то как-то что же, а тут все же доброе дело сделаете, да и княгине приятно. Вот и я — Я тоже говорю, — сказала Приполовенская. А Приполовенский не мог остановиться и, видя, что от него уже все отходят, сел рядом с молодым чиновником и принялся ему растолковывать то же самое. — Я решил венчаться, — сказал Передонов. — Только мы с Варварой не знаем, как венчаться. Что-то надо сделать, а я не знаю, что. — Вот дело нехитрое, — сказала Приполовенская. — Да если хотите, мы с мужем вам все устроим. Вы только сидите и ни о чем не думайте. — Хорошо, — сказал Передонов. — Я согласен. Только чтоб все было хорошо и прилично. Мне денег не жалко. — Уж все будет хорошо, не беспокойтесь, — уверяла Приполовенская. Передонов продолжал ставить свои условия. — Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные, вызолоченные. А я так не хочу. А чтоб были настоящие золотые. — И я даже хочу вместо обручальных колец заказать обручальные браслеты. Это и дороже, и важнее. Все засмеялись. — Нельзя браслеты, — сказала Приполовенская, легонько усмехаясь. — Кольца надо. — Отчего нельзя? — с досадою спросил Передонов. — Да уж так не делают. — А может быть и делают? — недоверчиво сказал Передонов. — Это еще я у попа спрошу. Он лучше знает. Рутилов, хихикая, советовал. — Ты уж лучше, Ордальон Борисович, обручальные пояса закажи. — Ну, на это у меня и денег не хватит, — ответил Передонов, не замечая насмешки. — Я не банкир. А только я на днях во сне видел, что венчаюсь, а на мне атласный фраг, и у нас с Варварою золотые браслеты, а сзади два директора стоят, над нами венцы держат и аллилую поют. — Я сегодня тоже интересный сон видел, — объявил Володин. — А к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне, в золотой короне, а передо мною травка, а на травке барашки, все барашки, все барашки, бе-бе-бе. Так вот, все барашки ходят и головою так вот делают, и все это к бе-бе-бе. Володин прохаживался по комнатам, тряс лбом, выпячивал губы и блеял. Гости смеялись. Володин сел на место, блаженно глядя на всех щуре глаза от удовольствия, и смеялся тоже бараньим блеющим смехом. — Ну, что же дальше? — спросила Грушина, подмигивая гостям. — Ну, и все барашки, все барашки. А тут я и проснулся, — кончил Володин. — Барану и сны бараньи, — ворчал Передонов. — Важное кушанье бараний-царь. — А я сон видела, — с нахальной усмешкою сказала Варвара. — Так его при мужчинах нельзя рассказывать. Уже вам одной расскажу. — Ах, матушка Варвара Дмитриевна, вот-то в одно слово! И у меня тоже! — хихикая и подмигивая всем, — отвечала Грушина. — Расскажите, мы, мужчины, скромные, вроде дам, — сказал Рутилов. И прочие мужчины просили Варвару и Грушину рассказать сны, но те переглядывались, погано смеялись и не рассказывали. Сели играть в карты. Рутилов уверял, что Передонов отлично играет. Передонов верил. Но сегодня, как и всегда, он проигрывал. Рутилов был в выигрыше. От этого он пришел в большую радость и говорил оживленнее обыкновенного. Передонова дразнила недотыкомка. Она пряталась где-то близко. Покажется иногда, высунется из-за стола или из-за чьей-нибудь спины и спрячется. Казалось, она ждала чего-то. Был страшно. Самый вид карт страшил Передонова. Дамы, подви вместе. А где же третья? — думал Передонов. Он тупо разглядывал пиковую даму, потом повернул ее другую стороною. Третья, может быть, спряталась за рубашкою. Рутилов сказал. Ардальон Борисч своей даме за рубашку смотрит. Все захохотали. Между тем, в стороне два молоденьких полицейских чиновника сели играть в дурачки. Партии разыгрывались у них живо. Выигравший хохотал от радости и показывал другому длинный нос. Проигравший сердился. Запахло съестным. Грушина позвала гостей в столовую. Все пошли, толкаясь и жеманясь. Расселись кое-как. — Кушайте, господа! — угощала Грушина. — Ешьте, дружки, набивайте брюшки по самые ушки. — Пирог ешь, хозяйку тешь! — кричал радостно Мурин. Ему было весело смотреть на водку и думать, что он в выигрыше. Усерднее всех угощались Володин и два молоденьких чиновника. Они выбирали кусочки получше и подороже и с жадностью пожирали икру. Грушина сказала, принужденно смеясь. — Павел-то Васильевич пьян да призорок, через хлеб да за пирог. Не, что она для него икру покупала. И под предлогом угостить дам она отставила от него все, что было получше. Но Володин не унывал и довольствовался тем, что осталось. Он успел съесть много хорошего с самого начала, и теперь ему было все равно. Передонов смотрел на жующих, и ему казалось, что все смеются над ним. С чего? Над чем? Он со стервенением ел все, что попадалось, ел неряшливо и жадно. После ужина опять играли. Но скоро Передонову надоело. Он бросил карты и сказал. — Ну, вас к черту! Не везет! Надоело! Варвара, пойдем домой. И другие гости поднялись за ним. Впередний Володин увидел, что у Передонова новая тросточка. Осклабясь он поворачивал ее перед собою и спрашивал. — Ордаша, отчего же тут пальчики калачиком свернуты? Что же это обозначает? Передонов сердито взял у него из рук тросточку, приблизил ее на балдашника с кукишем из черного дерева к носу Володина и сказал. — Шиш тебе с маслом! Володин сделал обиженное лицо. — Позвольте, Ардальон Борисович, — сказал он. — Я с маслом хлебец изволю кушать, а шиша с маслом я не хочу кушать. Передонов, не слушая его, заботливо кутал шею шарфом и застегивал пальто на все пуговицы. Рутилов говорил со смехом. — Че ты кутаешься, Ардальон Борисович? Тепло! — Здоровье всего дороже, — ответил Передонов. На улице было тихо. Улица улеглась во мраке и тихонько похрапывала. Темно было, тоскливо и сыро. На небе бродили тяжелые тучи. Передонов ворчал. — Напустили те меня к чему? Он теперь не боялся. Шел с Варварою, а не один. Скоро пошел дождь, мелкий, быстрый, продолжительный. Все стало тихо, и только дождь болтал что-то навязчивое и скоро, захлебываясь. Невнятные, скучные, тоскливые речи. Передонов чувствовал в природе отражение своей тоски, своего страха под личиную ее враждебности к нему. Той же внутренней и недоступной внешним определением жизни во всей природе, жизни, которая одна только и создает истинные отношения, глубокие и несомненные между человеком и природою, этой жизни он не чувствовал. Потому-то вся природа казалась ему проникнутую мелкими человеческими чувствами. Ослепленный обольщениями личности и отдельного бытия, он не понимал дионисических стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из нас. Среди русских символистов девятисотых годов получила широкое распространение нитшанская концепция дионисийства. Дионис, греческий бог вина, символ умирающей и возрождающейся природы. Дионисийство воплощает стихийное, внеразумное и вненравственное аргиостическое начало. Смотрите Нитши. Происхождение трагедии из духа музыки. Русский перевод. Санкт-Петербург. 1899 год. Сравните лекции Вячеслава Иванова «Эллинская религия. Страдающего бога» и его статью Нитши и Дионис. 1904 год. Лекции Иванова начали печататься в том же номере журнала «Новый путь», что и стихотворный цикл «Сологуба» гимны «Страдающего Диониса». 1904 год. Номер один. Глава двадцать третья. Приполовенские взяли на себя устройство венчания. Венчаться решили в деревне, верстах в шести от города. Варваре неловко было идти под венец в городе после того, как прожили столько лет, выдавая себя за родных. День, назначенный для венчания, скрыли. Приполовенские распустили слух, что венчаться будут в пятницу, а на самом деле свадьба была в среду днем. Это сделали, чтобы не наехали любопытные из города. Варвара не раз повторяла Передонову «Ты, Ордальон Борисович, не проговорись, когда венец-то будет, а то еще помешают». Деньги на расход по свадьбе Передонов выдавал неохотно, с издевательствами над Варварою. Иногда он приносил свою палку с набалдашником-кукишем и говорил Варваре «Поцелуй мой кукиш, дам денег». «Не поцелуешь, не дам». Варвара целовала кукиш. «Что ж такое, губы не треснут?» — говорила она. Срок свадьбы таили до самого назначенного дня даже от шоферов, чтобы не проболтались. Сперва позвали в шоферы Рутилова и Володина. Оба охотно согласились. Рутилов ожидал забавного анекдота. Володину было лестно играть такую значительную роль при таком выдающемся событии в жизни такого почтенного лица. Потом Передонов сообразил, что ему мало одного шофера. Он сказал, — Тебе, Варвара, одного будет, а мне двух надо. Мне одного мало. Надо мной трудно венец держать. Я большой человек. И Передонов пригласил вторым шофером фалостого. Варвара ворчала. — Куда его, к черту? Два есть. Чего еще? — У него очки золотые. Важнее с ним, — сказал Передонов. Утром в день свадьбы Передонов помылся теплую водою, как всегда, чтобы не застудить себя, и затем потребовал румян, объясняя, — мне надо теперь каждый день подкрашиваться, а то еще подумают дряхлый и не назначат инспектором. Варваре жаль было своих румян, но пришлось уступить, и Передонов подкрасил себе щеки. Он бормотал, — Сам верига красится, чтоб моложе быть, не могу же я с белыми щеками венчаться. Затем, запершись в спальне, он решил наметить себя, чтобы Володин не мог подменить его собою. На груди, на животе, на локтях, еще на разных местах намазал он чернилами букву «П». Надо было бы наметить и Володина. Да как его наметишь? Увидеть сотрет, — тоскливо думал Передонов. Затем пришла ему в голову мысль, что не худо бы надеть корсет, а то за старика примут, если невзначай согнешься. Он потребовал от Варвары корсет. Но Варварины корсеты оказались ему тесны, ни один не сходился. — Надо было раньше купить, — сердито ворчал он. — Ничего не подумают. — Да как же мужчины носят корсет, — возражала Варвара. — Никто не носит. — Верига носит, — сказал Передонов. — Так Верига старик, а ты, Ордальон Борисович, слава богу, мужчина в соку. Передонов самодовольно улыбнулся, посмотрел в зеркало и сказал. — Конечно. Я еще лет полтораста проживу. — Кот чихнул под кроватью. Варвара сказала, ухмыляясь. — Вот и кот чихает, значит, верно. Но Передонов вдруг нахмурился. Кот уже стал ему страшен, и чихание его показалось ему злою хитростью. — Начихает тут чего не надо, — подумал он. Полез под кровать и принялся гнать кота. Кот дико замяукал, прижался к стене и вдруг с громким и резким мяуканьем шмыгнул между руку Передонова и выскочил из горницы. — Черт голландский! — сердит обругал его Передонов. — Черт и есть! — поддакивала Варвара. — Совсем одичал кот. Погладить не дается. Ровно в него черт вселился. Приполовенские послали за шоферами с раннего утра. Часам к десяти все собрались у Передонова. Пришли Грушина и Софья с мужем. Подали водку и закуск. Передонов ел мало и тоскливо думал, чем бы ему отличить себя еще больше от Володина. Барашком завился. Злобно думал он и вдруг сообразил, что ведь и он может причесаться по-особенному. Он встал из-за стола и сказал, — Вы тут ешьте и пейте, мне не жалко, а я пойду к парикмахеру, причешусь по-испански. — Как же это по-испански? — спросил Рутилов. — А вот увидишь. Когда Передонов ушел стричься, Варвара сказала, — Все придумки разные придумывает. Черти ему все мерещится. Поменьше бы севухи трескал, а пивоха проклятый. Приполовенская сказала с хитрую усмешечкою. — Вот повенчаетесь? Ардальон Борисович получит место и успокоится. Грушина хихикала. Ее веселила таинственность этого венчания и подстрекала жажду устроить какое-нибудь позорище, да так, чтобы самой не быть замешанной. Она под рукой ушепнула вчера вечером некоторым из своих друзей о часе и месте венчания. Сегодня рано утром она зазвала к себе младшего слесаренка, дала ему пятачок и подговорила к вечеру ждать за городом проезда новобрачных и накидать в их повозку ссору до бумажек. Слесаренок радостно согласился и дал клятвенное обещание не выдавать. Грушина напомнила ему. — А черепнина-то выдали. — Как вас пороть стали? — Дураки мы были, — сказал слесаренок. — А теперь хоть пусть повесят, все равно. И слесаренок, в подтверждении своей клятвы, съел горсточку земли. За это Грушина прибавила ему еще три копейки. В парикмахерской Передонов потребовал самого хозяина. Хозяин, молодой человек, окончивший недавно городское училище и почитывавший книги из земской библиотеки, кончал стричь какого-то незнакомого Передонову-помещика. Скоро кончил и подошел к Передонову. — Сперва его отпусти, — сердито сказал Передонов. Помещик расплатился и ушел. Передонов уселся перед зеркалом. — Мне постричься. — И прическу надо сделать, — сказал он. — У меня сегодня важное дело есть, совсем особенное. Так ты мне сделай прическу по-испански. Стоявший у двери мальчик-ученик смешливо фыркнул. Хозяин строго посмотрел на него. По-испански стричь ему не приходилось. И он не знал, что это за прическа испанская, и есть ли такая прическа. Но если господин требует, то, надо полагать, он знает, чего хочет. Молодой парикмахер не пожелал обнаружить своего невежества. Он почтительно сказал. — Из ваших волос, господин, никак нельзя-с. — Это почему нельзя? — обиженно спросил Передонов. — Вашим волосам плохое питание, — объяснил парикмахер. — Ну что же, мне их пивом поливать, что ли? — проговорил Передонов. — Помилуйте. — Зачем же пивом? — любезно улыбаясь, отвечал парикмахер. — А только возьмите то, что если постричь сколько-нибудь, и при том же, так как у вас на голове уже солидность обозначается, то никак не хватает на испанскую прическу. Передонов чувствовал себя сраженным невозможностью остричься по-испански. Он уныло сказал. — Ну, стриги как хочешь. — Уж не подговорили ли этого парикмахера, — думал он, — чтобы не стричь на отличку? Не надо было говорить дома. Очевидно, что пока Передонов шел чинно и степенно по улицам, Володин барашком побежал за дворками и снюхался с парикмахером. — Прикажете спрыснуть? — спросил парикмахер, окончив свое дело. — Спрысни меня резидой. — Да побольше, — потребовал Передонов. — А то обчекрыжил кое-как, хоть резидой с добре. — Резиды, извините, не держим, — смущенно сказал парикмахер. — Не угодно ли оппапанаксом, аппапанакс, греческое опус сок, панакс снадобье, — южное растение семейства зонтичных. Из его ароматической комедии «Смолы» изготовляют духи. Интересен буквальный перевод названия «Всеисцеляющий». Здесь последняя попытка приобщения героя к миру природы в посологубовской пародийной обстановке парикмахерской. — Ничего-то ты не можешь как следует, — горестно сказал Передонов. — Уж прыскай, что есть. Он в досаде возвращался домой. День стоял ветреный, ворота от ветра хлопали, зеваки смеялись. Передонов смотрел на них тоскливо. — Как тут ехать? Но уже все делалось само собою. Поданы были три тарантаса. Надо было садиться и ехать. А то повозки привлекут внимание, соберутся любопытные, приедут и прибегут смотреть на свадьбу. Разместились и поехали. Передонов с Варварою, Приполовенский с Рутиловым, Грушина с остальными шоферами. На площади поднялась пыль. Стучали. Слышалось Передонову топоры. Еле видная сквозь пыль подымалась, росла деревянная стена. Рубили крепость. Мелькали мужики в красных рубахах, свирепые и молчаливые. Тарантасы пронеслись мимо. Страшное видение мелькнуло и скрылось. Передонов оглядывался в ужасе, но уже ничего не было видно. И никому не решился он сказать о своем видении. Всю дорогу грусть томила Передонова. Враждебно все смотрело на него. Все веяло угрожающими приметами. Небо хмурилось. Ветер дул навстречу и вздыхал о чем-то. Деревья не хотели давать тени. Всю себе забрали. Зато поднималась пыль длинную полупрозрачную змеей. Солнце с чего-то пряталось за туч. Подсматривало, что ли. Дорога шла мажарами. Неожиданно из-за невысоких холмов вставали кусты, рощи, поляны, ручьи под гулкими деревянными мостами трубами. Глаз птица пролетала, — угрюмо сказал Передонов, всматриваясь в белесовато-туманную даль небес. — Один глаз и два крыла, а больше ничего нету. Варвара усмехнулась. Она думала, что Передонов пьян с утра. Но она не спорила с ним. А то еще думала она, рассердится и не пойдет под венец. В церкви уже стояли в уголке, прячась за колонную, все четыре сестры Рутиловы. Передонов их не видел сначала, но потом, уже во время самого венчания, когда они вышли из своей засады и подвинулись вперед, он увидел их и испугался. Впрочем, они ничего худого не сделали, не потребовали, чего он боялся сперва, чтобы он Варвару прогнал, а взял одну из них, а только все время смеялись. И смех их сначала тихий, все громче и злее отдавался в его ушах, как смех неукротимых фурий. Посторонних в церкви почти не было, только две-три старушки пришли откуда-то. И хорошо. Передонов вел себя глупо и странно. Он зевал, бормотал, толкал Варвару, жаловался, что воняет ладаном, воском, мужичьем. — Твои сестры все смеются, — бормотал он, обернувшись к Рутилову. — Печенку смехом просверлят. Кроме того, тревожила его недотыкомка. Она была грязная и пыльная, и все пряталось под ризу к священнику. И Варваре, и Грушиной церковные обряды казались смешными. Они беспрестанно хихикали. Слова о том, что жена должна прилепиться к своему мужу, вызвали у них особенную веселость. Рутилов тоже хихикал. Он считал своей обязанностью всегда и везде смешить дам. Володин живел себя степенно и крестился, сохраняя на лице глубокомысленные выражения. Он не связывал с церковными обрядами никакого иного представления, кроме того, что все это установлено, подлежит исполнению, и что исполнение всех обрядов ведет к некоторому внутреннему удобству. Сходил в праздник в церковь, помолился и прав. Нагрешил, покаялся и опять прав. Хорошо и удобно. Тем удобнее, что вне церкви обо всем церковном не надо было и думать, а руководиться следовало совсем иными житейскими правилами. Только что кончилось венчание, не успели еще выйти из церкви, вдруг неожиданность. В церковь шумно ввалилась пьяная компания, Мурин, со своими приятелями. Мурин, растрепанный серой, как всегда, облапил Передонова и закричал. От нас, брат, не скроешь. Такие приятели водой не разольешь, а он, штукарь, скрыл. Слышались восклицания. Злодей не позвал. А мы тут как тут. Да, мы-то такие зазнали. Вновь прибывшие обнимали и поздравляли Передонова. Мурин говорил. По пьяному делу заблудились немножко, а то бы мы к началу потрафили. Передонов хмуро смотрел и не отвечал на поздравления. Злоба и страх томили его. «Везде выследят», — тоскливо думал он. «Вы, болбы, перекрестили», — сказал он злобно. «А то, может быть, вы злоумышляете?» Гости крестились, хохотали, кощунствовали. Особенно отличались молоденькие чиновники. Дьякон укоризненно унимал их. Среди гостей был один с рыжими усами, молодой человек, которого даже и не знал Передонов. Необычайно похож на кота. Не их ли это кот обернулся человеком? Недаром этот молодой человек все фыркает, не забыл кошачьих ухваток. «Кто вам сказал?» — злобно спрашивала новых гостей Варвара. «Добрые люди», — молодайка, — отвечал Мурин. «А кто, уж мы и позабыли». Грушина вертелась и подмигивала. Новые гости посмеивались, но ее не выдавали. Мурин говорил, — «Уж как хошь, Ардальон Борисович, а мы к тебе. А ты нам шампанею ставь, не будь жомой. Как же можно, такие приятели, водой не разольешь, а ты тишком удумал». Когда Передоновы возвращались из-под венца, солнце заходило, а небо все было в огне и в золоте. Но не нравилось это Передонову. Он бормотал. «Наляпали золото кусками, аж отваливается. Где это видано, чтобы столько тратить?» Слесарята встретили их за городом, с толпой у других уличных мальчишек бежали и гукали. Передонов дрожал от страха. Варвара ругалась, плевала на мальчишек. Казала им кукиши. Гости и шаферы хохотали. Приехали. Вся компания ввалилась к Передоновым с гамом, гвалтом и свистом. Пили шампанское, потом принялись за водку и сели играть в карты. Пьянствовали всю ночь. Варвара напилась, плясала и ликовала. Ликовал и Передонов. Его таки не подменили. С Варварой гость, как всегда, обращались цинично и неуважительно. Ей казалось это в порядке вещей. После свадьбы в житье-бытье у Передоновых мало что изменилось. Только обращение Варвары с мужем становилось увереннее и независимее. Она как будто поменьше бегала перед мужем, но все еще по закоренелой привычке побаивалась его. Передонов тоже по привычке по-прежнему покрикивал на нее, даже иногда поколачивал. Но уж и он чуял ее большую в своем положении уверенность. И это наводило на него тоску. Ему казалось, что если она не как прежде боится его, то это потому она укрепилась в своем преступном замысле отделаться от него и подменить его Володином. «Надо быть на стороже», — думал он. А Варвара торжествовала. Она вместе с мужем делала визиты городским дамам, даже и малознакомым. При этом она проявляла смешную гордость и неумелость. Везде ее принимали, хотя во многих домах с удивлением. Для визитов Варвара заблаговременно заказала шляпу лучшей местной модистки. Яркие цветы, крупные, насаженные в изобилие, восторгали Варвару. Свои визиты Передоновы начали с директорши. Потом поехали к жене предводителя дворянства. В тот день, когда Передоновы собрались делать визиты, что у Рутиловых, конечно, было заранее известно, сестры отправились к Варваре Николаевне хрипач из любопытства посмотреть, как-то Варвара поведет себя здесь. Скоро пришли и Передоновы. Варвара сделала реверанс директорши и больше обыкновенного дребезжащим голосом сказала, «Вот и мы к вам. Прошу любить и жаловать». «Очень рада», — с принуждением ответила директорша и усадила Варвару на диван. Варвара с видимым удовольствием села на отведенное место, широко раскинула свое шумящее зеленое платье и заговорила, стараясь развязностью скрыть смущение. «Все мамзелью была, а вот и мадамой стала. Мы с вами тезки. Я Варвара и вы Варвара. Они были знакомы домами. Пока мамзелью была, все больше дома сидела. Да что ж все за печкой усидеть? Теперь мы с Родальон Борисовичем будем открыто жить. Милости просим. Мы к вами, вы к нами. Мусию к мусии, мадам к мадами. «Только вам здесь, кажется, недолго придется жить», — сказала директорша. «Ваш муж, я слышала, переводится». «Да вот скоро бумага придет, мы и поедем», — ответила Варвара. «А пока бумага не пришла, надо еще и здесь пожить покрасоваться». Варвара и сама надеялась на инспекторское место. После свадьбы она написала княгине письмо. Ответа еще не получила. Решила еще написать к Новому году. Людмила сказала. «А уж мы думали, что вы, Ардальон Борисович, на барышне Пыльниковой женитесь». «Ну да», — сердито сказал Передонов. «Что ж мне на всякой жениться, мне протекция нужна». «А все-таки как же это с мадемуазель Пыльниковой у вас разошлось», — дразнила Людмила. «Ведь вы за нею ухаживали. Она вам отказала?» «Я еще ее выведу на чистую воду», — ворчал угрюмо Передонов. «Это идея фикс», — Ардальон Борисовича с сухим смешком сказал директор. Глава двадцать четвертая. Кот у Передонова дичал, фыркал, не шел по зову, совсем отбился от рук. Страшен он стал Передонову. Иногда Передонов чурался от кота. «Да поможет ли это?» — думал он. «Сильное электричество у этого кота в шерсти. Вот в чем беда». Однажды он придумал. Остричь бы кота надо. Вздумано сделано. Варвара не была дома, она пошла к Грушиной, опустив в карман бутылочку с вишневую наливкую. Помешать некому. Передонов привязал кота на веревку, а шейник сделал из носового платка и повел в парикмахерскую. Кот дико мяукал, метался, упирался. Иногда в отчаянии бросался он на Передонова, но Передонов отстранял его палкою. Мальчишки толпой убежали сзади, гукали и хохотали. Прохожие останавливались, из окон выглядывали на шум. Передонов угрюмо тянул кота за веревку, ничем не смущаясь. Привел-таки и сказал парикмахеру. — Хозяин, кота побрей да поглажи. Мальчишки толпились у дверей снаружи, хохотали, кривлялись. Парикмахер обиделся, покраснел. Он сказал слегка дрожащим голосом. — Извините, господин, мы эткими делами не занимаемся. И даже не приходилось видеть бритых котов. Это, должно быть, самая последняя мода. До нас еще не дошла. Передонов слушал его в тупом недоумении. Он крикнул. — Скажи, не умею, шарлатан! И ушел, таща неистого, мяуковшего кота. Дорогою он думал тоскливо, что везде, всегда. Все над ним только смеются. Никто не хочет ему помочь. Тоска теснила его грудь. Передонов с Володиным и Рутиловым пришли в сад играть на бильярде. Смущенный маркер объявил им. — Нельзя сыграть сегодня, господа. — Это почему? — злобно спросил Передонов. — Нам да нельзя. — Так как, извините... — А только что шаров нету, — сказал маркер. — Проворонил ворона! — послышался из-за перегородки грозный окрик буфетного содержателя. Маркер вздрогнул, шевельнул вдруг покрасневшими ушами. Какое-то словно заячье движение. И шепнул. — Укрались! — Передонов крикнул испуганно. — Ну, кто украл? — Неизвестно-с, — доложил маркер. — Ровно как никого не было. А вдруг, глядь, шаров нету-с? Рутилов хихикал и восклицал. Вот так анекдот. Володин сделал обиженное лицо и выговаривал маркеру. — Если у вас изволят шарики воровать, а вы изволите в это время быть в другом месте, а шарики брошены, то вам надо было загодя другие шарики завести, чтобы нам было чем играть. — Мы шли, хотели поиграть. А если шариков нету, то как же мы можем играть? — Не скули, Павлуша, — сказал Передонов. — Без тебя тошно. Ищи маркер шары. Нам непременно надо играть. А пока тащи пару пива. Принялись пить пиво, но было скучно. Шары так и не находились. Ругались меж собою, бронили маркера. Тот чувствовал себя виноватым и отмалчивался. В этой краже усмотрел Передонов новую вражью каверзу. — Зачем? — думал он тоскливо и не понимал. Он пришел в сад, сел на скамеечку над прудом. Здесь еще он никогда не сиживал и тупо уставился на затянутую зеленую воду. Володин сел рядом с ним, разделял его грусть и бараньими глазами глядел на тот же пруд. — Зачем тут грязное зеркало, Павлушка? — спросил Передонов и ткнул палкою по направлению к пруду. Володин осклабился и ответил. — Это не зеркало от Даша. Это пруд. А так как ветерка теперь нет, то в нем деревья и отражаются. Вот оно и показывает, будто зеркало. Передонов поднял глаза. За прудом забор отделял сад от улицы. Передонов спросил. — А кот на заборе зачем? Володин посмотрел туда же и сказал, хихикая. — Был да весь вышел. Кота и не было. Померещился он Передонову. Кот с широко зелеными глазами, хитрый, неутомимый враг. Передонов опять стал думать о шарах. Кому они нужны? — Недотыкомка, что ли, их пожрала. — Тот-то ее сегодня и не видно, — думал Передонов. — Нажралась, да и завалилась куда-нибудь. Спит теперь, поди. Передонов уныло побрел домой. Запад потухал. Тучка бродила по небу. Блуждала, подкрадывалась. Мягкая обувь у туч. Подсматривала. На ее темных краях загадочно улыбался темный отблеск. Над речкою, что текла меж садом и городом, тени домов до кустов колебались, шептались, искали кого-то. А на земле, в этом темном и вечно враждебном городе, все люди встречались злые, насмешливые. Все смешалось в общем недоброжелательстве к Передонову. Собаки хохотали над ним, люди облаивали его. Городские дамы начали отдавать Варваре визит. Некоторые с радостным любопытством поспешили уже на второй, да на третий день посмотреть, какова-то Варвара дома. Другие промедлили неделю и больше, а иные и вовсе не пришли. Не была, например, вершина. Передоновы ожидали каждый день ответных визитов с трепетным нетерпением. Пересчитывали, кто еще не был. Особенно нетерпеливо ждали директора с женою. Ждали и волновались непомерно, а вдруг хрипачи не придут. Прошла неделя, хрипачей еще не было. Варвара начала злиться и ругаться. Передонова же повергло это ожидание в нарочито угнетенное состояние. Глаза у Передонова стали совсем бессмысленными, словно они потухали, и казалось иногда, что это глаза мертвого человека. Нелепые страхи мучили его. Без всякой видимой причины он начинал вдруг бояться тех или других предметов. С чего-то пришла ему в голову и томила несколько дней мысль, что его зарежут. Он боялся всего острова и прятал ножи до вилки. Может быть, думал он, они наговорены да нашептаны. Как раз и сам на нож нарежешься. Зачем ножи, — сказал он Варваре, — едят же китайцы палочками. Целую неделю из-за этого не жарили мясо, довольствовались щами да кашею. Варвара, мстя Передонову за испытанные до свадьбы страхи, иногда поддакивала ему и утверждала его этим в убеждении, что его причуды не даром. Она оговаривала ему, что у него много врагов, да и как где ему не завидовать. Не раз говорила она, дразня Передонову, что уж, наверное, на него донесли, обнесли его перед начальством да перед княгинею, и радовалась, что он, видимо, трусил. Передонову казалось ясным, что княгиня им недовольна. Разве она не могла прислать ему на свадьбу образа или калачей? Он думал, надо заслужить ее милость. Да чем? Ложью, что ли? Оклеветать кого-нибудь, насплетничать, донести? Все дамы любят сплетни. Так вот бы на Варвару сплести что-нибудь веселое да нескромное и написать княгине. Она посмеется, а ему даст место. Но не сумел Передонов написать такое письмо, да и страшно ему стало писать к самой княгине. А потом он и забыл об этой затее. Своих обычных гостей Передонов угощал водкую да самым дешевым портвейном. А для директора купил Мадеры в три рубля. Это вино Передонов считал чрезвычайно дорогим, хранил его в спальне, а гостям только показывал и говорил для директора. Сидели раз у Передонова Рутилов да Володин. Передонов показал им Мадеру. — Что снаружи смотреть? Невкусно! — сказал Рутилов, хихикая. — Ты нас угости, дорогой-то Мадеркой! — Ишь ты, чего захотел! — сердито отвечал Передонов. — А что же я директору подам? — А директор водки рюмку выпьет, — сказал Рутилов. — Директору нельзя водку пить. — Директору Мадера полагается, — рассудительно говорил Передонов. — А если он водку любит, — настаивал Рутилов. — Ну вот еще! Генерал водку любить не станет, — уверенно сказал Передонов. — А ты нас все-таки угости, — приставал Рутилов. Но Передонов поспешно унес бутылку, и слышно было, как звенел замок у шкапика, в котором он спрятал вино. Вернувшись к гостям, он, чтобы переменить разговор, стал говорить о княгине. Он угрюмо сказал. — Княгиня! На базаре гнилыми яблоками торговала. Да князя и обольстила. Рутилов захохотал и крикнул. — Да разве князья по базарам ходят? — Да уж она сумела приманить, — сказал Передонов. — Сочиняешь ты, Ордальон Борисович! Сочиняешь небы лицу в лицах, — спорил Рутилов. — Княгиня — знатная дама! Передонов смотрел на него злобно и думал. — Заступается! С княгиней видно заодно, княгиня его, видно, околдовала. — Даром, что далеко живет! А недотыком-ка юлила вокруг, беззвучно смеялась и все сотрясалось от смех. Она напоминала Передонову о разных страшных обстоятельствах. Он боязливо озирался и шептал. В каждом городе есть тайный жандармский унтер-офицер. Он в штатском. Иногда служит или торгует, или там еще что делает. А ночью, когда все спят, наденет голубой мундир, да и шасть к жандармскому офицеру. — А зачем же мундир? — деловито осведомился Володин. — К начальству нельзя без мундира высекут! — объяснил Передонов. Володин захихикал. Передонов наклонился к нему поближе и зашептал. — Иногда он даже оборотнем живет. — Ты думаешь, это просто кот, а он врешь. Это жандарм бегает. От кота никто не таится. А он все и подслушивает. На конец недели, через полторы, директорша отдала визит Варваре. Приехала с мужем в будень, в четыре часа, нарядная, любезная, благоухающая сладкую фиалкою. И совсем неожиданно для Передоновых. Те ждали хрипачей почему-то в праздник, да пораньше. Переполошились. Варвара была в кухне, полуодетая, грязная. Она метнулась одеваться, а Передонов принимал гостей и казался только что разбуженным. — Варвара сейчас, — бормотал он, — она одевается. Она стряпала. У нас прислуга новая, не умеет по-нашему дура набитая. Скоро вышла и Варвара, с красным испуганным лицом, кое-как одетая. Она сунула гостям потную грязноватую руку и дрожащим от волнения голосом заговорила. Уж извините, что заставила ждать, не знали, что вы в будни пожалуете. — Я редко выезжаю в праздник, — сказала госпожа хрипач, — пьяные на улицах. Пусть прислуга имеет себе этот день. Разговор кое-как завязался, и любезность директорши немного Варвару подбодрила. Директорша обошлась с Варварою слегка презрительно, но ласково, как с раскаившуюся грешницей, которую надо приласкать, но о которую все еще можно запачкаться. Она сделала Варваре несколько наставлений, как бы мимоходом, об одежде, обстановке. Варвара старалась угодить директорши, и дрожь испуга не оставляла ее красных рук и потрескавшихся губ. Директоршу это стесняло. Она старалась быть еще любезнее, но невольная годливость одолевала ее. Всем своим обращением она давала понять Варваре, что близкое знакомство между ними не установится. Но так как делалось это совсем любезно, то Варвара не поняла и возомнила, что они с директоршою будут большими приятельницами. Хрипач имел вид человека, который попал не в свое место, но ловко и мужественно скрывает это. От Мадера он отказался. Он не привык в этот час пить вино. Разговаривал о городских новостях, о предстоящих переменах в составе окружного суда, но слишком заметно было, что он и Передонов вращаются в здешнем обществе в различных кругах. Сидели недолго. Варвара обрадовалась, когда они ушли. И были, и ушли скоро. Она радостно говорила, снова раздеваясь. Ну, слава богу, ушли. А то я и не знала, что и говорить-то с ними. Что значит, как мало-то знакомые люди, не знаешь, с какой стороны к ним и подъехать? Вдруг она вспомнила, что хребачи, прощаясь, не звали их бывать у себя. Это ее смутило сначала, но потом она смекнула. Карточку пришлют. С расписанием, когда ходить. У этих господ на все свое время. Вот теперь бы мне надо по-французски насобачиться. А то я по-французски не бе-не-ме. Возвращаясь домой, директорша сказала мужу. Она жалкая и безнадежно низменная. С нею никак невозможно быть в равных отношениях. В ней ничто не корреспондирует ее положению. Хребач ответил. Она вполне корреспондирует мужу. Жду с нетерпением, когда его от нас возьмут. После свадьбы Варвара с радостью стала выпивать, особенно часто сгрушенную. Раз под пельком, когда у нее сидела приполовенская, Варвара проболталась о письме. Всего не рассказала, а намекнула довольно ясно. Хитрой Софьи и того было довольно. Ее вдруг словно осенило. И как сразу не догадаться было, мысленно пеняла она себе. По секрету рассказала она про подделку писем Вершиной. И от той пошло по всему городу. Приполовенская при встречах с Передоновым не могла не посмеяться над его доверчивостью. Она говорила. — Уж очень вы просты, Ордальон Борисыч. — Вовсе я не прост, — отвечал он. — Я кандидат в университет. — Вот и кандидат. А уж кто захочет, тот сумеет вас обмешулить. — Я сам всякого обмешулю, — спорил Передонов. Приполовенская хитро улыбалась и отходила. Передонов тупо недоумевал. — С чего это она? — Со зла, — думал он. — Все-то ему враги. И он показывал вслед ей кукиш. — Ничего не возьмешь, — думал он, утешая себя. Но страх томил. Этих намеков при Половенской казалось мало. Сказать же ему ясными словами всю правду она не хотела. Зачем ссориться с Варварою? Время от времени она посылала Передонову анонимные письма, где намеки были яснее. Но Передонов понял их привратно. Софья писала ему однажды. — Та княгиня, что вам писала письма, поищите, не здесь ли живет. Передонов подумал, что верно. Княгиня сама приехала сюда за ним следить. Видно, — думал он, — втюрилась в меня, хочет отбить у Варвары. И ужасали, и сердили эти письма Передонова. Он приступал к Варваре. — Где княгиня? — Говорят, она сюда приехала. Варвара, мстя за прежнее, мучила его недомолвками, издевочками, трусливыми, злыми изворотами. Нагло ухмыляясь, она говорила неверным голосом, как говорят, когда заведомо лгут, без надежды на доверие. — Почем же я знаю, где живет теперь княгиня? — Врешь, знаешь, — в ужасе говорил Передонов. Он не понимал, чему надо верить, смыслу ли ее слов или выдающему ложь звуку ее голос. И это, как все для него непонятное, наводило на него ужас. Варвара возражала. — Ну вот еще. Может быть, и уехала куда из Питера? Она ведь у меня не спрашивается. — А может быть, и в самом деле сюда приехала? — робко спрашивал Передонов. — Может быть, и сюда приехала. Под дразнивающим голосом говорила Варвара. — В тебя втюрилась, приехала полюбоваться. Передонов восклицал. — Врешь? — Да неужто втюрилась? Варвара злорадно смеялась. С тех пор Передонов стал внимательно смотреть, не увидит ли где княгиня. Иногда ему казалось, что она заглядывает в окошко, в дверь подслушивает, шушукается с Варварою. Время шло, а в ожидаемая день за днем бумага о назначении инспектором все не приходило. И частых сведений о мести никаких не было. Справиться у самой княгини Передонов не смел. Варвара постоянно пугала его тем, что она знатная. И ему казалось, что если бы он сам вздумал к ней писать, то вышли бы очень большие неприятности. Он не знал, что именно могли с ним сделать по княгининой жалобе, но это-то и было особенно страшно. Варвара говорила, разве не знаешь аристократов? Жди, сами сделают, что надо. А напоминать будешь обидеться, хуже будет. У них гонора-то сколько, они гордые, они любят, чтобы им верили. И Передонов пока еще верил, но злобился на княгиню. Иногда думал он даже, что и княгиня доносят на него, чтобы избавиться от своих обещаний. Или потому доносят, что злится. Он повенчался с Варварою, а княгиня сама в него влюблена. Потому, думал он, она и окружила его соглядатыми, которые всюду следят за ним, обступили его так, что уж нет ни воздуха, ни света. Недаром она знатная, все может, что захочет. Со злости он лгал на княгиню несообразные вещи. Рассказывал Рутилову да Володину, что был прежде ее любовником, и она ему платила большие деньги. Только я их пропил. Куда мне их к дьяволу? Она еще мне обещала пенсию по гроб жизни платить. Да надула. А ты бы брал, хихикая спросил Рутилов. Передонов промолчал, не поняв вопроса. А Володин ответил за него солидно и рассудительно. Отчего же не брать, если она богатая? Она изволила пользоваться удовольствиями, так должна и платить за это. Добро бы, красавица, — тоскливо говорил Передонов, — рябая курносая. Только что платила хорошо, а то бы и плюнуть на нее чертовку не захотел. Она должна исполнить мою просьбу. Да ты врешь, Ардальон Борисович, — сказал Рутилов. Ну вот, вру. А что она платила-то мне даром, что ли? Она ревнует к Варваре, потому мне и место не дает так долго. Передонов не испытывал стыда, когда рассказывал, будто бы княгиня платила ему. Володин был доверенным слушателем и не замечал нелепостей и противоречий в его рассказах. Рутилов возражал, но думал, что без огня дыма не бывает. Что-то, — думал он, — было между Передоновым и княгиней. Она старея поповой собаки, — говорил Передонов убежденно, как нечто дельное. Только вы смотрите, никому не болтайте. До нее дойдет, худо будет. Она мажется и поросячью молодость себе в жилы пускает. И не узнаешь, что старая, а уж ей сто лет. Володин качал головою и причмокивал. Он всему верил. Случилось, что на другой день после такого разговора Передонову пришлось в одном классе читать крыловскую басню «Лжец». В басне описывается мост, который свойства чудные имеет. «Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет. Провалится и в воду упадет». И несколько дней подряд с тех пор он боялся ходить через мост. Брал лодку и переезжал. А мост, пожалуй, еще провалится. Он объяснил Володину. Про княгиню я правду говорил. Только вдруг он не поверит, да и провалится к черту. Глава двадцать пятая Слухи о поддельных письмах расходились по городу. Разговоры об этом занимали горожан и радовали. Почти все хвалили Варвару и радовались тому, что Передонов одурачен. И все те, кто видел письма, в голос уверяли, что догадались сразу. Особенно велико было злорадство в доме Увершиной. Марта, хотя и выходила за Мурино, Все же была отвергнута Передоновым. Вершина хотела бы взять Мурино себе, А должна была уступить его Марть. Владя имел свои ощутительные причины Ненавидеть Передонова и радоваться его неудач. Хотя и досадно ему было, Что Передонов еще остается в гимназии, Но эту досаду перевешивала радость, Что Передонову нос. К тому же в последние дни между гимназистами Держался упорный слух, Будто директор донес попечителю учебного округа, Что Передонов сошел с ума, И будто скоро пришлют его свидетельствовать, И затем уберут из гимназии. При встречах с Варварою Знакомые с грубыми шутками, С наглым подмигиванием Заговаривали более или менее прямо Об ее проделке. Она ухмылялась нахально, Не подтверждала, но и не спорила. Иные намекали грушиной, Что знают об ее участии в подделке. Она испугалась и пришла к Варваре С упреками, зачем разболтала. Варвара сказала ей, ухмыляясь, Что вы петрушку валяете? Я никому и не думала говорить. От кого же все узнали? Запальчиво спросила грушина. Я-то уж никому не скажу, не такая дура. И я никому не говорила, Нагло утверждала Варвара. Вы мне письмо отдайте, Потребовала грушина. А то начнет разбирать, Да и по почерку признает, Что поддельное. Ну и пусть узнает, Сказала досадлива Варвара. Стану я на дурака смотреть. Грушина сверкала своими разными глазами И кричала, Вот вам хорошо говорить, Вы свое получили, А меня из-за вас в тюрьму посадят. Нет уж, как хотите, А письмо мне отдайте, А то ведь и развенчать можно. Ну уж это, ах, оставьте! Нагло подбоченись, Отвечала Варвара. Уж теперь хоть на площади публикуй, Венец не свалится. Ничего не оставьте, Кричал игрушина. Такого нет закона обманом венчать. Если, Ардальон Борисович, Свое дело по начальству пустят до сената, Так и разведут. Варвара испугалась и сказала, Да чего злитесь? Достану вам письмо. Ну, нечего бояться, Я вас не выдам. Разве я такая скотина? Душа-то у меня есть. Ну, какая там душа? Грубо сказала Грушина. Что у пса, То у человека Один пар, А души нет. Пока жил, Пота и был. Варвара решилась украсть письмо, Хоть это было и трудно. Грушина торопила. Одна была надежда Вытащить письмо у Передонова, Когда он будет пьян. А пил он много. Нередко и в гимназию являлся на веселе И вел речи бесстыдные, Вселявшие отвращение Даже в самых злых мальчишек. Однажды Передонов Вернулся из бильярдной Пьянея обыкновенного. Спрыскивали новые шары. Но с бумажником Все не расставался. Кое-как раздевшись, Сунул его себе под подушку. Он спал беспокойно, Но крепко и бредил. И слова в его бреду Все были о чем-то страшном И безобразном. На Варвару они наводили Жуткий страх. Ну, ничего, Подбадривала она себя, Только бы не проснулся. Она пыталась разбудить его, Потолкала, Он что-то пробормотал, Громко чертыхнулся, Но не проснулся. Варвара зажгла свечку И поставила ее так, Чтобы свет не падал В глаза Передонову. Цепеняя от страха, Она встала с постели И осторожно полезла Под подушку к Передонову. Бумажник лежал близко, Но долго выскальзывал Из-под пальцев. Свеча горела тускло, Огонь ее колебался, По стенам по кровати Пробегали боязливые тени, Шмыгали злые чертики. Воздух был душен И неподвижен, Пахло перегорелой водкой, Храп и пьяный бред Наполняли всю спальню, Вся горница была Как овеществленный бред. Трепетными руками Вынула Варвара письмо И сунула бумажник На прежнее место. Утром Передонов Хватился письма, Не нашел его, Испугался, И закричал, Где письмо, Варя? Варвара жестоко труся, Но скрывая это, сказала, Почем же я знаю, Ордальон Борисович, Ты всем показываешь, Вот, должно быть, Где-нибудь и выронил. Или вытащили. Друзей-то приятелей У тебя много, С которыми ты по ночам Бражничаешь. Передонов думал, Что письмо украли его враги, Всего скорее Володин. Теперь Володин держит письмо, А потом заберет в свои когти И все бумаги, И назначения, И поедет в инспекторы, А Передонов останется здесь Горьким босиком. Передонов решил защищаться. Он каждый день Составлял по доносу На своих врагов Вершину, Рутиловых, Володина, Сослуживцев, Которые, казалось ему, Метили на то же самое место. По вечерам Он относил эти доносы К Рубовскому. Жандармский офицер Жил на видном месте На площади близ гимназии. Из окон своих Многие примечали, Как Передонов Ходил к жандармскому Через ворот. А Передонов думал, Никому не вдомек. Ведь он же Не даром Носят доносы По вечерам Из черного хода Через кухню. Бумагу он держал Под полою. Сразу было заметно, Что он держит что-то. Если приходилось Вынуть руку, Поздороваться. Он прихватывал бумагу Под пальто Левую рукою И думал, Что никто Не может догадаться. Встречные, Если спрашивали его, Куда идет, Он ему лгал Весьма неискусно, Но сам был доволен Своими неловкими Выдумками. Рубовскому Он объяснял, Все предатели. Прикидываются Друзьями, Хотят вернее Обмануть, А того и не думают, Что я Обо всех Их знаю Такого, Что им И в Сибири Места мало. Рубовский Слушал его Молча. Первый донос, Явно нелепый, Он переслал Директору. Так делал И с некоторыми Другими. Иные Оставлял, На случай Чего. Директор Написал Попечителю, Что Передонов Обнаруживает Явные признаки Душевного Угнетения. Дома Передонов Постоянно Слышал Шорохи, Непрерывные Докучливые, Насмешливые. Он Тоскливо Говорил Варваре, Кто-то Там На цыпочках Ходит, Соглядатые Везде У нас Толкутся, Ты, Варь, К меня Не бережешь. Варвара Не понимала, Что значит Бред Передонова. То Издевалась, То Трусила. Говорила Злобно И Трусливо, С пьяных Глаз Не Весь Что Мерещится. Дверь Впереднюю Казалась Передонову Особенно Подозрительную. Она Не затворялась Плотно. Щель Между ее Половинами Намекала На что-то Таящееся Вне. Не валет Там Подсматривает. Чей-то Глаз Сверкает Злой И Острый. Кот Следил Повсюду За Передоновым Широко Зелеными Глазами. Иногда Он Подмигивал, Иногда Страшно Мяукал. Видно Было Сразу, Что он Хочет Подловить В чем-то Передонова, Да Только Не Может И Потому Злиться. Передонов Отплевывался От Него, Но Кот Не Отставал. Недотыкомка Бегала Под стульями И По углам И Повизгивала. Она Была Грязная, Вонючая, Противная, Страшная. Уже Ясно Было, Что Она Враждебна Передонову И Прикатилась Именно Для Него, А что Раньше Никогда И Нигде Не Было Ее. Сделали Ее И Наговорили. И Вот Живет Она Ему На Страхе И На Погибель Волшебная, Многовидная, Следит За Ним, Обманывает, Смеется, То По Полу Катается, То Прикинется Тряпкою, Лентую, Веткою, Флагом, Тучкою, Собачкою, Столбом Пыли На Улице И Везде Ползет И Бежит За Передоновым, Измаяла, И Стомила Его Зыбкою Своей Пляскою. Хоть Бы Кто Нибудь Избавил Словом Каким Или Ударом На Отмашь. Да Нет Здесь Друзей, Никто Не Придет Спасать. Надо Самому И Схитриться, Пока Не Погубила Его Ехидная. Передонов Придумал Средство. Намазал Весь Пол Клеем, Чтобы Недотыкомка Прилипла. Прилипали Подошвы У Сапог Да Подолы У Варварин Платьев, А Недотыкомка Каталась Свободно И Визгливо Хохотала. Варвара Злобно Ругалась. Над Передоновым Неотступно Господствовали Навязчивые Представления О Преследовании И Ужасали Его. Он Все Больше Погружался В мир Диких Грез. Это Отразилось И На Его Лице. Оно Стало Неподвижную Маскую Ужаса. Уже По Вечерам Нынче Передонов Не ходил Играть На Бильярде. После Обеда Он Запирался В Спальне. Дверь Загромождал Вещами Стул На Стол. Старательно Заграждал С крестами Чураньем И Садился Писать Доносы На Всех Кого Только Вспомнит. Писал Доносы Не Только На Людей, Но И На Карточных Дам. Напишет И Сейчас Несет Жандармскому Офицеру. И Так Проводил Он Каждый Вечер. Везде Перед Глазами У Передонова Ходили Карточные Фигуры Как Живые. Короли, Крали, Хлапы. Ходили Даже Мелкие Карты. Это Люди Со Светлыми Пуговицами. Гимназисты. Городовые. Туз. Толстый. С Випченным Пузом. Почти Одно Только Пузо. Иногда Карты Обращались В Людей Знакомых. Смешивались Живые Люди И Эти Странные Оборотни. Передонов Был Уверен, Что За Дверью Стоит И Ждет Валет. И Что У Валета Есть Какая-то Сила И Власть Вроде Как У Городового. Может Куда-то Отвезти В Какой-то Страшный Участок. А Под Столом Сидит Недотыкомка. И Передонов Боялся Заглянуть Под Стол Или За Дверь. Вертлявые Мальчишки Восьмерки Дразнили Передонова. Это Были Оборотни Гимназисты. Они Поднимали Ноги Странным Неживым Движением Как Ножки У Циркуля. Но Только Ноги У Них Были Косматые С Копытцами. Вместо Хвостов У Них Росли Розги. Мальчишки Помахивали Ими Со Свистом И Сами Взвизгивали При Каждом Взмахе. Недотыкомка Из-под Стола Хрюкала, Смеясь На Забавы Этих Восьмерок. Передонов Со Злобой Думал, Что К Какому Нибудь Начальнику Недотыкомка Не Посмело Забраться Не Пустят Небось Зависливо Думал Он Лакеи Швабрами Заколошматят. Наконец Передонов Не Вытерпел Ее Злобного Нахально Визгливого Смеха. Он Принес Из Кухни Топор И Разрубил Стол, Под Котором Недотыкомка Пряталась. Недотыкомка Пискнула Жалобно И Злобно Метнулась Из-под Стола И Укатилась. Передонов Дрогнул. Укусит, Подумал он, Завизжал От Ужаса И Присел. Но Недотыкомка Скрылась Мирно. Ненадолго. Иногда Передонов Брал Карты И Со Свирепым Лицом Раскалывал Перочинным Ножиком Головы Карточным Фигурам. Особенно Дамам. Режучи Королей Он Озирался, Чтобы Не Увидели И Не Обвинили В Политическом Преступлении. Но И Такие Расправы Помогали Ненадолго. Приходили Гости, Покупались Карты И В Новые Карты Вселялись Опять Злые Соглядатые. Уже Передонов Начал Считать Себя Тайным Преступником. Он Вообразил, Что Еще Со Студенческих Лет Состоит Под Полицейским Надзором. Потому То Соображал Он За Ним И Следят. Это И Ужасало И Надмевало Его. Надмевать Диалектное Надымать Надмить Надувать Что-то Раздувать Ветром. В Переносном Смысле Наполнять Гордостью Спесью Делать Кичливым Воскомерным. Ветер Шевелил Обои. Они Шуршали Тихим Зловещим Шелестом. И Легкие Полутени Скользили По Их Пестрым Узорам. Соглядатый Прячется Там За Этими Обоями, Думал Передонов. Злые Люди, Думал Он Тоскуя. Недаром Они Наложили Обои На Стену Так Неровно, Так Плохо, Что За Них Мог Влезть И Спрятаться Злодей Изворотливый, Плоский И Терпеливый. Ведь Были И Раньше Такие Примеры. Смутные Воспоминания Шевельнулись В Его Голове. Сологуб Прикасается К Бессознательному, К Сублимации Впечатления, Становящегося Действительной Мотивировкой Мании. Литературные Ассоциации Вообще Становятся Основой Безумных Представлений И Действий Героя. Кто-то Прятался За Обоями, Кого-то Заколол Не То Кинжалом, Не То Шилом. Передонов Купил Шило. И Когда Он Вернулся Домой, Обои Шевельнулись Неровно И Тревожно. Соглядатый Чуял Опасность И Хотел Бы Может Быть Проползти Куда-нибудь Подальше. Обои Шевельнулись Неровно И Тревожно. Пародирующие Перефраз Эпизода Трагедии Шекспира Гамлет. Акт Третий Сцена Четвертая. Реальное Убийство Полония Притворяется В Несовершенное Убийство Несуществующего Соглядатая. Шпага Подменяется Фарсовым Шилом. Безумный Выкрик Гамлета Тут Крысы Угрюмым Объяснением Клопа Убил. Мрак Метнулся, Прыгнул На потолок И оттуда Угрожал И Кривлялся. Злоба Закипела В Передонове. Он Стремительно Ударил Шилом В обои. Содрогание Пробежало По стене. Передонов Торжествуя Завыл И принялся Плясать, Потрясая Шилом. Вошла Варвара. — Что Ты Пляшешь Один, Ордальон Борисович? Спросила Она, Ухмыляясь, Как всегда Тупо И Нахально. Клопа Убил! Угрюмо Объяснил Передонов. Глаза Его Сверкали Диким Торжеством. Одно Только Было Нехорошо. Скверно Пахло. Гнил И вонял За обоями Заколотый Соглядатый. Ужас И Торжество Сотрясали Передонова Убил Врага. Ожесточилось Сердце Его До Конца В этом Убийстве Несовершенное Убийство, Но Для Передонова Оно Было, Что Убийство Совершенное. Безумный Ужас В нем Выковал Готовность К преступлению, И Несознаваемое Темное Таящееся В низших Областях Душевной Жизни Представление Будущего Убийства, Томительный Зуд По Убийству, Состояние Первобытной Озлобленности Угнетало Его Порочную Волю. Обрастают Библейскими Ассоциациями Авель И Каин Сравните Также Мотив Заклания Агнца И В разрушение Вещей Вселился Древний Демон Дух До Временного Смешания Дряхлый Хаос Между Тем, Как Дикие Глаза Безумного Человека Отражали Ужас Подобный Ужасом Предсмертных Чудовищных Мук И Все Те Же И Те Же Иллюзии Повторялись И Мучили Его Варвара Тешись Над Передоновым Иногда Подкрадывалась К дверям Той Горницы Где Сидел Передонов И Оттуда Говорила Чужими Голосами Он Ужасался Подходил Тихонько Чтоб Поймать Врага И Находил Варвару С Кем Ты Тут Шушукалась Тоскливо Спрашивал Он Варвара Ухмылялась И Отвечала Да Тебе Ордальон Борисович Кажется Не Все Же Кажется Тоскливо Бормотал Передонов Есть Же Правда На Свете Да Ведь И Передонов Стремился К Истине По Общему Закону Всякой Сознательной Жизни И Это Стремление Томило Его Он И Сам Не Сознавал Что То Же Как И Все Люди Стремиться К Истине И Потому Смутно Он Не Мог Найти Для Себя Истины И Запутался И Погибал Уже И Знакомые Стали Дразнить Передонова Обманом С Обычную В нашем Городе Грубостью К Слабом Говорили Об этом Обмане При Нем При Половенская С Лукавую Усмешечкою Спрашивала Что Ж Это Вы Ордальон Борисович Все Еще На Ваше Инспекторское Место Не Едете Варвара За него Отвечала При Половенской Со Сдержанную Злобую Вот Получим Бумагу И Поедем На Передонова Эти Вопросы Нагоняли К С Не С Это Один При Замышлял Все Новые Планы Защиты От Врагов Украл Из Кухни Топор И Припрятал Его Под Кроватью Купил Шведский Нож И Всегда Носил Его С С С В Кармане Б замыкался. На ночь ставил капканы вокруг дома, да и в горницах, а потом осматривал их. Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в них не мог попасть. Они ущемляли, но не удерживали, и с ними можно было уйти. У Передонова не было ни технических познаний, ни сметливости. Видя каждое утро, что никто не попался, Передонов думал, что его враги испортили капканы. Это его опять страшило. Особенно внимательно Передонов следил за Володиным. Нередко он приходил к Володину, когда знал, что того нет дома, и шарил, не захвачены ли им какие-нибудь бумаги. Передонов начал догадываться, чего хочет княгиня, чтобы он опять полюбил ее. Ему отвратительно она, дряхлая. Ведь ей полтораста лет, — злобно думал он. — Да, старая, — думал он, — зато вот какая сильная. И отвращение сплеталось с прельщением. Чуть тепленькая, трубцем попахивает, — представлял себе Передонов и замирал от дикого сладострастия. Может быть, можно с нею сойтись? И она смилуется. Не написать ли ей письмо? И на этот раз Передонов, недолго думая, сочинил письмо к княгине. Он писал «Я люблю вас, потому что вы холодная и далекая. Варвара потеет. С нею жарко спать. Несет, как из печки. Я хочу иметь любовницу холодную и далекую. Приезжайте и соответствуйте». Написал, послал и раскаялся. Что-то из этого выйдет. Может быть, нельзя было писать, — думал он. Надо было ждать, когда княгиня сама приедет. Так случайно вышло это письмо, как и многое Передонов случайно делал. Как труп, движимый внешними силами, и как будто этим силам нет охоты долго возиться с ним. Поиграет одна, да и бросит другой. Скоро недотыкомка опять появилась. Она подолгу каталась вокруг Передонова, как на аркане, и все дразнило его. И уже она была беззвучная и смеялась только дрожью всего тела. Но она вспыхивала тускло-золотистыми искрами, злая, бесстыжая, грозила и горела нестерпимым торжеством. И кот грозил Передонову, сверкал глазами и мяукал дерзко и грозно. — Чему они радуются? — тоскливо подумал Передонов, и вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже здесь, близко, совсем близко. Может быть, в этой колоде карт. — Да, несомненно, она пиковая или червонная дама. Может быть, она прячется и в другой колоде, или за другими картами. А какая она, неизвестно. Беда в том, что Передонов никогда ее не видел. — Спросить у Варвары не стоит. Соврет. Наконец Передонов придумал сжечь всю колоду. Пусть все горят. Если они лезут ему назло в карты, так сами будут виноваты. Передонов улучил время, когда Варвары не было, и печка в зале топилась, и бросил карты целую игру в печку. С треском развернулись невиданные бледно-красные цветы и горели, обугливаясь по краям. Передонов смотрел в ужасе на эти пламенные цветы. Карты коробились, перегибались, двигались, словно хотели выскочить из печки. Передонов схватил кочергу и колотил по картам. Посыпались во все стороны мелкие яркие искры, и вдруг в ярком и злом смятении искр поднялась из огня княгиня, маленькая пепельно-серая женщина, вся осыпанная потухающими огоньками. Она пронзительно вопила, тонким голоском шипела и плевала на огонь. Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак обнял его, щекотал и смеялся воркочущими голосами. Глава двадцать шестая Саша был очарован Людмилою, но что-то мешало ему говорить о ней Скаковкиною, словно стыдился. И уже стал иногда бояться ее приходов. Сердце его замирало, и брови невольно хмурились, когда он увидит под окном ее быстро мелькавшую розово-желтую шляпу. А все-таки ждал ее с тревогой и с нетерпением, тосковал, если она долго не приходила. Противоречивые чувства смешались в его душе. Чувства темные, неясные, порочные, потому что ранние, и сладкие, потому что порочные. Людмила не была ни вчера, ни сегодня. Саша истомился ожиданием и уже перестал ждать, и вдруг она пришла. Он засиял, бросился целовать ее руки. Ну, провалились, — выговаривал он ей ворчливо. Двое суток вас не видать. Она смеялась и радовалась, и сладкий, томный и пряный запах японской функии разливался от нее, словно струился от ее темно-русых кудрей. Функия — род растений семейства лилейных. В данном виде встречается в Азии, Дальний Восток, Китай, Япония. Используется в парфюмерии. Людмила и Саша пошли гулять за город. Звали Коковкину, не пошла. — Где уж мне, старухи, гулять, — сказала она. — Только вам ноги путать буду. Да гуляйте одни. — А мы шалить будем, — смеялась Людмила. Теплый воздух, грустный и неподвижный, ласкал и напоминал о невозвратном. Солнце, как больное, тускло горело и багровело на бледном усталом небе. Сухие листья на темной земле, покорные, лежали мертвые. Людмила и Саша спустились во враг. Там было прохладно, свежо, почти сыро. Изнеженная осенняя усталость царила между его оттененными склонами. Людмила шла впереди. Она приподняла юбку. Открылись маленькие башмачки и чулки тельного цвета. Саша смотрел вниз, чтобы ему не запнуться за корни, и увидел чулки. Ему показалось, что башмаки надеты без чулок. Стыдливое и страстное чувство поднялось в нем. Он зарделся. Голова закружилась. Упасть бы, словно невзначай, к ее ногам, мечтал он, стащить бы ее башмак, поцеловать бы нежную ногу. Людмила словно почуяла на себе Сашин жаркий взор, его нетерпеливое желание. Она, смеясь, повернулась к Саше, спросила. — На мои чулки смотришь? — Нет, я так, — смущенно бормотал Саш. — Ах, у меня такие чулки! Хохочая, не слушая его, говорила Людмила. — Ужасно какие! Можно подумать, что я на босые ноги башмаки надела. Совсем тельного цвета. Не правда ли ужасно смешные чулки? Она повернулась к Саше лицом и приподняла край платья. — Смешные? — спросила она. — Нет, красивые, — сказал Саша, красный от смущения. Людмила с притворным удивлением приподняла брови и воскликнула. — Скажите, пожалуйста, туда же красоту разбирать. Людмила засмеялась и пошла дальше. Саша, сгорая от смущения, неловко брел за нею и поминутно спотыкался. Перебрались через овраг. Сели на сломанный ветром березовый ствол. Людмила сказала. — А песку-то сколько набилось в башмаки? — Идти не могу. Она сняла башмаки, вытряхнула песок, лукаво глянула на Сашу. — Красивая ножка? — спросила она. Саша покраснел еще пуще и уже не знал, что сказать. Людмила стащила чулки. — Беленькие ножки? — спросила она опять, странно и лукаво улыбаясь. — На колени. — Целуй! — строго сказала она, и победительная жесткость легла на ее лицо. Саша проворно опустился на колени и поцеловал Людмиле на ноги. А без чулок приятнее, сказала Людмила, спрятала чулки в карман и всунула ноги в башмаки. И лицо ее стало опять спокойно и весело, словно Саша и не склонялся сейчас перед нею, ноги и лобзая у нее стопы. — Саша спросил. — Милая, а ты не простудишься? — Нежно и трепетно звучал его голос. Людмила засмеялась. — Вот еще. Я привыкла, я не такая неженка. Однажды Людмила пришла под вечер к Коковкиной и позвала Сашу. — Пойдем ко мне новую полочку вешать. Саша любил вбивать гвозди и как-то обещал Людмиле помочь ей в устройстве ее обстановки. И теперь согласился, радуясь, что есть невинный предлог идти с Людмилою и к Людмиле. И невинный кисленький запах экстра-амогуэт, веявший от зеленоватого Людмилина платья, нежно успокаивал его. Для работы Людмила переоделась за ширмою и вышла к Саше в короткой нарядной юбочке с открытыми руками, надушенная сладкую, томную, пряную, японскую функией. — Ишь ты, какая нарядная! — сказал Саш. — Ну да, нарядная. Видишь, — сказала Людмила, усмехаясь, — босые ноги. Выговорила она эти слова со стыдливо-задорную растяжечкою. Саша пожал плечами и сказал. — Уж ты всегда нарядная. — Ну что ж, начнемте вбивать? — Гвоздики-то у вас есть? — спросил он озабоченно. — Погоди немножечко, — ответила Людмила, — посиди со мною хоть чуть, а то словно только по делу и ходишь, а уж со мною и поговорить скучно. Саша покраснел и сказал нежно. — Милая Людмилочка, — да я с вами сколько хотите сидел бы, пока бы не прогнали, а только уроки учить надо. Людмила легонько вздохнула и медленно промолвила. — Ты все хорошаешь, Саша. Саша зарделся, засмеялся, высовывая трубочку и кончик языка. — Придумайте тоже, — сказал он. — Не, что я барышня, чего мне хорошать? — Лицо прекрасное, а то-то тело. — Покажь хоть до пояса. Ласкаясь к Саше, просила Людмила и обняла его за плечо. — Ну вот еще выдумали. Стыдливо и досадливо сказал Саша. — А что ж такое? — беспечным голосом спросила Людмила. — Что у тебя за тайны? — Еще войдет кто? — сказал Саша. — Кому входить? — так же легко и беззаботно сказала Людмила. — Да мы дверь запрем. — Вот никому и не попасть. Людмила проворно подошла к двери и заперла ее на задвижку. Саша догадался, что Людмила не шутит. Он сказал весь ордея так, что капельки пота выступили на лбу. — Ну не надо, Людмилочка. — Глупый, отчего не надо? — убеждающим голосом спросила Людмила. Она притянула к себе Сашу и принялась расстегивать его блузу. Саша отбивался, цепляясь за ее руки. Лицо его сделалось испуганным, и подобный испугу стыд охватил его, и от этого он словно вдруг ослабел. Людмила сдвинула брови и решительно раздевала его. Сняла пояс, кое-как стащила блузу. Саша отбивался все отчаяние. Они возились, кружились по горнице, натыкались на столы и стулья. Пряное благоухание веяло от Людмилы, опьяняло Сашу и обессиливало его. Быстрым толчком в грудь Людмила повалила Сашу на диван. От рубашки, которую она рванула, отскочила пуговица. Людмила быстро оголила Сашу на плечо и принялась выдергивать руку из рукава. Отбиваясь, Саша невзначай ударил Людмилу ладонью по щеке. Не хотел, конечно, ударить, но удар упал на Людмилину щеку с размаху сильной до звонки. Людмила дрогнула, пошатнулась, зарделась кровавым румянцем, но не выпустила Сашу из рук. «Злой мальчишка! Драться!» — задыхающимся голосом крикнула она. Саша смутился жестоко, опустил руки и виновато глядел на оттиснувшиеся по левой Людмилиной щеке беловатые полоски, следы от его пальцев. Людмила воспользовалась его замешательством. Она быстро спустила у него рубашку с обоих плеч на локти. Саша опомнился, рванулся от нее, но вышло еще хуже. Людмила проворно сдернула рукава с его рук, рубашка опустилась к поясу. Саша почувствовал холод и новый приступ стыда, ясного и беспощадного, кружащего голову. Теперь Саша был открыт до пояса. Людмила крепко держала его за руку и, дрожащую рукою, похлопывала по его голой спине, заглядывала в его потупленные, странно мерцающие под синевато-черными ресницами глаза. И вдруг эти ресницы дрогнули, лицо перекосилось жалкую детскую гримасую, и он заплакал внезапно, навзрыд. — Озорниться! — рыдающим голосом крикнул он. — Пустите! — А занюнил, младенец! — сердито и смущенно сказала Людмила и оттолкнула его. Саша отвернулся, вытирая ладонями слезы. Ему стало стыдно, что он плакал. Он старался удержаться. Людмила жадно глядела на его обнаженную спину. — Сколько прелести в мире! — думала она. — Люди закрывают от себя столько красоты! Зачем? Саша, стыдливо ежесть голыми плечми, попытался надеть рубашку, но она только комкалась, трещала под его дрожащими руками, и никак было не всунуть руки в рукава. Саша схватила за блузу, пусть уж рубашка так пока останется. — Ах, за вашу собственность испугались! — Не украду! — сказала Людмила злым, звенящим от слез голосом. Она порывисто бросила ему пояс и отвернулась к окну. Закутанный в серую блузу, очень он ей нужен, скверный мальчишка, сжиманник противный. Саша быстро надел блузу, кое-как оправил рубашку и посмотрел на Людмилу опасливо, нерешительно и стыдливо. Он увидел, что она вытирает щеки рукавами, робко подошел к ней и заглянул ей в лицо, и слезы, которые текли по ее щекам, вдруг отравили его нежную к ней жалостью, и ему уже не было ни стыдно, ни досадно. — Ну что же вы плачете, милая Людмилочка? — тихонько спросил он, и вдруг зарделся, вспомнил свой удар. — Я вас ударил. Простите, ведь я же ненарочно, — робко сказал он. — Растаешь, что ли, глупый мальчишка, коли с голыми плечми посидишь? — сказала Людмила жалующимся голосом. — Загоришь, боишься? Красота и невинность с тебя слиняют. — Да зачем тебе это, Людмилочка? — со стыдливую ужимкою спросил Саш. — Зачем? — страстно заговорила Людмила. — Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды. — Голое тело. Говорят, есть душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю. Сильная, ловкая, голая, которая может наслаждаться. Согласно сказке Андерсона «Русалочка», а он — любимый писатель и Саши, и Людмилы, русалки, в отличие от людей, не имеют бессмертной души и после смерти превращаются обычно в морскую пену. — Да и страдать ведь может, — тихо сказал Саша. — И страдать. И это хорошо, — страстно шептала Людмила. — Сладко. И когда больно, только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную. — Да ведь стыдно же без одежды, — робко сказал Саша. Людмила порывисто бросилась перед ним на колени. Задыхаясь, целуя его руки, шептала «Милый кумир мой, отрок богоравный, на одну минуту, только дай мне на одну минуту полюбоваться твоими плечиками». Саша вздохнул, опустил глаза, покраснел и неловко снял блузу. Людмила горячими руками схватила его, осыпала поцелуями его вздрагивавшие от стыда плеч. — Вот какой я послушливый, — сказал Саша, насильно улыбаясь, чтобы шуткую прогнать смущение. Людмила торопливо целовала Саши на руки от плеч до пальцев. И Саша не отнимал их, взволнованный, погруженный в страстные и жестокие мечты. Обожанием были согреты Людмилины поцелуи, и уже словно не мальчика, словно отрока бога, лобзали ее горячие губы в трепетном и таинственном служении расцветающей плоти. А Дарья и Валерия стояли за дверью и, поочередно, толкаясь от нетерпения, смотрели в замочную скважину и замирали от страстного и жгучего волнения. — Пора же и одеваться, — сказал, наконец, Саша. Людмила вздохнула и с тем же благоговейным выражением в глазах надела на него рубашку и блузу, прислуживая ему почтительно и осторожно. — Так ты язычница? — с недоумением спросил Саш. Людмила весело засмеялась. — А ты? — Ну, вот еще, — ответил Саша уверенно. — Я весь катехизис твердо знаю. Людмила хохотала. — Саша, глядя на нее, улыбнулся и спросил. — Коли ты язычница, зачем же ты в церковь ходишь? Людмила перестала смеяться, призадумалась. — Ну что ж, — сказала она, — надо же молиться. Помолиться, поплакать, свечку поставить, подать помянуть. И я люблю все это, свечки, лампадки, ладан, ризы, пени, если певчие хорошие, образа, у них оклады, ленты. Да, все это такое прекрасное. И еще люблю его, знаешь, распятого. Людмила проговорила последние слова совсем тихо. Почти шепотом покраснела, как виноватая, и опустила глаза. Знаешь, приснится иногда он на кресте, и на теле кровавые капельки. С тех пор Людмила, не раз, уведя Сашу в свой покой, принималась расстегивать его курточку. Сперва он стыдился до слез, но скоро привык, и уже смотрел ясно и спокойно, как Людмила опускала его рубашку, обнажала его плечи, ласкала и хлопала по спине. И уже, наконец, сам принимался раздеваться. И Людмиле приятно было держать его полуголова у себя на коленях, обнявши, целуя. Саша был один дома. Людмила вспомнилась ему, и его голые плечи под ее жаркими взорами. «И чего она хочет?» — подумал он. И вдруг Багрян покраснел, и больно-больно забилось сердце. Буйная веселость охватила его. Он несколько раз перекувыркнулся, повалился на пол, прыгал на мебель. Тысячи безумных движений бросали его из одного угла в другой, и веселый ясный хохот его разносился по дому. Коковкина вернулась в это время домой, заслышала необычайный шум и пошла в Сашину горницу. В недоумении она стала на пороге, качала головою. — Что это ты беснуешься, Сашенька? — сказала она. — Диви бы с товарищами, а то один бесишься. Постыдись, батюшка, не маленький. Диви бы с товарищами, диви бы, диалектная, ну пусть бы, ну уж если бы. Саша стоял, и от смущения у него словно отнимались руки тяжелые и неловкие, а все его тело еще дрожало от возбуждения. Однажды Коковкина застала Людмилу у себя. Она кормила Сашу конфетами. — Боловница вы, — ласково сказала Коковкина, — сладенькое-то он у меня любит. — Да, а вот он меня озорницей зовет, — пожаловалась Людмила. — Ай, Сашенька, разве можно? — с ласковым укором сказала Коковкина. — Да за что же это ты? — Да она меня торможит, — запинаюсь, — сказал Саша. Он сердито глядел на Людмилу и багряно краснел. Людмила хохотала. — Сплетница! — шепнул ей Саш. — Как же можно, Сашенька, грубить? — выговаривала Коковкина. — Нельзя грубить. Саш поглядел на Людмилу, усмехающись, и тихо промолвил. — Ну, больше не буду. Теперь уже каждый раз, как Саша приходил, Людмила запиралась с ним и принималась его раздевать да наряжать в разные наряды. Смехом и шутками наряжался сладкий их стыд. Иногда Людмила затягивала Сашу в корсет и одевала в свое платье. При декольтированном корсаже голые Сашины руки полные и нежно округленные, и его круглые плечи казались очень красивыми. У него кожа была желтоватого, но, что редко бывает, ровного, нежного цвета. Юбка, башмаки и чулки Людмилины — все Саше оказалось в пору. И все шло к нему. Надев на себя весь дамский наряд, Саша послушно сидел и обмахивался веером. В этом наряде он и в самом деле был похож на девочку и старался вести себя как девочка. Одно только было неудобство — стриженные Сашины волосы. Надевать парик или привязанную косу на Сашину голову Людмила не хотела. Людмила учила Сашу делать реверансы. Неловко и застенчиво приседал он вначале, но в нем была грация, хотя и смешанная с мальчишескую угловатостью. Краснея и смеясь, он прилежно учился делать реверансы и кокетничал напропалую. Иногда Людмила брала его руки, обнаженные и стройные, и целовала их. Саша не сопротивлялся и, смеясь, смотрел на Людмилу. Иногда он сам подставлял руки к ее губам и говорил «целуй». Но лучше нравились ему и ей иные наряды, которые шила сама Людмила. Одежда рыбака с голыми ногами, хитона финского голоногого мальчика. Наряжает его Людмила и любуется, а сама побледнеет, печальная стоит. Саша сидел на Людмилиной постели, перебирал складки хитона и болтал голыми ногами. Людмила стояла перед ним и смотрела на него с выражением счастья и недоумения. — Какая ты глупая! — сказал Саша. — В моей глупости так много счастья! — лепетала бледная Людмила, плача и целуя Сашины руки. — Отчего же ты заплакала? — улыбаясь беспечно, спросил Саша. — Мое сердце ужалено радостью. Грудь мою пронзили семь мечей счастья. Как мне не плакать! Этот образ восходит к изображению Богоматери в католических храмах, сердце которой пронзено семью мечами в знак ее страданий, как любящей матери. — Дурочка ты права, дурочка! — смеясь сказал Саша. — А ты умный! — с внезапной досадой ответила Людмила, вытерла слезы и вздохнула. — Пойми глупый! — заговорила она тихим, убеждающим голосом. — Только в безумии, счастье и мудрость! — Ну да! — недоверчиво сказал Саша. — Надо забыть! — Забыться! — И тогда все поймешь! — шептала Людмила. — По-твоему, как мудрые люди думают! — А то как же! — Они так знают! Им сразу дано, только взглянет, и уже все ему открыто! Осеннее тихо длился вечер. Чуть слышный из-за окна доносился изредка шелест, когда ветер на лету качал ветки у деревьев. Саша и Людмила были одни. Людмила нарядила его голоногим рыбаком, синей одеждой с тонкого полотна, уложила на низком ложе и села на пол у его голых ног, босая в одной рубашке. И одежду, и Сашина тело облила она духами, густой, травянистый и ломкий у них был запах, как неподвижный дух, замкнутый в горах странно цветущей долины. На Людмилиной шее блестели яркие крупные бусы, золотые узорные браслеты звенели на руках. Ирисом пахло ее тело. Запах душный, плотский, раздражающий, навевающий дремоту и лень, насыщенный испарениями медленных вод. Она оттомилась и вздыхала, и глядела на его смуглое лицо, на его истиня черные ресницы и полуночные глаза. Она положила голову на его голые колени, и ее светлые кудри ласкали его смуглую кожу. Она целовала Сашина тело, и от аромата, странного и сильного, смешанного с запахом молодой кожи, кружилась ее голова. Саша лежал и улыбался тихую, неверную улыбкою. Неясное в нем зарождалось желание, и сладко томило его. И когда Людмила целовала его колени и стопы, нежные поцелуи возбуждали томные полусонные мечтания. Хотелось что-то сделать ей, милое или больное, нежное или стыдное, но что, целовать ее ноги? Или бить ее долго, сильно, длинными, гибкими ветвями, чтобы она смеялась от радости или кричала от боли? И то, и другое может быть желанной ей, но мало. Что же ей надо? Вот они полуобнаженные оба, и с их освобожденную плотью связано желание и хранительный стыд. Но в чем же это таинство плоти? И как принести свою кровь и свое тело в сладостную жертву ее желанию, своему стыду? А Людмила томилась и металась у его ног, бледнея от невозможных желаний, то пылая, то холодея. Она страстно шептала, — Я ли не красавица? У меня ли глаза нежбучие? У меня ли не пышные волосы? Ласкай же меня! Приласкай же меня! Сорви с меня запястья, отстегни мое ожерелье! Саше стало страшно, и невозможные желания мучительно томили его. Глава двадцать седьмая Передонов проснулся под утро. Кто-то смотрел на него громадными, мутными, четырехугольными глазами. Уж не пыльников ли это? Передонов подошел к окну и облил зловещий призрак. На всем были чары и кудеса. Визжала дикая недотыкомка. Злобно и коварно смотрели на Передонова и люди из коты. Все было ему враждебно. Он был один против всех. В гимназии на уроках Передонов злословил своих сослуживцев, директора, родителей учеников. Гимназисты слушали с недоумением. Иные, хамоватые по природе, находились, что, подлаживаясь к Передонову, выражали ему свое сочувствие. Другие же сурово молчали, или, когда Передонов задевал их родителей, горячо вступались. На таких Передонов смотрел угрюмо и боязливо, и отходил от них бормоча что-то. На иных уроках Передонов потешал гимназистов нелепыми толкованиями. Читали раз пушкинские строки. Встает заря в омгле холодный, на нивах шум работу молк, своей волчихою голодный выходит на дорогу волк. Отрывок из Евгения Онегина, Пушкина, глава 4, стих 51. — Постойте, — сказал Передонов, — это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчихою голодный. Волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу. Пыльников был веселый, он улыбался и смотрел на Передонова обманчиво чистыми, черными, бездонными глазами. Саша на лицо мучила и соблазняла Передонова. Чаровал его проклятый мальчишка своею коварною улыбкою. Да и мальчишка ли? Или, может быть, их два, брат и сестра? И не разобрать, где кто? Или даже, может быть, он умеет переворачиваться из мальчишки в девчонку? Недаром он всегда такой чистенький, переворачиваясь, в разных волшебных водицах всполаскивается, иначе ведь нельзя, не обернешься. И духами всегда от него пахнет. — Чем это вы надушились, пыльников? — спросил Передонов. — Пачкулями, что ли? Мальчики засмеялись. Саша обидчиво покраснел и промолчал. — Чистого желания нравится, быть непротивным Передонов не понимал. Всякое такое проявление, хотя бы со стороны мальчика, он считал охотую на себя. Кто принарядился, тот, значит, и замышляет прельстить Передонова. Иначе зачем рядиться? Нарядность и чистота были для Передонова противны. Духи казались ему зловонны. Всяким духам предпочитал он запах унавоженного поля, полезный, по его мнению, для здоровья. Наряжаться, чиститься, мыться — на все это нужно время и труд. А мысль о труде наводила на Передонова тоску и страх. Хорошо бы ничего не делать. Есть, пить, спать. Да и только. Что это вы надушились? Пачкулями, что ли? Пачкуля, искаженная пачули. Разновидность сильно пахнущих духов. Товарищи дразнили Сашу, что он надушился пачкулями и что Людмилочка в него влюблена. Он вспыхивал и горячо возражал. Ничего, мол, не влюблена. Все это, мол, выдумки Передонова. Он где сватался к Людмилочке, а Людмилочка ему нос натянула. Вот он на нее и сердится, и распускает про нее нехорошие слухи. Товарищи ему верили. Передонов известно, но дразнить не переставали. Дразнить так приятно. Передонов упрямо говорил всем о развращенности Пыльникова. «С Людмилкой спутался», — говорил он. «Так усердно целуются, что она одного приготовишку родила, теперь другого носит». Про любовь Людмилы к гимназисту заговорили в городе весьма преувеличенно, с глупыми непристойными подробностями. Но мало кто верил. Передонов пересолил. Однако любители подразнить, их же в нашем городе достаточно много, спрашивали у Людмилы. «Что это вы в мальчишку втюрились?» «Для взрослых кавалеров это обидно», — Людмила смеялась и говорила глупости. Горожане посматривали на Сашу с поганым любопытством. Вдова генерала Полуянова, богатая дама из Купчих, справлялась о его возрасте и нашла, что он еще слишком мал, но что года через два можно будет его позвать и заняться его развитием. Саша уже начал и упрекать иногда Людмилу, что его за нее дразнят, даже иногда случалось и поколачивал, на что Людмила только звонко хохотала. Однако, чтобы положить конец глупым сплетням и выгородить Людмилу из неприятной истории, все Рутиловы и многочисленные их друзья, родственники и свойственники усердно действовали против Передонова и доказывали, что все эти рассказы — фантазия безумного человека. В то же время полетели доносы на Передонова к попечителю учебного округа. Из округа прислали запрос директору. Хрипач сослался на свои прежние донесения и прибавил, что дальнейшее пребывание Передонова в гимназии становится положительно опасным, так как его душевная болезнь заметно прогрессирует. Уже Передонов был весь во власти диких представлений. Призраки заслонили от него мир. Глаза его, безумные, тупые, блуждали, не останавливаясь на предметах, словно ему всегда хотелось заглянуть дальше их, по ту сторону предметного мира, и он искал каких-то просветов. Оставаясь один, он разговаривал сам с собою, выкрикивал кому-то бессмысленные угрозы. — Убью! Зарежу! Законопачу! А Варвара слушала и ухмылялась. — Побесились, — думала она злорадно. Ей казалось, что это только злость. Догадывается, что его обманули и злится. С ума не сойдет. Сходить дураку не с чего. А если и сойдет, ну что ж, безумие веселит глупых. — Знаете, Ардальон Борисович, — сказал однажды хрипач, — вы имеете очень нездоровый вид. — У меня голова болит, — угрюмо сказал Передонов. — Знаете ли, почтеннейший... — осторожным голосом продолжал директор. — Я бы вам советовал не ходить пока в гимназию. — Полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, которые у вас, по-видимому, довольно-таки расстроены. — Не ходить в гимназию? — Конечно, — думал Передонов, — это самое лучшее. — Как раньше, — я не догадался, — сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет. — Да-да, я не буду ходить, я болен, — радостно говорил он хрипачу. — Директор тем временем еще раз писал в округ и со дня на день ждал назначения врачей для освидетельствования. Но чиновники не торопились. На то они и чиновники. Передонов не ходил в гимназию и тоже чего-то ждал. В последние дни он все льнул к Володину. Страшно было выпустить его с глаз, не навредил бы. Уже с утра, как только проснется, Передонов с тоскою вспоминал Володина. Где-то он теперь, что-то он делает. Иногда Володин мерещился ему. Облака плыли по небу, как стадо баранов, И между ними бегал Володин с котелком на голове с блеющим смехом, В дыме, вылетающем из труб, Иногда быстро проносился он же, уродливо кривляясь и прыгая в воздухе. Володин думал и всем с гордостью рассказывал, Что Передонов его очень полюбил. Просто жить без него не может. — Варвара его надула, — говорил Володин. — А он видит, что один я ему верный друг. Он ко мне и вяжется. Выйдет Передонов из дому проведать Володина, А уж тот идет ему навстречу, в котелке, С тросточкою весело подпрыгивает, Радостно заливается блеющим смехом. — Чего-то все в котелке? — спросил его однажды Передонов. — Отчего же мне, Ордальон Борисович, не носить котелка? — Весело и рассудительно ответил Володин. — Скромно и прилично. Фуражечку с кокардою мне не полагается. А цилиндр носить? Так это пусть, аристократы упражняются. Нам это не подходит. — Ты в котелке сваришься, — угрюмо сказал Передонов. Володин захихикал. — Пошли к Передонову. — Шагать-то сколько надо, — сердито сказал Передонов. — Это полезно, — Ордальон Борисович. — Промоционится, — убеждал Володин. — Поработаешь, погуляешь, покушаешь, здоров будешь. — Ну да, — возражал Передонов. — Ты думаешь, через двести или через триста лет люди будут работать? А то как же? Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а денежки заработать надо. — Я и не хочу хлеба. — И булочки, и пирожков не будет, — хихикая говорил Володин. — И водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не из чего. — Нет, люди сами работать не будут, — сказал Передонов. — На все машины будут, — повертел ручкой, как арестон, и готово. — Да и вертеть долго скучно. Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво. — Да, это очень хорошо будет. — Только нас тогда уже не будет. Передонов посмотрел на него злобно и проворчал. — Это тебя не будет, а я доживу. — Дай вам Бог, — весело сказал Володин, — двести лет прожить до триста, на карачках проползать. — Уже Передонов и не зачурался. Будь что будет, он всех одолеет. Надо только смотреть в оба и не поддаваться. Дома, сидя в столовой и выпивая с Володином, Передонов рассказывал ему про княгиню. Княгиня в представлении Передонова что ни день дряхлела и становилась ужаснее. Желтая, морщинистая, согбенная, клыкастая, злая, неотступно мерещилась она Передонову. — Ей двести лет, — говорил Передонов и странно и тоскливо глядел перед собой. — И она хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и места не хочет дать. — Скажите, чего захотела? — покачивая головою, говорил Володин. — Старбень это-ка я. Передонов бредил убийством. Он говорил Володину, свирепо-хмуря-брови, — там у меня за обоями уже один запрятан. Вот уже другого подползо-колочу. Но Володин не пугался и хихикал. — Вонь! Слышишь из-за обоев? — спросил Передонов. — Нет, не слышу. Хихикая и ломаясь, говорил Володин. — Нос у тебя заложило, — сказал Передонов. — Недаром у тебя нос покраснел. — Гниет там за обоями. — Клоп! — крикнула Варвара и захохотала. Передонов смотрел тупо и важно. Передонов, все более погружаясь в свое помешательство, уже стал писать доносы на карточные фигуры, на недотыкомку, на барана, что он баран-самозванец, выдал себя за Володина, метит на высокую должность поступить, а сам просто баран. На лесо истребителей, всю березу вырубили, париться нечем, и воспитывать детей трудно, а осину оставили, а на что нужна осина? Встречаясь на улице с гимназистами, Передонов ужасал младших и смешил старших бесстыдными и нелепыми словами. Старшие ходили за ним толпою, разбегаясь, когда завидит кого-нибудь из учителей, младшие сами бежали от него. Во всем чары да кудеса мерещились Передонову. Галлюцинации его ужасали, исторгая из его груди безумный вой и визги. Недотыкомка являлась ему то кровавую, то пламенную. Она стонала и ревела, и, рев ее, ломил голову Передонову нестерпимую болью. Кот вырастал до страшных размеров, стучал сапогами и прикидывался рыжим рослому сачем. Глава двадцать восьмая Саша ушел после обеда и не вернулся к назначенному времени, к семи часам. Коковкина обеспокоилась. Не дай бог, попадет с кому из учителей на улице в непоказанное время. Накажут, да и ей неловко. У нее всегда жили мальчики скромные, по ночам не шатались. Коковкина пошла искать Сашу. Известно куда же, как не Крутиловым. Как на грех Людмила сегодня забыла дверь замкнуть. Коковкина вошла, и что же увидела? Саша стоит перед зеркалом в женском платье и обмахивается веером. Людмила хохочет и расправляет ленты у его ярко-цветного пояса. — Ах, Господи, твоя воля! — в ужасе воскликнула Коковкина. Что же это такое? Я беспокоюсь, ищу. А он тут комедию ломает? Срам какой, в юбку вырядился! Да и вам-то, Людмила Платонна, как не стыдно! Людмила в первую минуту смутилась от неожиданности, но быстро нашлась. С веселым смехом, обняв и усаживая в кресло Коковкину, рассказала она ей тут же сочиненную небылицу. — Мы хотим домашний спектакль поставить. Я мальчишкой буду, а он девицей, и это будет ужасно забавно. Саша стоял весь красный, испуганный, со слезами на глазах. — Вот еще глупости! — сердито говорила Коковкина. Ему надо уроки учить, а не спектакли разыгрывать. Что вы думали? Изволь одеться, а сейчас же, Александр, и марш со мною домой! Людмила смеялась звонко и весело. Целовала Коковкину. И старуха думала, что веселая девица ребячлива, как дитя. А Саша по глупости все ее затеи рад исполнить. Веселый Людмилен смех казал этот случай простую детскую шалостью, за которую только пожурить хорошенько. И она ворчала, делая сердитое лицо, но уже сердце у нее было спокойно. Саша проворно переоделся за ширмой, где стояла Людмилина кровать. Коковкина увела его и всю дорогу бронила. Саша, престиженный и испуганный, уже не оправдывался. «Что-то еще дома будет», — боязливо думал он. А дома Коковкина в первый раз поступила с ним строго. Велела ему встать на колени. Но едва постоял Саша несколько минут, как уже она, разжалобленная его виноватым лицом и безмолвными слезами, отпустила его, сказала ворчливо. «Щеголь этакий! За версту духами пахнет!» Сашка ловко шаркнул, поцеловал ей руку, и вежливость наказанного мальчика еще больше тронула ее. А меж тем над Сашою собиралась гроза. Варвара и Грушина сочинили и послали хрипачу безымянное письмо о том, что гимназист Пыльников, увлечен девицею Рутиловую, проводит у нее целые вечера и предается разврату. Хрипач припомнил один недавний разговор. На днях на вечере у предводителя дворянства кто-то бросил никем не поднятый намек на девицу, влюбившуюся в подростка. Разговор тотчас же перешел на другие предметы. При хрипаче все по безмолвному согласию, привыкших к хорошему обществу людей, сочли это весьма неловкую тему для беседы и сделали вид, что разговор неудобен при дамах и что самый предмет ничтожен и маловероятен. Хрипач все это, конечно, заметил, но он не был столь простодушен, чтобы кого-нибудь спрашивать. Он был вполне уверен, что все узнает скоро, что все известия доходят сами, тем или другим путем, но всегда достаточно своевременно. Вот это письмо и была жданная весть. Хрипач ни на минуту не поверил в развращенность Пыльникова и в то, что его знакомство с Людмилою имеет непристойные стороны. Это, — думал он, — идет все от той же глупой выдумки Передонова и питается завистливую злобой у Грушины. Но это письмо, — думал он, — показывает, что ходят нежелательные слухи, которые могут бросить тень на достоинство вверенной ему гимназии, и потому надобно принять меры. Прежде всего Хрипач пригласил Коковкина, чтобы переговорить с нею о тех обстоятельствах, которые могли способствовать возникновению нежелательных толков. Коковкина уже знала, в чем дело. Ей сообщили даже еще проще, чем директору. Грушина выждала ее на улице, завязала разговор и рассказала, что Людмила уже в конец развратила Сашу. Коковкина была поражена. Дома она осыпала Сашу упреками. Ей было тем более досадно, что все происходило почти на ее глазах, и Саша ходил Крутиловым с ее ведома. Саша притворился, что ничего не понимает, и спросил, «Да что же я худого сделал?» Коковкина замялась. «Ну как что худого?» «А сам ты не знаешь». «А давно ли я тебя застала в юбке?» «Забыл!» «Срамник этакий». «Застали?» «Ну что ж тут особенно худого? Так ведь и наказали за то. И что ж такое? Точно я краденую юбку надел». «Скажите, пожалуйста, как рассуждают», — говорила растерянно Коковкина. «Наказала я тебя, да?» «Видно, мало наказала». «Ну еще накажите». Староптиво, с видом несправедливо обиженного, сказал Саш. «Сами тогда простили, а теперь мало. А я ведь вас тогда не просил прощать. Стоял бы на коленях хоть весь вечер, а то уж тоже все попрекать». «Да уж и в городе, батюшка, про тебя с твоей Людмилочкой говорят», — сказала Коковкина. «А что говорят-то?» Невинно любопытствующим голосом спросил Саш. Коковкина опять замялась. «Что говорят?» «Известно, что». «Сам знаешь, что про вас сказать можно. Хорошего-то мало скажут. Шалишь ты много со своей Людмилочкой, вот что говорят». «Ну, я не буду шалить», — обещал Саша так спокойно, как будто разговор шел об игре в пятнашке. Он делал невинное лицо, а на душе у него было тяжело. Он выспрашивал Коковкину, что же говорят, и боялся услышать какие-нибудь грубые слова. «Что могут говорить о них?» Людмилочкина горница окнами в сад. С улицы ее не видно. Да и Людмилочка опускает занавески. А если кто подсмотрел, то как об этом могут говорить? Может быть, досадные, оскорбительные слова? Или так говорят только о том, что он часто ходит? И вот на другой день Коковкина получила приглашение к директору. Оно совсем растревожило старух. Она уже и не говорила ничего, Саш. Собралась тихонько и к назначенному часу отправилась. Хрипач, любезный и мягко сообщил ей о полученном им письме. Она заплакала. От директора Коковкина пришла с новыми упреками Саш. — Тетя напишу, — сказала она, плачь. — Я ни в чем не виноват. Пусть тетя приедет, я не боюсь. Говорил Саша и тоже плакал. На другой день хрипач пригласил к себе Сашу и спросил его сухо и строго. Я желаю знать, какие вы завели знакомства в городе. Саша смотрел на директора лживо-невинными и спокойными глазами. — Какие же знакомства? — сказал он. — Ольга Васильевна знает. — Я только к товарищам хожу. — Да к Рутиловым. — Да, вот именно, — продолжал свой допрос хрипач. — Что вы делаете у Рутиловых? — Ничего особенного, так? — с тем же невинным видом ответил Саша. — Главным образом мы читаем. Барышня Рутилова стихи очень любит. — Я всегда к семи часам бываю дома. — Может быть, и не всегда? — спросил хрипач, устремляя на Сашу взор, который постарался сделать проницательным. — Да, один раз опоздал. Со спокойной откровенностью невинного мальчика сказал Саша. — Да и то мне досталось от Ольги Васильевны. И потом я не опаздывал. — Да. — Хрипач помолчал. Спокойные Сашины ответы ставили его в тупик. — Во всяком случае, надо сделать наставление, выговор. — Но как и за что? — Чтобы не внушить мальчику дурных мыслей, которых у него раньше, — верил хрипач, — не было. И чтобы не обидеть мальчика, и чтобы сделать все к устранению тех неприятностей, которые могут случиться в будущем из-за этого знакомства. Хрипач подумал, что дело педагога трудное и ответственное дело, особенно если имеешь честь начальства над учебным заведением. Это банальное определение окрылило застывшие было мысли у хрипача. Он принялся говорить скоро, отчетливо и незанимательно. — Саша слушал из пятого в десятое. — Первая обязанность ваша как ученика — учиться. — Нельзя увлекаться обществом, хотя бы и весьма приятным и вполне безукоризненным. Во всяком случае, следует сказать, что общество мальчиков вашего возраста для вас гораздо полезнее. Надо дорожить репутацией и своею, и учебного заведения. — Наконец, скажу вам прямо, я имею основание предполагать, что ваши отношения к барышням имеют характер вольности, недопустимый в вашем возрасте и совсем не согласны с общепринятыми правилами приличия. Саша заплакал. — Ему стало жаль, что о милой Людмилочке могут думать и говорить как об особе, с которой можно вести себя вольно и неприлично. — Честное слово, ничего худого не было, — уверял он. — Мы только читали, гуляли, играли, ну, бегали. Больше никаких вольностей. — Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, а все же сухим. — Послушайте, Пыльников, что бы ему назвать тогда мальчика Сашию? Неформенно, и нет еще на то министерского циркуляра. — Я вам верю. Верю, что ничего худого не было. Но все-таки вы лучше прекратите эти частые посещения. Поверьте мне, так будет лучше. Это говорит вам не только ваш наставник и начальник, но и ваш друг. Саше осталось только поклониться, поблагодарить, а затем пришлось послушаться. И стал Саша забегать к Людмиле только урывками, минут на пять, на десять, а все же старался побывать каждый день. Досадно было, что приходилось видеться урывками, и Саша вымещал досаду на самой Людмиле. Уже он частенько называл ее Людмилкой, дурищею, ослицею, силуамскую. Поколачивал ее, а Людмила на все это только хохотала. Ослицею, силуамскую, основанное на созвучии, смешение двух библейских образов. Первый — это ставшая нарицательной Валаамова ослице из Ветхого Завета, которая под влиянием высших сил на миг обрела дар речи, чтобы предостеречь своего хозяина. Второй — силуамская купель, пруд близ Иерусалима, в котором Иисус Христос исцелил слепорожденного. Евангелие от Иоанна, глава девятая, стих седьмой. Разнесся по городу слух, что актеры здешнего театра устраивают в общественном собрании маскарад с призами на лучшие наряды, женские и мужские. О призах пошли преувеличенные слухи. Говорили, дадут корову, даме, велосипед мужчине. Эти слухи волновали горожан. Каждому хотелось выиграть. Вещи такие солидные! Поспешно шили наряды, тратились, не жалея, скрывали придуманные наряды и от ближайших друзей, чтобы кто не похитил блистательной мысли. Когда появилось печатное объявление о маскараде, громадные афиши, расклеенные на заборах и разосланные именитым гражданам, оказалось, что дадут вовсе не корову и не велосипед, а только веер даме и альбом мужчине. Это всех готовившихся к маскараду разочаровало и раздосадовало. Стали роптать. Говорили, стоило тратиться. Это просто насмешка такие призы. Должны были сразу объявить. Это только у нас возможно поступать так с публикой. Но все же приготовления продолжались. — Какой-нибудь приз, а получить его лестно. Дарью и Людмилу приз не занимал ни сначала, ни после. Нужна им корова. Не видаль веер. Да и кто будет присуждать призы? Какой у них, у судей, вкус? Но обе сестры увлеклись Людмилену мечтою послать в маскарад Сашу в женском платье, обмануть таким способом весь город и устроить так, чтобы приз дали ему. И Валерия делала вид, что согласна. Завистливая и слабая, как дитя, она досадовала. Людмилочкин дружок. Не к ней же ведь ходит. Но спорить с двумя старшими сестрами она не решилась. Только сказала с презрительную усмешечкою. А он не посмеет. — Ну вот, — решительно сказала Дарья, — мы сделаем так, что никто не узнает. И когда сестры рассказали Саше про свою затею, и сказала ему Людмилочка, мы тебя нарядим японкую, Саша запрыгал и завещал от восторга. Там будь что будет, и особенно если никто не узнает, а только он согласен, еще бы не согласен, ведь это же ужасно весело всех одурачить. Тотчас же решили, что Сашу надо нарядить гейшию. Сестры держали свою затею в строжайшей тайне. Не сказали даже ни Ларисе, ни брату. Костюм для гейши Людмила смастерила сама по ярлыку от корелопсиса. Платье желтого шелка на красном атласе, длинное и широкое. На платье шитый пестрый узор, крупные цветы причудливых очертаний. Сами же девицы смастерили веер из тонкой японской бумаги с рисунками на бамбуковых палочках и зонтик из тонкого розового шелка на бамбуковой же ручке. На ноги розовые чулки и деревянные башмачки с камеечками. И маску для гейши раскрасила искусница Людмила. Желтоватое, но милое худенькое лицо, с неподвижную легкую улыбкою, косо прорезанные глаза, узкий и маленький рот. Только парик пришлось выписать из Петербурга, черный, с гладкими причесанными волосами. Чтобы примерить костюм, надо было время, а Саша мог забегать только урывочками, да и то не каждый день. Но нашлись. Саша убежал ночью уже, когда Коковкина спала, через окно. Сошло благополучно. Собралась и Варвара в маскарад. Купила маску с глупую рожей ее, а за костюмом дело не стало, нарядилась кухаркою. Повесила к поясу у половник, на голову вздела белый чипец, руки открыла выше локтя и густо их нарумянила. Кухарка же прямо от плиты, и костюм готов. Дадут приз хорошо, не дадут не надобно. Грушина придумала одеться Дианою. Варвара засмеялась и спросила, что ж вы ей ошейник наденете? Зачем мне ошейник? С удивлением спросила Грушина. Да как же? Объяснила Варвара. Собакой Дианкой. Вырядиться вздумали. Ну вот, придумали. Ответила Грушина со смехом вовсе не Дианкой, а богиней Дианой. Одевались на маскарад Варвара и Грушина вместе у Грушиной. Наряд у Грушиной вышел чересчур легок. Голые руки и плечи, голая спина, голая грудь. Ноги в легоньких туфельках без чулок, голые до колен. И легкая одежда из белого полотна с красную обшивкою прямо на голое тело. Одежда коротенькая, но зато широкая, со множеством складок. Варвара сказала, ухмыляясь. — Голова-то? Грушина отвечала, нахально подмигивая. — Зато все мужчинки так за мной и потянутся. — А что же складочек так много? — спросила Варвара. — Конфет напихать можно для моих чертенят, — объяснила Грушина. Все так смело открытое у Грушиной было красиво. Но какие противоречия! На коже блошьи укусы, ухватки грубы, Слова Нестерпимой пошлости Снова поруганная телесная красота Передонов думал, что маскарад затеяли нарочно, чтобы его на чем-нибудь изловить. А все-таки он пошел туда, Ненаряженный, в сюртуке, Чтобы видеть самому, Какие злоумышления затеваются. Мысль о маскараде несколько дней тешила Сашу, но потом сомнения стали одолевать его. Как урваться из дому? И особенно теперь после этих неприятностей. Беда, если узнают в гимназии, как раз исключат. Недавно классный наставник, молодой человек, до того либеральный, Что не мог называть кота Ваську и оговорил кот Василий, Заметил Саша весьма значительно при выдаче отметок. Смотрите, пыльников, надо делом заниматься. — Да у меня же нет двоек! — беспечно возразил Саш. А сердце у него упало. Что еще скажет? Нет, ничего, промолчал. Только посмотрел строго. В день маскарада Саш казалось, Что он и не решится поехать. Страшно. Вот только одно готовый наряд у Рутиловых. Нежто ему пропадать. И все мечты и труды даром. Да ведь Людмилочка заплачет. Нет, надо идти. Только приобретенная в последние недели привычка скрытничать Помогла Саше не выдать Кокошкиной своего волнения. К счастью, старуха рано ложится спать. И Саша лег рано. Для отвода глаз раздел сположил верхнюю одежду на стул у дверей. И поставил за дверь сапоги. Оставалось только уйти. Самое трудное. Уж путь намечен был заранее через окно. Как тогда для примерки. Саша надел светлую летнюю блузу. Она висела в шкапу в его горнице. Домашние легкие башмачки. И осторожно вылез из окна на улицу, улучив минут, когда нигде поблизости не было слышно голосов и шагов. Моросил мелкий дождик. Было грязно, холодно, темно. Но Саше все казалось, что его узнают. Он снял фуражку башмаки, бросил их обратно в свою горницу, подвернул одежду и побежал в припрыжку босиком по скользким от дождя и шатким мосткам. В темноте лицо плохо видно, особенно у бегущего, и примут, кто встретит, за простого мальчишку, посланного в лавочку. Валерия и Людмила сшили для себя незамысловатые, но живописные наряды. Цыганкою нарядилась Людмила, испанкою — Валерия. На Людмиле — яркие красные лохмотья из шелка и бархата, на Валерии — тоненькой и хрупкой черный шелк, кружева, в руке черный кружевной веер. Дарья себе нового наряда не шила. От прошлого года остался костюм турчанки. Она его и надела. Решительно сказала, не стоит выдумывать. Когда прибежал Саша, все три девицы принялись его обрежать. Больше всего беспокоил Сашу парик. — А ну как свалится! — опасливо повторял он. Наконец, укрепили парик лентами, связанными под подбородком. Глава двадцать девятая Маскарад был устроен в общественном собрании. Каменное, в два жилья, здание казарменного типа, окрашенное в ярко-красный цвет, на базарной площади. Устраивал маскарад Громов, чистопольский, антрепренер и актер здешнего городского театра. На подъезде, обтянутом каленкоровым навесом, горели шкалики. Шкалики-стаканчики с фитилем, заправленные салом и применявшиеся для праздничного освещения. Толпа на улице встречала приезжающих и приходящих на маскарад критическими замечаниями, по большей части неодобрительными, тем более что на улице под верхнюю одеждою гостей костюмы были почти не видны, и толпа судила преимущественно по наитию. Городовые на улице охраняли порядок с достаточным усердием, а в зале были в качестве гостей исправник и становой пристав. Каждый посетитель при входе получал два билетика — один розовый для лучшего женского наряда, другой — зеленый для мужского. Надо было их отдать достойным. Иные осведомлялись. — А себе можно взять? Вначале кассир в недоумении спрашивал, зачем себе? — А если, по-моему, мой костюм самый хороший? — отвечал посетитель. Потом кассир уже не удивлялся таким вопросом, а говорил с саркастическую улыбкою. Насмешливый был молодой человек. Сделайте ваше одолжение. Хоть оба себя оставьте. В залах было грязновато, и уже с самого начала толпа оказалась в значительной части пьяную. В тесных покоях, с закоптелыми стенами и потолками, горели кривые люстры. Они казались громадными, тяжелыми, отнимающими много воздуха. Полинялые занавесы у дверей имели такой вид, что противно было задеть их. То здесь, то там собирались толпы, слышались восклицания и смех. Это ходили занаряженными в привлекавшие общее внимание костюмы. Нотариус Гудаевский изображал дикого американца. В волосах петушьи перья, маска медно-красная с зелеными нелепыми разводами, кожаная куртка, клетчатый плед через плечо и кожаные высокие сапоги с зелеными кисточками. Он махал руками, прыгал и ходил гимнастическим шагом, вынося далеко вперед сильно согнутое голое колено. Жена его нарядилась колосом. На ней было пестрое платье из зеленых и желтых лоскутьев. Во все стороны торчали натыканные повсюду колосья. Они всех задевали и кололи. Ее дергали и ощипывали. Она злобно ругалась. «Царапаться буду!» — визжала она. Кругом хохотали. Кто-то спрашивал, откуда она столько колосьев набрала. «С лета за посла!» — отвечали ему. «Каждый день в поле воровать ходила!» Несколько безусых чиновничков, влюбленных в Гудаевскую и потому извещенных ею заранее о том, что у ней будет надето, сопровождали ее. Они собирали для нее билетики, чуть не насильно, с грубостями. У иных, не особенно смелых, просто отымали. Были и другие ряженые дамы, усердно собиравшие билетики через своих кавалеров. Иные смотрели жадно на неотданные билетики и выпрашивали. Им отвечали дерзостями. Унылая дама, наряженная ночью, синий костюм со стеклянную звездочкою и бумажную луною на лбу, робко сказала Мурину, «Дайте мне ваш билетик». Мурин грубо ответил, «Что за ты, билетик тебе, рылом не вышло». Ночь проворчала что-то сердитое и отошла. Ей бы хотелось хоть дома показать два-три билетика, что вот, мол, и ей давали. Тщетны бывают скромные мечты. Учительница Скобочкина нарядилась медведицею, то есть попросту накинула на плечи медвежью шкуру, а голову медведя положила на свою как шлем, сверх обыкновенной полумаски. Это было, в общем, безобразно, но все ж таки шло к ее дюжему сложению язычному голосу. Медведица ходила тяжкими шагами и рявкала на весь зал, так что огни в люстрах дрожали. Многим нравилась медведица. Ей дали немало билетов. Но она не сумела их сохранить сама, а догадливого спутника, как у других, ей не нашлось. Больше половины билетов у нее раскрали, когда ее подпоили кубчики. Они сочувствовали проявленные ею способности изображать медвежьи ухватки. В толпе кричали. — Поглядите-ка, медведица водку дует! Скобочкина не решалась отказываться от водки. Ей казалось, что медведица должна пить водку, если ей подносят. Выделялся ростом и дородством некто, одетый древним германцем. Многим нравилось, что он такой дюжий, и что руки видны, могучие руки, с превосходно развитыми мускулами. За ним ходили преимущественно дамы, и вокруг него слышался ласковый и хвалебный шепот. В древнем германце узнавали актера бенгальского. Бенгальский в нашем городе был любим. Зато многие давали ему билеты. Многие рассуждали так. Уж если приз не мне достанется, то пусть лучше актеру или актрисе. А то, если из наших, хвостовством замучит. Имел успех и наряд у Грушиной. Успех скандала. Мужчины за нею ходили густою толпою, хохотали, делали нескромные замечания. Дамы отвертывались, возмущались. Наконец исправник подошел к Грушиной и, сладко облизываясь, произнес. Сударыня, прикрыться надо. — А что же такое? У меня ничего неприличного не видно, — бойко ответила Грушина. — Сударыня, дамы обижаются, — сказал Менчуков. — Наплевать мне на ваших дам, — закричала Грушина. — Нет уж, сударыня, — просил Менчуков, — выходь носовым платочком. — Грудку да спинку потрудитесь покрыть. — А колья платок засморкала, — с наглым смехом возразила Грушина. Но Менчуков настаивал. — Уж как вам угодно, сударыня, а только если не прикроетесь, удалить придется. Ругаясь и плюясь, Грушина отправилась в уборную и там при помощи горничной расправила складки своего платья на грудь и спину. Возвратясь в зал, хотя и в более скромном виде, она все же усердно искала себе поклонников. Она грубо заигрывала со всеми мужчинами. Потом, когда их внимание было отвлечено в другую сторону, она отправилась в буфетную воровать с ласти. Скоро вернулась она в зал, показала Володину пару персиков, нагло ухмыльнулась и сказала. — Сама промыслила. И тотчас персики скрылись в складках ее костюма. Володин радостно осклавился. — Ну, — сказал он, — пойду и я калитак. Скоро Грушина напилась и вела себя буйно. Кричала, махала руками, плевалась. — Веселая дама Дианка! — говорили про нее. Таков-то был маскарад, куда повлекли взбалмошные девицы легкомысленного гимназиста. Усевшись на двух извозчиках, три сестры с Сашою поехали уже довольно поздно. Опоздали из-за него. Их появление в зале было замечено. Гейша в особенности нравилась многим. Слух пронесся, что гейшию нарядили Каштанову, актрису, любимую мужской частью здешнего общества. И потому Саше давали много билетиков. А Каштанова вовсе и не была в маскараде. У нее накануне опасно заболел маленький сын. Саша, опьяненный новым положением, кокетничал напропалую. Чем больше в маленькую гейшину руку всовывали билетиков, тем веселее и задорнее блистали из узеньких прорезов в маске глаза у кокетливой японки. Гейша приседала, поднимала тоненькие пальчики, хихикала задушенным голосом, помахивала веером, похлопывала им по плечу того или другого мужчину и потом закрывалась веером и поминутно распускала свой розовый зонтик. Нехитрые приемы, впрочем, достаточные для обольщения всех преклоняющихся перед актрисой Каштановой. — Я билетик свой отдам, прелестнейший издам, — сказал Тишков и подал с молодцеватым поклоном билетик гейш. Уже он много выпил и был красен. Его неподвижно улыбающееся лицо и неповоротливый стан делали его похожим на куклу. И все рифмовал. Валерия смотрела на Сашину успехи и досадливо завидовала. Уже теперь ей хотелось, чтобы ее узнали, чтобы ее наряд и ее тонкая, стройная фигура понравились толпе, и чтобы ей дали приз. И сейчас же с досадою вспомнила она, что это никак невозможно. Все три сестры условились добиваться билетиков только для гейши, а себе, если и получит, то передать их все-таки своей японке. В зале танцевали. Володин, быстро охмелев, пустился в присядку. Полицейские остановили его. Он сказал весело-послушно, — ну, если нельзя, то я и не буду. Но, по примеру, его пустившиеся откалывать трепака два мещанина не пожелали покориться. По какому праву? За свой полтинник! — восклицали они. И были выведены. Володин провожал их, кривляясь, осклабясь и приплясывая. Девицы Рутиловы поспешили отыскать Передонова, чтобы поиздеваться над ним. Он сидел один у окна и смотрел на толпу блуждающими глазами. Все люди и предметы являлись ему бессмысленными, разрозненными, но равно враждебными. Людмила цыганкою подошла к нему и сказала измененным гортанным голосом, «Барин мой милый, дай я тебе погадаю!» «Пошло к черту!» — крикнул Передонов. Внезапное цыганкино появление испугало его. «Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку. По лицу вижу богатый будешь, большой начальник будешь», — конючила Людмила. И взяла-таки руку Передонова. «Ну, смотри, да только хорошо гадай!» — проворчал Передонов. «Ай, барин мой бриллиантовый!» — гадала Людмила. «Врагов у тебя много, донесут на тебя, плакать будешь, умрешь под забором!» «Ах ты, стерва!» — закричал Передонов и вырвал рук. Людмила проворно юркнула в толпу. На смену ей пришла Валерия. Села рядом с Передоновым и зашептала ему нежно. «Я испанка молодая, я люблю таких мужчин, а жена твоя худая, мой прелестный господин!» «Врешь, дура!» — ворчал Передонов. Валерия шептала. «Жарче дня и слаще ночи, мой сивильский поцелуй, а жене ты прямо в очи, очень глупая, наплюй! У тебя жена Варвара, ты красавец, Ордальон, вы с Варварою не пара, ты умен, как Соломон!» «Это ты верно говоришь», — сказал Передонов. «Только как же я ей в глаза плюну?» «Она княгине пожалуется, и мне места не дадут!» «А на что тебе место?» «Ты и без места хорош», — сказала Валерия. «Ну да. А как же я могу жить, если мне не дадут места?» — уныло сказал Передонов. Дарья всунула в руку Володину письмо, заклеенное розовую обладкою. С радостным блеянием распечатал его Володин, прочел, призадумался и возгордился, и словно смутился чем-то. Было написано коротко и ясно. «Приходи, миленький, на свидание со мною завтра в одиннадцать часов ночи в солдатскую баню. Вся чужая — Же!» Володин письму поверил, но вот вопрос. Стоит ли идти? И кто такая эта Же? Какая-нибудь Женя? Или эта фамилия начинается с буквы Же? Володин показал письмо Рутилову. «Иди, конечно, иди!» — подбивал Рутилов. «Посмотри, что из этого выйдет. Может быть, эта богатая невеста влюбилась в тебя, а родители препятствуют. Так вот она и хочет с тобой объясниться». Но Володин подумал-подумал, и решил, что не стоит идти. Он важно говорил, «вешается мне на шею, но я таких развратных не хочу». Он боялся, что его там поколотят. Солдатская баня находилась в глухом месте, на городской окраине. Уже когда толпа во всех помещениях в клубе теснилась, густая, крикливая, преувеличенно веселая, в зале у входных дверей послышался шум, хохот, одобрительные возгласы. Все потеснились в ту сторону. Передавали друг другу, что пришла ужасно оригинальная маска. Человек, тощий, длинный, в заплатанном, засаленном халате, с веником под мышкой, с шайкою в руке, пробирался в толпу. На нем была картонная маска, глупое лицо, с узенькую бороденкую, с бачками, а на голове фуражка, с гражданскую круглую кокардую. Он повторял удивленным голосом, — Мне сказали, что здесь маскарад, а здесь и не моются. Он уныло помахивал шайкою. Толпа ходила за ним, ахая и простодушно восхищаясь его замысловатую выдумкую. — Приз поди получит, — завистливо говорил Володин. Завидовал же он, как и многие, как-то бездумно, непосредственно. Ведь сам-то он был ненаряжен. Чего бы, кажись, завидовать? А вот Мочигин, так тот был в необычайном восторге. Кокарда особенно восхищала его. Он радостно хохотал, хлопал в ладоши и говорил знакомым и незнакомым, — Хорошая картинка. Эти чинуши много важней чуют. Кокарды любят носить мундиры. Вот им критику и подпустили. Очень ловко. Когда стало жарко, чиновник в халате принялся обмахиваться веником, восклицая, — Вот так банька! Окружающие радостно хохотали. В шайку сыпались билеты. Передонов смотрел на веющий в толпе веник. Он казался ему недотыкомкою. — Позеленела шельма! — в ужасе думал он. Глава тридцатая Наконец начался счет, полученным за наряды билетиком. Клубские старшины составили комитет. У дверей в судейскую комнату собралась напряженно ожидавшая толпа. В клубе на короткое время стало тихо и скучно. Музыка не играла. Гости притихли. Передонову стало жутко. Но скоро в толпе начались разговоры. Нетерпеливый ропот, шум. Кто-то уверял, что оба приза достанутся актерам. — Вот вы увидите! — слышался чей-то раздраженный, шипящий голос. Многие поверили, толпа волновалась. Получившие мало билетиков уже были обозлены этим. Получившие много волновались ожиданием возможной несправедливости. Вдруг тонко и нервно звякнул колокольчик. Вышли судьи. Верига, Овиновицкий, Кириллов и другие старшины. Сметение волною пробежало в зале, и вдруг все затихли. Овиновицкий язычным голосом произнес на весь зал. — Приз! Альбом! За лучший мужской костюм присужден по большинству полученных билетиков господину в костюме древнего германца! А Овиновицкий высоко поднял альбом и сердито смотрел на столпившихся гостей. Рослый германец стал пробираться через толпу. На него глядели враждебно, даже не давали дороги. — Не толкайтесь, пожалуйста! — плачущим голосом закричала унылая дама в синем костюме со стеклянную звездочкою и бумажную луною на лбу. — Ночь! — Приз дали, так уж и вообразил о себе, что дамы перед ним расстелаться должны! — послышался из толпы злобно шипящий голос. — Колесами не пускаете! — со сдержанную досадою ответил германец. Наконец он кое-как добрался до судей и взял альбом из веригиных рук. Музыка заиграла тушь. Но звуки музыки покрылись бесчинным шумом. Посыпались ругательные слова. Германца окружили, дергали его и кричали. — Снимите маску! — Германец молчал. Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило, но он, очевидно, стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то быстро сорвал с германца маску. В толпе завопили. Актеры есть! Предположения оправдались. Это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул. — Ну, актер! Так что же из того? Ведь вы же сами давали билет! В ответ раздались озлобленные крики. — Подсыпать-то можно! Билеты вы ведь печатали. Столько и публики нет, сколько билетов роздано. Он полсотни билетов в кармане принес. Бенгальский побагровел и закричал. — Это подло так говорить! Проверяйте кому угодно! По числу посетителей можно проверить! Меж тем Верига говорил ближайшим к нему. — Господа, успокойтесь! Никакого обмана нет. Ручаюсь за это. Число билетов проверено по входным. Кое-как старшины с помощью немногих благоразумных гостей утешили толпу. Да и всем стало любопытно, кому дадут веер. Верига объявил. — Господа, наибольшее число билетиков за дамский костюм получено дамою в костюме гейши, который и присужден приз в веер. — Гейша, пожалуйте сюда, веер ваш. — Господа покорнейше, прошу вас, будьте любезны, дорогу гейши! Музыка вторично заиграла тушь. Испуганная гейша рада была бы убежать, но ее подтолкнули, пропустили, вывели вперед. Верига с любезною улыбкою вручил ей веер. Что-то пестрое и нарядное мелькнуло в отуманенных страхом и смущением Сашиных глазах. — Надо благодарить, — подумал он. Сказалась привычная вежливость благовоспитанного мальчика. Гейша присела, сказала что-то невнятное, хихикнула, подняла плечики. И опять в зале поднялся неистовый гвалт, послышались свистки и ругань. Все стремительно двинулись к гейше. Свирепый, ощетинившийся голос закричал. — Приседай, подлянка, приседай! Гейша бросилась к дверям, но ее не пустили. В толпе, волновавшейся вокруг гейши, слышались злые крики. — Заставьте ее снять маску! Маску долой! Лови ее, держи! Срывайте с нее! Отымите веер! Кола скричал. — Знаете ли вы, кому приз? — Актрисе! Каштановой! Она чужого мужа отбила, а ей приз! Честным дамам не дают, а подлячки дали! И она бросилась на гейшу, пронзительно визжала и сжимала сухие кулачки. За нею и другие, больше из ее кавалеров. Гейша отчаянно отбивалась. Началась дикая травля. Веер сломали, вырвали, бросили на пол, топтали. Толпа с гейшую в середине бешено металась по зале, сбивая с ног наблюдателей. Ни Рутиловы, ни старшины не могли пробиться к гейш. Гейша, юркая, сильная, визжала пронзительно, царапалась и кусалась. Маску она крепко придерживала то правую, то левую рукою. — Бить их всех надо! — визжала какая-то озлобленная дамочка. Пьяная грушина, прячась за другими, науськивала Володина и других своих знакомых. — Щеплите ее, щеплите, подлянку! — кричала она. Мачигин, держась за нос, капала кровь, выскочила с толпы и жаловалась. Прямо в нос кулаком двинула. Какой-то свирепый молодой человек вцепился зубами в гейшин рукав и разорвал его до половины. Гейша вскрикнула «Спасите!» И другие начали рвать ее на ряд. Кое-где обнажилось тело. Дарья и Людмила отчаянно толкались, стараясь протиснуться к гейшину напрасно. Володин с таким усердием дергал гейшу и визжал, и так кривлялся, что даже мешал другим, менее его пьяным и более озлобленным. Он же старался не со злостью, а из-за веселости, воображая, что разыгрывается очень потешная забава, он оторвал начисто рукав от гейшина платья и повязал себе им голову. «Пригодится!» — визгливо кричал он, гримасничал и хохотал. Выбравшись из толпы, где показалось ему тесно, он дурачился на просторе и с диким визгом плясал над обломками от веера. Некому было унять его. Передонов смотрел на него с ужасом и думал, — пляшет, радуется чему-то. Так-то он и на моей могиле спляшет. Наконец гейша вырвалась. Обступившие ее мужчины не устояли против ее проворных кулаков да острых зубов. Гейша метнулась из зала. В коридоре колос опять накинулась на японку и схватила ее за платье. Гейша вырвалась было, но уже ее опять окружили. Возобновилась травля. «За уши! За уши дерут!» — закричал кто-то. Какая-то дамочка ухватила гейшу за ухо и трепала ее, испуская громкие восторженные крики. Гейша завизжала и кое-как вырвалась, ударив кулаком злую дамочку. Наконец Бенгальский, который тем временем успел переодеться в обыкновенное платье, пробился через толпу к гейшу. Он взял дрожащую японку к себе на руки, закрыл ее своим громадным телом и руками, насколько мог, и быстро понес, ловко раздвигая толпу локтями и ногами. В толпе кричали «Негодяй! Подлец!» Бенгальского дергали, колотили в спину. Он кричал «Я не позволю женщины сорвать маску!» «Что хотите, делайте, не позволю!» Так через весь коридор он пронес гейшу. Коридор оканчивался узкую дверью в столовую. Здесь Вериге удалось ненадолго задержать толпу. С решимостью военного он стал перед дверью, заслонил ее собою и сказал «Господа, вы не пойдете дальше!» Гудаевская шурша остатками растрепанных колосьев наскакивала на Веригу, показывала ему кулачки, вещала пронзительно «Отойдите, пропустите!» Но внушительно холодное у генерала лицо и его решительные серые глаза воздерживали ее от действий. Она в бессильном бешенстве закричала на мужа «Взял бы да и дал бы ей оплюху! Чего зевал, фололей?» Фололей простофиля Неудобно было зайти, оправдывался индеец, бестолково махая руками. Павлушка под локтем вертелся. «Павлушке бав зубы, ей в ухо! Чего церемонился?» — кричала Гудаевская. Толпа напирала на Веригу, слышалась площадная брань. Верига спокойно стоял пред дверью и уговаривал ближайших прекратить бесчинство. Кухонный мальчик приотворил дверь сзади Вериги и шепнул «Уехались, ваше превосходительство!» Верига отошел. Толпа ворвалась в столовую, потом в кухню. Искали Гейшу, но уже не нашли. Бенгальский бегом пронес Гейшу через столовую в кухню. Она спокойно лежала на его руках и молчала. Бенгальскому казалось, что он слышит сильный перебой Гейшина сердца. На ее голых руках, крепко сжавшихся, он заметил несколько царапинок и около локтя синевато-желтое пятно от ушиба. Взволнованным голосом Бенгальский сказал, толпившийся на кухне челяди, живее пальто, халат, простыню что-нибудь, надо барню спасать. Чьет пальто наброшено на Сашины плеч. Кое-как закутал Бенгальский японку и по узкой, еле освещенной керосиновыми чадящими лампами лестнице, вынес ее на двор и через калитку в переулок. — Снимите маску. В маске хуже узнают. Теперь все равно темно. Довольно непоследовательно говорил он, я никому не скажу. Любопытно ему было. Он-то наверняка знал, что это не Каштанова. Но кто же это? Японка послушалась. Бенгальский увидел незнакомое смуглое лицо, на котором испуг преодолевался выражением радости от избегнутой опасности. Задорные, уже веселые глаза остановились на актеровом лице. — Как вас благодарить? — сказала гейша звучным голосом. — Что было бы со мной, если бы вы меня не вытащили? — Баба не трус. — Интересный бабец, — подумал актер. — Но кто она? — Видно, из приезжих. — Здешних дамбенгальский знал. Он тихо сказал Саше. — Надо вас скорее домой доставить. Скажите мне ваш адрес, я возьму извозчика. Японкино лицо снова омрачилось испугом. — Никак нельзя, никак нельзя! — залепетала она. — Я одна дойду. Вы меня оставьте. — Ну, как вы там дойдете по такой слякоти на ваших деревяшках? — Надо извозчика, — уверенно возразил актер. — Нет, я добегу. Ради бога, отпустите, — умолял и гейш. — Клянусь честью, никому не скажу, — уверял бенгальский. — Я не могу вас отпустить, вы простудитесь. — Я взял вас на свою ответственность и не могу. И скорее скажите, они могут и здесь вас вздуть, ведь вы же видели, это совсем дикие люди. Они на все способны. Гейша задрожала. Быстрые слезы вдруг покатились из ее глаз. Всхлипывая, она сказала, — Ужасно, ужасно злые люди. Отвезите меня пока к Крутиловым. Я у них переночую. Бенгальский крикнул извозчик. Сели и поехали. Актер всматривался в смуглое гейша на лицо. Оно казалось ему странным. Гейша отвертывалась. Смутная догадка мелькнула в нем. Вспомнились городские толки о Рутиловых, о Людмиле и об ее гимназисте. — Э-э-э, да ты мальчишка! — сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик. — Ради бога! — Бледный от ужаса взмолился Саша. И его смуглые руки в умоляющем движении протянулись из-под кое-как надетого пальто к бенгальскому. Бенгальский тихонько засмеялся и так же тихо сказал. — Да уж не скажу никому, не бойся. Мое дело тебя доставить на место, а больше я ничего не знаю. Однако ты отчаянный. От дома не узнают? — Если вы не проболтаетесь, никто не узнает, — просительно нежным голосом сказал Саша. — На меня положись. — Во мне как в могиле, — ответил актер. — Сам был мальчишкою, штуки выкидывал. Уже скандал в клубе начал затихать, но вечер завершился новою бедою. Пока в коридоре травили гейшу, пламенная недотыкомка, прыгая по люстрам, смеялась и навязчиво подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее, не дотыкомку огненную, но несвободную, на эти тусклые грязные стены, и тогда, насытясь истреблением, пожрав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. И не мог Передонов противиться ее настойчивому внушению. Он вошел в маленькую гостиную, что была рядом с танцевальным залом. Никого в ней не было. Передонов осмотрелся, зажег спичку, поднес ее к оконному занавесу снизу у самого пола и подождал, пока занавес загорелся. Огненная недотыкомка юркою змейкою поползла по занавесу, тихонько и радостно взвизгивая. Передонов вышел из гостиной и затворил за собой дверь. Никто не заметил поджога. Пожар увидели уже с улицы, когда вся горница была в огне. Пламя распространялось быстро. Люди спаслись, но дом сгорел. На другой день в городе только и говорили, что о вчерашнем скандале с гейшию да о пожаре. Бенгальский сдержал слово и никому не сказал, что гейшию был наряжен мальчик. А Саша, еще ночью, переодевшись у Рутиловых и обратившись опять в простого босоногого мальчика, убежал домой в лес в окно и спокойно уснул. В городе, кишащем сплетнями, в городе, где все обо всех знали, ночное Сашина похождение так и осталось тайною. Надолго. Конечно, не навсегда. Глава 31. Екатерина Ивановна Пыльникова, Сашина тетка и воспитательница, сразу получила два письма, Саши от директора и от Каковкиной. Эти письма страшно встревожили ее. В осеннюю распутицу, бросив все свои дела, поспешно выехала она из деревни в наш город. Саша встретил тетю с радостью. Он любил ее. Тетя везла большую на него в своем сердце грозу. Но он так радостно бросился ей на шею, так расцеловал ее руки, что она не нашла в первую минуту строгого тона. Милая тетечка, какая ты добрая, что приехала, — говорил Саша и радостно глядел на ее полное румяное лицо с добрыми ямочками на щеках и с деловито строгими карими глазами. — Погоди радоваться, еще я тебя приструню, — неопределенным голосом сказала тетя. — Это ничего, — беспечно сказал Саша. — Приструнь. Было бы только за что. А все ж ты меня... Ужасти как обрадовала. — Ужасти, — повторила тетя недовольным голосом. — Вот про тебя... Ужасти я узнала. Саша поднял брови и посмотрел на тетю невинными, непонимающими глазами. Он пожаловался. — Тут учитель один, Передонов, придумал, будто я девочка. Привязался ко мне. А потом директор мне голову намылил, зачем я с барышнями Рутиловыми познакомился. Точно я к ним воровать хожу. А какое им дело? — А что? — Совсем тот же ребенок, что и был, — в недоумении думала тетя. Или уж он так испорчен, что обманывает даже лицом? Она затворилась с Коковкиной и долго беседовала с нею. Тетя вышла от нее печальная, вышла от нее печальная, потом поехала к директору, вернулась совсем расстроенная, обрушилась на Сашу тяжелыми упреками. Саша плакал, но уверял, что все это выдумки, что никаких вольностей с барышнями он себе никогда не позволял. Тетя не верила, тетя не верила, тетя не верила, тетя не верила, бронила, заплакала, погрозила высечь Сашу, больно высечь. Сейчас же, сегодня же, вот только еще сперва увидит этих девиц. Саша рыдал и продолжал уверять, что ровно ничего худого не было, что все это ужасно преувеличено и сочинено. Тетя, сердитая, заплаканная, отправилась к Рутиловым. Ожидая в гостиной у Рутиловых, Екатерина Ивановна волновалась. Ей хотелось сразу обрушиться на сестер с самыми жестокими упреками, и уже укоризненные злые слова были у нее готовы. Но мирная, красивая их гостиная внушала ей, мимо ее желаний, спокойные мысли и утешала ее досаду. Начатое и оставленное здесь вышивание, гравюра на стенах, тщательно выхоженные растения у окон, нигде нет пыли. И еще какое-то особенное настроение семейственности, нечто такое, чего не бывает в непорядочных домах и что всегда оценивается хозяйками. Неужели в этой обстановке могло совершиться какое-то обольщение ее скромного мальчика заботливыми молодыми хозяйками этой гостиной? Какими-то ужасно нелепыми показались Екатерине Ивановне все те предположения, которые она читала и слушала о Саше. И наоборот, такими правдоподобными представлялись ей Сашины объяснения о том, что он делал у девиц Рутиловых, читали, разговаривали, шутили, смеялись, играли, хотели домашний спектакль устроить, да Ольга Васильевна не позволила. А три сестры порядком струхнули. Они еще не знали, осталось ли тайною Сашина ряженье. Но их ведь было трое, и все они дружно одна за другую. Это сделало их более храбрыми. Они все три собрались у Людмилы и шепотом совещались. Валерия сказала, — Надо же идти к ней, невежливо ждет. — Ничего, пусть простынет немного, — беспечно ответила Дарья, — а то она уж очень сердито на нас напустится. Все сестры надушились сладко-влажным клематитом, вышли спокойные, веселые, миловидные, нарядные, как всегда. Наполнили гостиную своим милым лепетом, приветливостью и веселостью. Клематит — название духов. От французского клемати — ломонос, разновидность цветов семейства Лютиковых. Екатерина Ивановна была сразу очарована их милым и приличным видом. Нашли распутниц, — подумала она досадливо о гимназических педагогах, а потом подумала, что они, может быть, напускают на себя скромный вид. Решилась не поддаваться их чарам. — Простите, сударыня, мне надо с вами серьезно объясниться, — сказала она, стараясь придать своему голосу деловитую сухость. Сестры ее усаживали и весело болтали. — Которая же из вас? — нерешительно начала Екатерина Ивановна. Людмила сказала весело и с таким видом, как будто она, любезная хозяйка, выводит из затруднения гостью. — Это все больше я с вашим племянничком возилась. У нас с ним оказались во многом одинаковые взгляды и вкусы. — Он очень милый мальчик, ваш племянничек, — сказала Дарья, словно уверенная, что ее похвала осчастливит гостью. — Право, милый и такой забавный, — сказала Людмила. Екатерина Ивановна чувствовала себя все более неловко. Она вдруг поняла, что у нее нет никаких значительных поводов к упрекам, и уже она начала на это сердиться, и последние Людмилины слова дали ей возможность высказать свою досаду. Она заговорила сердито. — Вам забава. А ему... Но Дарья перебила ее и сказала сочувствующим голосом. — Ах уж мы видим, что до вас дошли эти глупые передоновские выдумки. Но ведь вы знаете, он совсем сумасшедший. Его директоры в гимназию не пускают. Только ждут психиатра для освидетельствования, и тогда его выставят из гимназии. — Но позвольте, — перебила ее в свою очередь Екатерина Ивановна, все более раздражаясь, — меня интересует не этот учитель, а мой племянник. Я слышала, что вы, извините, пожалуйста, его развращаете. И, бросившись горяча сестрам это решительное слово, Екатерина Ивановна сразу же подумала, что она зашла слишком далеко. Сестры переглянулись с видом столь хорошо разыгранного недоумения и возмущения, что и не одна только Екатерина Ивановна была бы обманута. — Покраснели? — воскликнули все разом. — Вот, мило, ужасно! Новости! — Сударыня, — холодно сказала Дарья, — вы совсем не выбираете выражений? — Прежде чем говорить грубые слова, надо узнать, насколько они уместны. — Ах, это так понятно! — живо заговорила Людмила с видом обиженной, но простившей свою обиду милой девицы. — Он же вам не чужой! — Конечно, вас не могут не волновать все эти глупые сплетни. Нам и со стороны было его жалко, потому мы его и приласкали, а в нашем городе сейчас из всего сделают преступление. Здесь, если бы вы знали, такие ужасные, ужасные люди! — Ужасные люди! — тихо повторила Валерия звонким, хрупким голосом, и вся дрогнула, словно прикоснулась к чему-то нечистому. — Да вы его спросите самого, — сказала Дарья, — вы на него посмотрите. Ведь он еще ужасный ребенок. Это вы, может быть, привыкли к его простодушию, а со стороны виднее, что он совсем-совсем не испорченный мальчик. Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. Ну что же, ведь ложь и часто бывают правдоподобнее правды. Почти всегда. Правда же, конечно, неправдоподобна. — Конечно, это правда, что он у нас бывал слишком часто, — сказала Дарья. Но мы его больше и на порог не пустим, если вы так хотите. — И я сама сегодня же схожу к хрипачу, — сказала Людмила. — Что это он выдумал? Да неужели он сам верит в такую нелепость? Нет, он, кажется, и сам не верит, — призналась Екатерина Ивановна. А только он говорит, что ходят разные дурные слухи. Ну вот видите, — радостно воскликнула Людмила. Он, конечно, и сам не верит. Из-за чего же весь этот шум? Веселый Людмилен голос обольщал Екатерину Ивановну. Она думала, — да что же на самом-то деле случилось? Ведь и директор говорит, что он ничему этому не верит. Сестры еще долго наперебой щебетали, убеждая Екатерину Ивановну в совершенной невинности их знакомства с Сашью. Для большей убедительности они принялись было рассказывать с большой подробностью, что именно и когда они делали с Сашью, но при этом перечни скоро сбились. Это же все такие невинные простые вещи, что просто и помнить их нет возможности. И Екатерина Ивановна, наконец, вполне поверила в то, что ее Саша и милые девицы Рутиловы явились невинными жертвами глупой клеветы. Прощаясь, Екатерина Ивановна ласково расцеловалась с сестрами и сказала им, — Вы, милые простые девушки. Я думала сначала, что Вы, простите за грубое слово, хабалки. Сестры весело смеялись. Людмила говорила, — Нет, мы только веселые и с острыми язычками. За это нас и недолюбливают иные здешние гуси. Вернувшись от Рутиловых, тетя ничего не сказала Саше, а он встретил ее перепуганный, смущенный и посматривал на нее осторожно и внимательно. Тетя пошла к Кокошкиной. Проговорили долго. Наконец, тетя решила, — Схожу еще к директору. В тот же день Людмила отправилась к Хрипачу. Посидела в гостиной с Варварой Николаевной, потом объявила, что она по делу к Николаю Властьщу. В кабинете у Хрипача произошел оживленный разговор. Не потому, собственно, что собеседникам надо было многое сказать друг другу, а потому, что оба любили поговорить. И они осыпали один другого быстрыми речами. Хрипач, своею сухою, трескучую скороговоркою, Людмила звонким, нежным лепетанием. Плавно, с неотразимой убедительностью неправды, палился на Хрипача ее полулживый рассказ об отношениях к Саше Пыльникову. Главное ее побуждение было, конечно, сочувствие к мальчику, оскорбленному таким грубым подозрением, желание заменить Саше отсутствующую семью. И, наконец, он и сам такой славный, веселый, простодушный мальчик. Людмила даже заплакала, и быстрые маленькие слезинки удивительно красиво покатились по ее розовым щекам на ее смущенно улыбающиеся губы. Правда, я его полюбила как брата. Он славный и добрый, он так ценит ласку, он целовал мои руки. — Это, конечно, очень мило с вашей стороны, — говорил несколько смущенный Хрипач, — и делает честь вашим добрым чувствам, но вы напрасно принимаете так близко к сердцу тот простой факт, что я счел долгом уведомить родственников мальчика относительно дошедших до меня слухов. Людмила, не слушая его, продолжала лепетать, переходя уже в тон кроткого упрек. — Что же тут худого скажить? — Что же тут худого скажить, пожалуйста, что мы приняли участие в мальчике, на которого напал этот ваш грубый сумасшедший Передонов? — И когда его уберут из нашего города? — И разве же вы сами не видите, что этот ваш Пыльников совсем еще дитя? — Ну, право, совсем дитя. Всплеснула маленькими красивыми руками, брякнула золотым браслетиком, засмеялась нежно, словно заплакала, достала платочек вытереть слезы и нежным ароматом повеяла на Хрипача. И Хрипачу вдруг захотелось сказать, что она прелестна, как ангел небесный, и что весь этот прискорбный инцидент не стоит одного мгновения ее печали дорогой. Но он воздержался. Прелестно, как ангел небесный, строка из стихотворения Лермонтова «Тамара», 1841 год. Не стоит одного мгновения ее печали дорогой, слегка измененная строка из поэмы Лермонтова «Демон», правильно, твоей печали дорогой. И журчал, и журчал нежный, быстрый Людмилочкин лепет, и развеивал дымом химерическое здание Передоновской лжи. Только сравнить безумный, грубый, грязный Передонов и веселая, светлая, нарядная, благоуханная Людмилочка. Говорит ли совершенную Людмила правду или привирает, это хрипачу было все равно. Но он чувствовал, что не поверить Людмилочке, заспорить с нею, допустить какие-нибудь последствия, хоть бы взыскание с Пыльникова, значило бы попасться в просаг и осрамиться на весь учебный округ, тем более, что это связано с делом Передонова, которого, конечно, признают ненормальным. И хрипач, любезно улыбаясь, говорил Людмиле. — Мне очень жаль, что это вас так взволновало. Я ни одной минуты не позволил себе иметь какие бы то ни было дурные мысли относительно вашего знакомства с Пыльниковым. Я очень высоко ценю те добрые и милые побуждения, которые двигали вашими поступками, и ни одной минуты я не смотрел находившие в городе и дошедшие до меня слухи иначе, как на глупую и безумную клевету, которая меня глубоко возмущала. Я обязан был уведомить госпожу Пыльникову, тем более, что до нее могли дойти еще более искаженные сообщения, но я не имел в виду чем-нибудь обеспокоить вас и не думал, что госпожа Пыльникова обратится к вам с упреками. — Ну, с госпожой Пыльниковой мы мирно сговорились, — весело сказала Людмила. — А вот вы на Сашу не нападайте из-за нас. Если уж наш дом такой опасный для гимназистов, то мы его, если хотите, и пускать не будем. — Вы к нему очень добры, — неопределенно сказал хрипач. — Мы ничего не можем иметь против того, чтобы он в свободное время, с разрешения своей тетки, посещал своих знакомых. Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то заключения. Впрочем, пока не разрешится история с господином Передоновым, лучше будет, если Пыльников посидит дома. Скоро уверенная ложь Рутиловых и Сашина была подкреплена страшным событием в доме Передоновых. Оно окончательно убедило горожан в том, что все толки о Саше и девицах Рутиловых — бред сумасшедшего. Глава 32 Был пасмурный холодный день. Передонов возвращался от Володина. Тоска томила его. Вершина заманила Передонова к себе в сад. Он покорился опять ее, выражащему зову. Вдвоем прошли в беседку. По мокрым дорожкам, покрытым палами и сливающими темными листьями. Унылою пахло сыростью в беседке. Из-за голых деревьев виден был дом с закрытыми окнами. — Я хочу открыть вам правду, — бормотала Вершина, быстро взглядывая на Передонова и опять отводя в сторону черные глаза. Она была закутана в черную кофту, повязана черным платком и, посинелыми от холода губами сжимая черный мунштук, пускала густыми тучами черный дым. — Наплевать мне на вашу правду, — ответил Передонов. — В высокой степени наплевать. — Вершина криво усмехнулась и возразила. — Не скажите. — Мне вас ужасно жалко. — Вас обманули. Злорадство слышалось в ее голосе. Злые слова сыпались с ее языка. Она говорила. — Вы понадеялись на протекцию, но только вы слишком доверчиво поступили. Вас обманули. А вы так легко поверили. Письмо-то написать всякому легко. Вы должны были знать, с кем имеете дело. Ваша супруга особо неразборчивая. Передонов с трудом понимал речь Вершиной. Сквозь ее околичности еле проглядывал для него смысл. Вершина боялась говорить громко и ясно. Сказать громко кто-нибудь услышит. Передадут Варваре, могут выйти неприятности. Варвара не постесняется сделать скандал. Сказать ясно, сам Передонов озлится, пожалуй, еще прибьет. Намекнуть бы, чтобы он сам догадался. Но Передонов не догадывался. Ведь и раньше случалось, говорили ему в глаза, что он обманут. А он никак не мог домекнуться, что письма подделаны. И все думал, что обманывает его сама княгиня, за нос вводит. Наконец Вершина сказала прямо. — Письма-то, вы думаете, княгиня писала? — Да теперь уже весь город знает, что их Грушина сфабриковала по заказу вашей супруги. А княгиня и не знает ничего. — Кого хотите спросите, все знают. Они сами проболтались. А потом, Варвара Дмитриевна, и письма у вас утащила и сожгла, чтобы улики не было. Тяжкие темные мысли ворочались в мозгу Передонова. Он понимал одно, что его обманули. Но что княгиня будто бы не знает. Нет, она-то знает. Недаром она из огня живая вышла. — Вы врете про княгиню, — сказал он. — Я княгиню жег, да не дожег, отплевалась. Вдруг бешеная ярость охватила Передонова. — Обманули! Он свирепо ударил кулаком по столу, сорвался с места и, не прощаясь с Вершиною, быстро пошел домой. Вершина радостно смотрела за ним, и черные дымные тучи быстро вылетали из ее темного рта и неслись и рвались на ветру. Передонова сжигала ярость. Но когда он увидел Варвару, мучительный страх обнял его и не дал ему сказать ни слова. На другой день Передонов с утра приготовил нож, небольшой, садовый, в кожаных ножнах. И бережно носил его в кармане. Целое утро, вплоть до раннего своего обеда, просидел он у Володина. Глядел на его работу, делал нелепые замечания. Володин был по-прежнему рад, что Передонов с ним водится, а его глупости казались ему забавными. Недотыкомка весь день юлила вокруг Передонова. Передонова не дала заснуть после обеда. Вконец измучила. Когда уже к вечеру он начал было засыпать, его разбудила невесть откуда взявшаяся шальная баба. Курносая, безобразная. Она подошла к его постели и забормотала. Квасок затереть, пироги свалять, жареное зажарить. Щеки у нее были темные, а зубы блестели. — Шла к черту! — крикнул Передонов. Курносая баба скрылась, словно ее и не бывало. Настал вечер. Тоскливый ветер выл в трубе. Медленный дождь тихо-настойчиво стучал в окошки. За окнами было совсем черно. У Передоновых был Володин. Передонов еще утром позвал его пить чай. — Никого не пускать! — Слышишь, Клавдюшка? — закричал Передонов. Варвара ухмылялась. Передонов бормотал. — Бабы какие-то шляются тут. Надо смотреть. Однако мне в спальню затесалось наниматься в кухарке. — А на что мне курносая кухарка? Володин смеялся, словно блеял и говорил. — Бабы по улице изволят ходить. А к нам они никакого касательства не имеют, и мы их к себе за стол не пустим. Сели за стол втроем. Принялись пить водку и закусывать пирожками. Больше пили, чем ели. Передонов был мрачен. Уже все было для него как бред, бессмысленно, несвязно и внезапно. Голова болела мучительно. Одно представление настойчиво повторялось — о Володине как о враге. Оно чередовалось с тяжкими приступами навязчивой мысли. Надо убить Павлушку, пока не поздно. И тогда все хитрости вражьи откроются. А Володин быстро пьянел и молол что-то бессвязное на потеху Варваре. Передонов был тревожен. Он бормотал. — Кто-то идет. — Никого не пускайте. Скажите, что я молиться уехал в Тараканий монастырь. Он боялся, что гости помешают. Володин и Варвара забавлялись. Думали, что он только пьян. Подмигивали друг другу. Уходили поодиночке. Стучали в дверь. Говорили разными голосами. — Генерал Передонов дома! — Генералу Передонову бриллиантовая звезда! Но на звезду не польстился сегодня Передонов. Кричал. — Не пускать! Гоните их в шею! Пусть утром принесут. Теперь не время. — Нет, — думал он, — сегодня-то и надо крепиться. Сегодня все обнаружится. А пока еще враги готовы, много ему наслать всякой всячины, чтобы вернее погубить. — Ну, мы их прогнали. Завтра утром принесут, — сказал Володин, снова усаживаясь за стол. Передонов уставился на него мутными глазами и спросил. — Друг ты мне или враг? — Друг, друг, Ардаша, — отвечал Володин. — Друг сердечный, таракан запечный, — сказала Варвара. — Не таракан, а баран, — поправил Передонов. — Ну, мы с тобой, Павлуша, будем пить, только вдвоем. — И ты, Варвара, пей. — Вместе выпьем вдвоем. Володин, хихикая, сказал, — Ежели и Варвара Дмитриевна с нами выпьет, то уж это не вдвоем выходит, а втроем. — Вдвоем, — угрюмо повторил Передонов. — Муж да жена одна, сатана, — сказала Варвара и захохотала. Володин до самой последней минуты не подозревал, что Передонов хочет его зарезать. Он блеял, дурачился, говорил глупости, смешил Варвару, а Передонов весь вечер помнил о своем ноже. Когда Володин или Варвара подходили с той стороны, где спрятан был нож, Передонов свирепо кричал, что потошли. Иногда он показывал на карман и говорил, — Тут, брат, у меня есть такая штучка, что ты, Павлушка, крякнешь. Варвара и Володин смеялись. — Крякнуть, Ардаша, я завсегда могу, — говорил Володин. — Кря-кря! Очень даже просто. Красный, осоловелый от водки, Володин крякал и выпячивал губы. Он становился все нахальнее с Передоновым. — Околпачили тебя, Ардаша! — сказал он с презрительным сожалением. — Я тебя околпачу! — свирепо зарычал Передонов. Володин показался ему страшным, угрожающим. Надо было защищаться. Передонов быстро выхватил нож, бросился на Володина и резнул его по горлу. Кровь хлынула ручьем. Передонов испугался. Нож выпал из его рук. Володин все блеял и старался схватиться руками за горло. Видно было, что он смертельно испуган, слабеет и не доносит рук до горла. Вдруг он помертвел и повалился на Передонова. Прерывистый раздался виск. Точно он захлебнулся. И стих. — Завизжал в ужасе и Передонов, а за ним Варвара. Передонов оттолкнул Володина. Володин грузно свалился на пол. Он хрипел, двигался ногами. И скоро умер. Открытые глаза его стекленели, уставленные прямо вверх. Кот вышел из соседней горницы, нюхал кровь и злобно мяукал. Варвара стояла, как оцепенелая. На шум прибежала Клавдия. — Батюшки, зарезали! — завопила она. Варвара очнулась и свизгом выбежала из столовой вместе с Клавдией. Весть о событии быстро разнеслась. Соседи собирались на улице, на дворе, кто посмелее прошли в дом. В столовую долго не решались войти. Заглядывали, шептались. Передонов безумными глазами смотрел на труп, слушал шепоты за дверью. Тупая тоска томила его. Мыслей не было. Наконец осмелелись, вошли. Передонов сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное. Конец книги.